В другой жизни, когда-нибудь, когда жизнь пройдёт мимо меня, я буду лежать и удивляться, почему ты всегда была рядом вот уже несколько дней и его не покидает это чувство. Что-то не так. Он не может описать это чувство, но оно бьётся у него в голове и камнем оседает в желудке, пока Наруто не отвлекается на мысли о чём-нибудь другом. Например, о работе. Он будет работать, работать и работать, пока эти мысли не исчезнут, потому что они неправильные. Он знает, что они неправильные и что ему должно быть стыдно за свои сомнения. О миссиях думать легче. И о пути к становлению Хакаги. В них есть смысл. Он знает о своих целях и о путях их достижения. Неуместные мысли отступают. Наруто-кон. И так же быстро возвращаются. Прямо как сейчас. Он поднимает взгляд. Она вопросительно смотрит на него, озабоченно ухмурясь. На сгибе локтя у неё стопка чистого белья, и он сморгивает, понимая, что погрузился в себя посреди разговора. Руки возвращаются к рубашке на кровати, и он быстро складывает её, добавляя к своей стопке. «Всё в порядке», — автоматически отвечает он, прежде чем она успевает задать ему тот страшный вопрос. Страшный, потому что он и сам понятия не имеет, что не так. Он стыдливо отводит взгляд, когда замечает, как она закусывает нижнюю губу. Она беспокоится о нём, он знает. Но она этого не заслуживает. «Так», — продолжает она, — «тебе пора, да». Снова миссия. Он кивает и встаёт с кровати, подхватывая протектор, лежащий на комоде. Она поднимается следом, чтобы проводить его до двери, но её ноги дрожат, из-за этого она ступается. Он кладёт руку ей на спину, чтобы помочь устаёт. «Неправильно». Они идут к выходу, и она наблюдает за ним, пока он обувается и поправляет одежду. Когда он заканчивает, они выжидающе смотрят друг на друга. «Неправильно». «Удачи». «Спасибо». «Вернись ко мне, хорошо». «Вернусь». «Неправильно». Игбарута, — добавляет она, — положив руку себе на живот. Рядом с её ладонью опускается его. «Я вернусь». «Неправильно». Оставив ей это обещание, он открывает дверь и уходит. Узумаки Наруто не понимает, что не так. С его женой. С его ребёнком. Его кулаки сжимаются. «Неправильно». Однажды он отправляется за продуктами. Не за раменом, конечно, а за тем, что покупают нормальные люди. Молоко. Яйца. Масло. Сливочный сыр. Бублики. Он не думал, что когда-нибудь будет есть бублики на завтрак, но это случилось. Яичница и бублики с кофе. Благодаря этому он чувствует себя взрослым есть настоящий завтрак и каждый день надевать чистое и нижнее белье. По его мнению, наличие жёны в корне меняет образ жизни. Не обращая внимания на возбуждённый шёпот и хихиканье окружающих, он расплачивается с лавочником и направляется домой. Он больше не хочет появляться на публике, это слишком хлопотно. Порой ему хочется, чтобы жители деревни снова начали его игнорировать, но в такие моменты он быстро напоминает себе, как далеко продвинулся и как далеко ему ещё предстоит пройти. Он знает, что он есть люди, которые наблюдают за ним, рассчитывают на него. Люди, которые поддерживают его и хотят, чтобы он осуществил свою мечту. Вместе с последней мыслью в голове всплывает образ девушки, которую он уже давно не видел, и Наруто лениво гадает, чем она занимается. Может, миссия? Клановое дело? Он не знает. Не придаёт этому большого значения. Кроме того, отмечает он про себя, если она когда-нибудь ему понадобится, то будет рядом, как и всегда. Он пересекает маленькую детскую площадку, чтобы сократить путь, параллельно зираясь по сторонам, проверяя, нет ли поблизости жителей деревни, которые могут увидеть его и попытаться подойти. Именно в этот момент настороженные лазурные глаза, сканирующие окружение, замечают что-то такое, от чего она замирает. Она здесь. Сидит на скамейке. Наруто смотрит и смотрит, пытаясь вспомнить, когда она успела отрастить волосы. Или, что более важно, когда она перестала носить свою мешковатую куртку. Он едва узнал её без привычного одеяния, пока не увидел глаза, которые всегда напоминали ему о луне. Он никогда не забудет таких глаз. Её глаз. Когда он приходит в себя, то задумывается, что она делает. Она одна, спрятала руку себе под бедро, словно защищая её от холода, а на кулак другой оперлась подбородком. Она задумчива, погружена в свои мысли. Потому, как покачивается её колено, понятно, что она беспокоится. А может, нервничает. Что случилось? Как только он решает подойти к ней и спросить, ответ приходит сам собой. Идеальный обзор на Ахинуту заслоняет спину парня, который наклоняется к ней, пока их глаза не оказываются на одном уровне. Она быстро встаёт, прижимает руки к бокам и вцепляется в ткань своей юбки. Они смотрят друг на друга несколько мгновений и тихо переговариваются. Наруто внимательно наблюдает, гадая, стоит ли вмешаться. Очевидно, что рядом с этим человеком ей некомфортно. Приняв решение, Узумаки делает шаг вперёд, но пара ступает прочь. Вместе. Бок о бок. Они медленно уходят всё дальше и дальше от него, и Наруто видит, как их затылки склоняются друг к другу. Он что-то говорит. Она улыбается. Наруто уверен в этом, потому что видит, как она смущенно отводит глаза. Он стоит там и смотрит, хотя они давно уже исчезли из вида. Наруто не может сказать, сколько точно простоял там, но когда он добирался до дома, молоко тёплое. Сын невероятно похож на него, с нежностью думает, что Наруто, наблюдая за маленьким светловолосым мальчиком. Ему всего несколько недель от роду, но он его точная копия. Перебинтованными пальцами он невесомо оглаживает светлый пушок на крохотной детской головке. Ясные голубые глаза сонно открываются, и Баруто рассматривает улыбающегося мужчину перед собой. Наруто чувствует себя как никогда счастливым. Не три его так сильно по голове, ты можешь его поранить, предупреждает она из-за плеча, внимательно наблюдая за ними тёмными и испытывающими глазами. Наруто бросает на неё полувопросительный и отчасти раздражённый взгляд. В целом она уравновешенный человек. Не кричит и не устраивает ему скандалов слишком часто. Но после рождения Баруто она стала такой, он вздыхает. Давай, продолжает она, протягивая руки. Я собиралась его уложить. Наруто безропотно передаёт ей ребёнка, зная, что Баруто будет капризничать, если в ближайшее время его не опустят в колыбель. Хорошо. Хм, убедись, что он не слишком горячий. Сакура говорит. Мне всё равно, что говорит Сакура, выплёвывает она, и он осознаёт, что оплашался, упомянув имя, которое в их доме не произносится. Он не успевает исправиться, потому что она уже кипит от ярости. Я мать Баруто. Не Сакура. Он поднимает руки в успокаивающем жести. Хорошо, хорошо. Чёрт, успокойся. Она сощуривает глаза и, кажется, готова что-то сказать, но в итоге лишь сильнее сжимает губы. Наруто не скрывает удивлений при виде этого. Он не помнит, когда она в последний раз что-то скрывала от него, но спросить не успевает, потому что жена стремительно вносится в детскую. Он знает, что сейчас за ней лучше не следовать. Вздохнув, он падает на диван, изо всех сил стараясь не думать. Он начинает злиться, когда думает. «Это моя вина», — решает он. Я знаю, как она относится к Сакуричин, но продолжаю упоминать её советы. Прошло много времени с тех пор, как он виделся с Сакамандницей. Наруто встречался с ней лишь мимоходом. Узу Маки окатывает очередной волной горечи. Он всегда думал, что Сакура будет принимать роды у его жены. Как оказалось, она не обучена кушерству, и когда он рассказал ей о своих намерениях, она громко рассмеялась и отвернулась. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что её плечи дрожат не от смеха, а от рыданий. Она сказала, что счастлива. Транутая пыльщина. Он так обрадовался, что тоже ощутил, как на глазах закипают слёзы. Сакура извинилась за то, что не сможет помочь его ребёнку появиться на свет, но взволнованно сообщила, что очень хочет быть рядом, когда малыш родится. «Я не войду в её палату», — быстро добавила она. «Подожду снаружи, хорошо». Он согласился, но когда до его жены дошли новости о том, что Сакура ведёт её больничную карту и следит за развитием Барута, она швырнула в него вазу. Вазу с цветами, которые он подарил ей. На следующий день он узнал, что она лично посетила бабу-лицу Нади и потребовала запретить Сакуре доступ к своей карте. Она не хотела, чтобы Сакура была рядом с ней или её ребёнком, и позже лично выбрала себе акушерку. «Кстати», — сказала она, — «когда они шли домой после очередного осмотра в больнице. Я не хочу, чтобы кто-то был рядом после родов. Только ты. Только я. Я не могу никого пригласить». Несколько долгих мгновений она молчала. «Твоих родителей больше нет, а мои вернулись домой. Я не понимаю, почему рядом должен быть кто-нибудь ещё». Он ничего не сказал на это. Она постоянно упоминала, что у неё здесь никого нет. Что она совсем одна, потому что её семья и друзья вернулись в родную страну. «Я оставила их родить тебя». Кричала она всякий раз, когда злилась на него. «Я здесь совсем одна, заперта в этом чёртовом доме, а тебе всё равно». Конечно, ему было не всё равно. Он хотел, чтобы у неё были друзья. Он хотел, чтобы она подружилась с его друзьями. Он представлял, как они с Сакурой становятся лучшими подругами, вместе обедают и вместе занимаются девчачьими делами, например, ходят по магазинам, красят ногти на ногах или что там делают девушки. Он думал, что раз она так похожа на Сакуру, то они обязательно поладят. Возможно, так бы и случилось, если бы не он. Наруто понял, что они поссорились друг с другом уже при первой встрече. Вот только он не распознал в их обмене фразами пассивную агрессию сразу в силу своей несообразительности. А после она напрягалась всякий раз, когда он упоминал свою подругу. Совсем скоро она со слезами на глазах сказала ему, что ей не нравится, когда он называется Куру Сакурачен. Естественно, у него не было выбора, кроме как прекратить использовать это обращение. Друзья позже уверяли его, что это закономерный исход. Жены лучше подруги плохо ладят. Наруто решил не подталкивать их друг к другу, как планировал изначально, и перевел фокус на остальных своих друзей. Блондинка-шлюха, заявила она, когда они шли домой после коротких посиделок с десятой командой. Наруто был так потрясен, что не знал, что на это ответить. Однако он не мог не чувствовать беспокойства. Инна была его надежным товарищем и, что более важно, близким другом. Но, она была его женой. Поэтому он ничего не сказал, и она продолжила, не заметив его заминки. Посмотри, как она одевается. Неужели все кунаичи такие вызывающие? Наруто снова промолчал, хотя точно знал, что это не так. Ребята неплохи, Рея. Хотя толстяк какой-то странный. А второй все время на меня пярился. Она поджала на помаженные губы и несколько раз цокнула языком. Ее мнение об остальных его товарищах тоже было далеко от положительного. Наруто едва не потерял самообладание, когда она громко выразила отвращение и страх перед шумным ниндзя в зеленом с ужасной стрижкой. Клини принял ее словно близко к сердцу, но с тех пор взял за правило держаться от нее подальше и больше не приветствовать в своем фирменном стиле. А по искрам, вспыхнувшим в глазах Сакура и Тентин Наруто понял, что жена перешла черту. Подшучивать Надли по-дружески одно дело. Рокли был одним из его лучших друзей и, по мнению Наруто, одним из самых замечательных людей, которых он когда-либо встречал. Его жена, однако, не согласилась с этим. Ее оскорбления были реальны, а сама она серьезна. Наруто не нравилось спорить с ней, но в итоге они постоянно ссорились. Потом она плакала, и он успокаивался. Он быстро понял, что слезы ее способ выигрывать их бои. Они прошли мимо Кебы по дороге на рынок, а на обратном пути встретили Шина, и она фыркнула, когда Наруто решил рассказать ей о том, как хорошо они раньше вместе проводили время. Кеба болтливый придурок, но очень добрый человек. А Камару тоже очень крут. «Я дрался с ними на экзамене на Чунина, я рассказывал, помнишь?» На ее пожатие плечами он старался не обижаться. А Шина немного жуткий и мало говорит, но он всегда прикроет тебе спину. На него можно положиться, и на самом деле он реально классный, когда они игнорируют тебя. Они из восьмой команды, и специализируются. Восьмой команды? Неожиданно перебила она, и Наруто вспомнил, что упоминал их раньше мимоходом. Где их девушка-товарищ по команде? Я с ней встречалась. Она подозрительно сощурилась, так происходило всегда, стоило ему упомянуть в ее присутствии любую девушку. «Э, я?» Наруто умолк, внезапно осознав, что всегда был осторожен, дабы ненароком не упомянуть ее. Подсознательно избегал всех, когда с ними была она. Он не понимал, почему, но точно знал, что жена сразу же ее возненавидит. Даже больше, чем Сакуручан. И он совсем не был уверен, что сможет вынести, если жена скажет что-нибудь плохое о Хиноте. Я не знаю, где она. «Эй, хочешь рамен?» Она познакомилась почти со всеми его друзьями, со всеми, кроме нее в первые несколько дней после того, как он привел ее в деревню. Наруто очень быстро понял, что на самом деле ей никто не нравится и она предпочла бы, чтобы он сократил время, проводимое с ними, до минимума. В конце концов, она была его женой, и использовала довольно убедительные методы, чтобы уговорить его остаться с ней дома. «Наруто! Можешь подойти?» Ее голос эхом разносится по коридору. «Да, секундочку!» Он скатывается с дивана и быстро направляется в детскую. «Что случилось?» Наруто медленно приближается к ней, стоящая перед кроваткой и наблюдающая за их сыном. Ее голос суров и холоден. «Кто такой Нэджи?» От этого вопроса у Наруто в жилах стунет кровь. На ужасающей миллисекунду у него замирает сердце, а перед взором возникают бледные мертвые глаза. Каштановые волосы. Кровь. Раздирающая нутро боль. Чистый лоб. Наруто не знает, что ответить. Он не хочет отвечать. Он рассказал бы ей все, признает он, только не это. Никогда. Наконец, Наруто отвечает. «Кто тебе сказал?» Девушка Саданова. Мы встретились, когда я гулял из Баруто. Она спросила меня, почему моего сына назвали в честь ее товарища по команде. Повисает напряженная тишина, которую Наруто не хочет нарушать. Она спросила меня, знаю ли я вообще что-нибудь о нем. Спросила, почему я решила назвать сына Баруто. Я сказала ей то, что ты сказал мне, а ты сказал, что тебе нравится это имя и что оно похоже на твое. Теперь она знает, что он солгал. Скажи мне, почему ты назвал нашего сына в честь мертвого человека, которого когда-то знал? И почему никогда не рассказывал мне об этом? Наруто обдумывает ее вопрос и честно отвечает, потому что Баруто и ее сын тоже. Он говорит ей, что Ниджи был другом и многому его научил. Ниджи был храбрым человеком, говорит он ей, и отдал свою жизнь в битве за меня. Я подумал, что окажу ему честь, назвав своего сына Баруто, потому что их имена означают одно и то же. К тому же, оно звучит как мое. Наруто не говорит ей, что выбрал сыну это имя потому, что всякий раз, когда произносят его вслух, то вспоминает. Вспоминает связь между двоюродным и братом и сестрой, которую он изо всех сил пытался восстановить. Вспоминает клятву, обогренную кровью. Вспоминает Ниджи и преисполняется благодарности. Вспоминает Хинуту и ее ладонь на своей щеке. Их сцепленные руки. Жене он, конечно, ничего из этого не говорит. Так проходит год. Он сидит в кабинете Хакаги в ожидании очередной стопки бумаг, которые Какаши Сенси заставляет его заполнять в качестве практики. В мире все настолько спокойно, что почти скучно. Он и его друзей теперь редко ходят на миссии. В конце концов, Чиунинам-новичкам тоже нужно набираться опыта, а Чиунины почти не требуется, кроме как в качестве поддержки на миссиях по сопровождению. Наруто скучно прямо-таки да слез. Он занимает себя тем, что лениво наблюдает за Конохой через окно. На несколько минут Скока отступает. Вот малыш убегает от своей матери, и Наруто улыбается, когда-то гонится за ним. Вот сквозь толпу пробираются младшие ученики Академии, играющие в ниндзя и бросающие воображаемые сюрикены. А вот команда Генинов отправляется на миссию Дранго. Он знает это, потому что помогал выдавать им задания. Он видит девушку с длинными волосами цвета индига, держащуюся за руку с парнем с каштановыми волосами. Наруто оказывается на подоконнике еще до того, как успевает себя остановить, и во все глаза разглядывает парочку. Это она. Он знает, что это она. Но этот парень ему не знаком. Разумеется, это не кто-то из их друзей. И он явно не ниндзя, ведь Наруто наизусть помнит список всех Шиноби-деревни. Он опускает глаза на их сцепленные руки и удивляется, почему они разгуливают так на публике. Внезапно Наруто возвращается мыслями в тот день, когда увидел ее в парке, гуляющий с этим же парнем с каштановыми волосами. Вспомнив, он холодеет. Громкий стук едва не заставляет его подскочить, и он быстро оборачивается. Кокошип управляет стопку бумаг, которую только что бросил на стол и поднимает усталый взгляд на своего ученика. Давай начнем с этого. Уверен, на всю стопку уйдет много времени. Наруто непонимающе моргает, а затем быстро поворачивается к окну, но они уже ушли. Неохотно он отходит от подоконника и спешит обратно к столу, готовый погрузиться в работу Хакаги, которая поможет ему забыться. Помни, говорит Какаши, когда они оба усаживаются на стулья, планирование миссии напрямую завязано с показателями успеха. Миссия, которую провалят в понедельник, может быть успешной во вторник. Знаю, знаю, ворчит Наруто, хватая первый лист и вчитываясь в текст. Сопровождение для пары торговцев, направляющихся в соседнюю страну. Он задумчиво замолкает под взглядом Какаши. Шестнадцатая команда возвращается со своей миссией через три дня, во вторник. Значит, они могут взять эту миссию в среду, верно? МММ. Но у команды четырнадцать выходной, а завтра они уже возвращаются в ротацию. Мы можем справиться с этой миссией раньше, если поручим ее им. Наруто качает головой. Четырнадцатая лучше в Ниндюцу, но в шестнадцатых юга. Он слегка сощуривает глаза, но быстро приходит в себя. Так что, они лучше подходят. Перевал, через который следует торговца, пересекает несколько гор, а это значит, что там им обязательно встретятся бандиты. Бьякоган станет хорошим подспорьем. Какаши кивает. Хорошая работа. Хотя это было просто. Хих, я знаю, усмехается Наруто, берет ручку и заполняет бланк миссии. Следующие три часа они разбирают различные заказы на миссии и распределяют их в соответствии со специализациями команд. Пожалуй, попрошу ли Тентин присмотреть за ними. Генинам из этой команды не помешало бы попробовать себя в ближнем бою. Так-так, в этот четверг будет идеально. К нему поворачивается удивленный Какаши. В этот четверг? Двадцатого? Эээ, да. А что? Что-то произойдет. Ты шутишь, да. Это же не мой день рождения. Полушути спрашивает Наруто. Раньше про него всегда забывали. Какаши раздраженно вздыхает и складывает руки за головой. Значит, ты забыл. Ухината свадьба в четверг, так что я почти уверен, что ли Тентин не смогут взять эту миссию, как и остальные твои друзья, если уж на то пошло. Есть кто-нибудь еще на примете? Какаши открывает файл с расписанием миссия для этого ранга, не заметив, что его ученик застывает на стуле. Седовлас и Хакаги напивают что-то себе под нос, скользя глазами по строчкам документа, но мысли его пребывают где-то далеко. Не могу дождаться этого праздника. Хината сказала мне, что форшет готовит якини-кики, так что обязательно будет. Наруто. Встревоженный молчанием ученика, Какаши смотрит на закаменевшего Наруто, который прожигает взглядом стену. Что с тобой? Очнувшись, Наруто поворачивается к своему Сенсио. Что? О, да. Я забыл, Бармачитон. Хината. Хината выходит замуж. Я забыл. Это ложь, потому что Наруто понятия не имел, что она выходит замуж. Не сейчас, не когда-либо раньше. Хорошо, ай, Тенит Какаши. Ну, давай-ка заканчивай на сегодня. Ты выглядишь усталым. Продолжим завтра утром. Нет, я в норме, рявкает Наруто, не глядя и хватая еще один запрос на миссию. У Какаши нет выбора, кроме как сесть временами и поглядывать на него через плечо. Наруто старается делать все настолько естественно, насколько это возможно, решив, что идеальный выход начать болтать. Много. Дать тебе, уже в этот четверг? Время летит незаметно, да, Какаши Сенсей. Его ручка скользит по бумаге на максимальной скорости. Здорово, что она выходит замуж. Правда ведь? Да, это здорово. Эй, я однажды сказал ей, что когда-нибудь из нее выйдет отличная жена, а теперь смотри, она вот-вот станет чью-то женой. Хих, кто бы мог подумать. Ммм. Да, это здорово и все такое, но тебе не кажется, что немного рановато? Хина-то очень молода. Сакура еще не выходит замуж, как и Инна или Тентин. Не знаю, почему она решила выйти замуж сейчас, но ранее пташка съедает червячка. Наруто натужно смеется над пословицей собственного сочинения, хотя почти уверен, что она не имеет ничего общего с текущей ситуацией. Ну, некоторые хотят побыстрее остепениться. Да ну, остепениться отстой, необдуманно выпаливает Наруто. Какаши напрягается и медленно поворачивается лицом к испуганно удивленному будущему Хакаги. Ей хотел сказать. Наруто. Что-то не так. Какаши не может удержаться и нерешительно протягивает руку, но Наруто резко отмахивается. Извини, я просто немного заработался, вот и все. Он потирает затылок. Какаши понимающе смотрит на него, а после вздыхает и трет переносицу. Пойду, выпью кофе. Скоро вернусь, бормочет он устало, внутренне вздыхая при мысли о предстоящей долгой ночи бумажной работы. Наруто смотрит ему вслед и чувствует себя несдержанным дураком. Все его друзья рано или поздно создадут семьи. Даже Хинато. Ты и сам женат, понимает он. И у тебя есть ребенок. Своя семья. Теперь и у Хинато будет. Он рад за нее, ведь знает, что она рада за него. Наруто возвращается к работе и старательно заканчивает отчет, пытаясь не обращать внимания на болезненный стук крови в ушах. Позже тем вечером он находит приглашение на свадьбу, которое, как считал, никогда не получал. Наруто выуживает похло смятый конверт из мусорного ведра на кухне и разглаживает его, сразу же узнавая аккуратный почерк Хинато, которым написано его имя и адрес. Рядом с его именем виднеется имя его жены. Он замечает, что конверт уже вскрыт, и вынимает из него белую карточку. Вы приглашены. Пожалуйста, присоединитесь к Хаммасу Кикасуке и Хьюге Хинате в миг, когда две жизни станут одной. Потемневшие кобальтовые глаза пробегают по дате и адресу и останавливаются в самом низу карточки, где фиолетовой ручкой оставлена записка лично для него. Наруто Кун, я знаю, как ты занят в последние дни, но все же надеюсь, что ты сможешь прийти. Это очень много значило бы для меня. Кстати, Теучсен согласился угостить тебя несколько раз. Всегда твоя, Хината, где-то в груди разгорался пламя, когда он проверяет дату на конверте и понимает, что жена выбросила это письмо почти месяц назад. Она даже не планировала рассказывать ему. Она хотела, чтобы он пропустил свадьбу одной из своих самых близких подруг. А Хината ждала ответ на приглашение, которое он бы никогда не увидел, не быть на того ли случая. Решив, что имеет полное право закатить скандал, Наруто прячет карточку в карман и врывается в их спальню, где она лениво листает какую-то книгу. Их спор перерастает в полномасштабную ссору, трескаются рамы картин, разбиваются вазы и сыплются удары, и все это делает она. Он перехватывает ее запястье до того, как она успевает нанести очередной бесполезный удар, и требует ответа почему. Она пронзает его ледяным взглядом. Я знаю, кто она для тебя. Можешь не верить, но я знаю. Надеялся, что этого не случится. Он тут же отпускает ее, словно обжегшись. Не понимаю, о чем ты. Хината моя подруга, и это действительно важно для нее, поэтому я... Прекрати это, черт подери. Ты обманываешь только себя. Она тяжело дышит и отталкивает его от себя, пятясь к стене. Она не хочет, чтобы ты приходил. Поверь мне. Он не может удержаться и рявкает в ответ и ничего о ней не знаешь. Я знаю, что ты последний человек, которого она хотела бы видеть на своей свадьбе. Во всяком случае, после меня. Она на удивление спокойна, когда говорит это, и инстинкты Наруто переходят в состояние повышенной готовности. Что, почему ты так решила? Почему? Да эта девушка явно влюблена в тебя. Она ухмыляется, когда он замирает, распахнув глаза до предела и даже приоткрыв рот. Или, по крайней мере, была влюблена когда-то. Наруто не знает, как реагировать. Он еще не сбросил оцепенение, а мозг уже напоминает ему, насколько это маловероятно. Что она просто пытается спровоцировать его и вывести из себя. В очередной раз. Но один взгляд в ее горящие триумфом глаза говорит ему обо всем. Только сейчас Наруто понимает, насколько на самом деле умна его жена. Не в стратегическом смысле, как в Ашикамару, не академически, как Сакура, и уж точно не что-то отдаленно похожее на мудрость Джирайя. Ее мудрость видеть насквозь. Отыскивать слабость человека, лишь раз взглянув тому в глаза. Это невероятная проницательность и была тем, что выделила ее среди других девушек, кидавшихся к нему на шею во время его первого кругосветного путешествия вскоре после Четвертой Великой Войны. Она заранее знала, как заставить его согласиться на первое свидание, а после на следующее. Соблазнить его было для нее детской забавой, а убедить после, что брак единственное решение ее неожиданной беременности и того прыща. Наруто встречает ее понимающий взгляд и поражается, как мог упустить такое. Она планировала это с того самого момента, когда узнала, что Узумаки Наруто приезжает в ее деревню. Он видит истинные цвета, которые проявились теперь, когда стало безопасно, когда стало слишком поздно поворачивать назад. Он видит и знает, что на этот раз она не лжет. У нее нет на то причин. Осознание Рассингана бьет в сердце. Только вот болит Рассингана смехотворно по сравнению с той, что охватывает его сейчас. Она складывает руки на груди, а после забирался обратно в кровать, берет книгу и продолжает с того места, на котором остановилась. Я не пойду на ее свадьбу. Если ты действительно думаешь, что это хорошая идея, вперед. Но будучи мудрой женщиной, она заранее знает, каково будет его решение. В четверг, 20 числа, Наруто говорит друзьям, что плохо себя чувствует, и отправляет Хинете письмо, в котором всего два слова «Мне жаль». Узумаки Наруто седьмой Хакаги, и во всем мире воцарился мир. Какаши Сенси радостно ушел в отставку, но все же остался одним из самых ценных его советников. Большинство его друзей уже женаты, за исключением отпетых холостяков, и их дети учатся, чтобы стать шинами следующего поколения. Его жизнь настолько идеальна, что он с трудом в это верит. Наруто подписывает важное письмо, ставит на нем дату, а затем смотрит на фоторамку, стоящую у него на столе. Со снимкой ему полисе ухмыляется Баруто, и его переполняет любовь. Черт возьми, он любит этого ребенка. Любит его так сильно, что легко забывает, насколько сильно он может порой ненавидеть этого маленького сопляка. Всего несколько часов назад он наблюдал, как сын принудительно счищал свое художество, коими щедро разукрасил памятник Хакаги и небезозрядной долей оскорблений, причитаний и обвинений. Ты никогда не обращаешь на меня внимания. Ты мой отец, но тебя никогда не бывает дома. Мне все равно, нужен ли ты деревне. Я не выбирал быть твоим сыном. Наруто хмурится. Он осознавал, что Баруто может быть сложно свыкнуться с его новым положением, но все же надеялся, что сын в конце концов поймет. Он рассказал ему все о своих предшественниках, особенно о четвертом, его дедушке. Наруто покоробило, хотя он не удивился, обнаружив, что Баруто все это нисколько не волновало. Его сын еще совсем ребенок. Наруто признается себе, что это, вероятно, от того, что сын очень сильно похож на него. Баруто был слишком эмоционален, и после долгих лет, проведенных рядом с родителями, он не очень хорошо переносил то, что отец большую часть времени стал проводить вне дома. Он вел себя точно так же, как вел себя Наруто, будучи в его возрасте. Сын понял, что доставлять неприятности лучший способ привлечь к себе внимание. Еще одним его талантом были оскорбления. Точно как и его мать, Баруто всегда знал, куда ударить. Наруто видит ее ум в проницательных голубых глазах сына, в изгибе его бровей, остроте челюсти и скул. То, что Баруто рос с избалованным ребенком, было нормально, даже ожидаемо, если бы не то, как бессердечно он относился к другим. Шинаун не выказывал ни намека на уважение, а одноклассников и вовсе открыто презирал. Новое поколение Иношикача, по его словам, предсказуемо и скучно. К тому же, Чачо толстая и странная, Шикадай всезнайка, а мама Иноджина шлюха. После последнего высказывания он получил крепкую затрещину. Даже Сара-дочка, которая, как думала Наруто, могла бы подружиться с его сыном, пришла в слезах и с разгневанной матерью на буксире после ужасного комментария, который Баруто позволил себе в сторону ее отца. Сакура чуть не разнесла башню Хакаги, требуя объяснить, зачем он рассказал Баруто о темных временах Саски. Наруто настаивал, что он ничего не говорил Баруто, и тогда они сразу поняли, кто это сделал. Баруто был таким же раздражающим возмутителем спокойствий, каким был Наруто, за исключением того факта, что Наруто в целом был милым парнем. Баруто же очень не хватало сострадания и доброты. Вздохнув, он решает, что ему следует вернуться домой до того, как сын придет из Академии. Именно сегодня он обязательно должен быть дома к ужину. Небо невероятно синее, когда он выходит из башни Хакаги, и сам день просто прекрасен. Наруто кивает на приветствие проходящих мимо жителей, которые останавливаются, чтобы взглянуть на своего знаменитого Хакаги. Он невинит их, ему редко удается перекинуться с кем-то из жителей хоть парой слов. Статус Хакаги – это бесконечная занятость. Он проходит мимо кладбища и мемориал Аканохи и решает почтить память усопших перед тем, как отправиться домой. Слишком долго он не появлялся здесь, чтобы сказать несколько слов. Он посещает могилу Третьего Хакаги Асума Сенсия, Нару Шикаку и Имана Кайнаичи и шепчет слова благодарности. Он кланяется мемориалу Третьей Великой Войны Шиноби. Смотрит и молча молится, стоя на коленях перед мемориалом Четвертой Великой Войны Шиноби. Ему остается сделать одну остановку, прежде чем отправиться домой, и он поспешно движется в нужную сторону. Но очень быстро понимает, что у могилы Хьюгинаджи уже кто-то есть. Хаммаса Кихинаджи нависает над мемориальной доской, сложив руки на полусогнутых коленях, и ее длинный хвост цвета индиго развивается на ветру. Рядом с ней на коленях стоит маленькая девочка. Ее ярко-желтая рубашка похожа на лепестки подсолнухов, что стоят в вазе перед ними. Они тихо переговариваются, и ошеломленный Наруто с ужасом осознает, как давно он не слышал ее голоса. Конечно. Потому что у этих цветов то же имя, что и у тебя, Химовари. Химовари, повторяет про себя Наруто. Дочь Хинуты. Маленькая девочка хихикает. Может быть, в следующий раз папа пойдет с нами. Повисает молчание, и Наруто понимает, что его присутствие почувствовали. Он напрягается, сжимая перевязанную ладонь в кулак, но сразу же расслабляется и ждет, когда его окончательно заметят. Будто в замедленной съемке Химово выпрямляется и медленно поворачивает голову, чтобы взглянуть на него. Бледные глаза расширяются, и сам он не может оторвать взгляда. Материнство идет ей, понимает он, когда Химово полностью поворачивается к нему лицом. Наруто медленно делает к ней несколько шагов. Химута. Я. Давненько мы не виделись, мямлит он застенчиво, по забытым жестам неловко почесывая затылок. Химута не отвечает, лишь продолжает смотреть на него, пока детская ручка не дергает ее за рубашку. Мама, шепчет Химовари, поднимаясь, чтобы спрятаться за спиной матери от незнакомого мужчины. Это выводит Химуту из ступора, и она нежно притягивает дочь к себе, не забывая о манерах. Поздоровайся с хорошим человеком, он твой Хакаги. Ее взгляд возвращается к Наруто, и она снова говорит, на этот раз обращаясь к нему Хакаги-сама, это Химовари. Моя дочь. Наруто прикусывает уголок губы при виде маленькой девочки. Она так похожа на Химуту, что ему становится почти физически больно. Ее волосы и лицо, нежные черты, открытое, доброе выражение. То, как застенчиво она постукивает друг от друга крохотными пальчиками, когда смотрит на него, и сразу же отводит взгляд. Все это пробуждает у Наруто воспоминания о том времени, в которое он хотел бы вернуться. Он осторожно подходит ближе и присаживается перед малышкой на корточке, чтобы встретиться с ней взглядом. Привет, Химовари. Приятно познакомиться. Она застенчиво улыбается ему, а затем поворачивает голову и утыкается Хинате в ногу. При виде этого у Наруто тянет в области сердца, и он не может сдержать нежности, которую испытывает к ней. Может, это ностальгия, рассуждает он и позволяет себе еще на мгновение задержать на ней взгляд, прежде чем отстраниться. Хамма Сакихимовари самый красивый ребенок, которого он когда-либо видел. И все же он не может смотреть на нее. Наруто незаметно вздрагивает при виде светлокорих глаз и веснушек на детских щечках. Он знает, что эти черты она унаследовала не от своей матери. Наруто улыбается ей еще раз, прежде чем подняться во весь рост, оказавшись на добрый фут выше Хинаты. Он понимает, что ее макушка едва достает ему до подбородка. Хинате по-прежнему смотрит на него, в ее глазах застыл вопрос, и Наруто быстро отвечает. Я, эээ, я хотел навестить Ноджи. Почтить память, понимаешь? О! Хинате наклоняет голову, и на ее губах появляется легкая улыбка. Понимаю. Спасибо. Это я должен благодарить его, говорит он решительно, слегка прищурившись. И брови Хинаты приподнимаются при виде его мимолетного смятения. Наруто снова смотрит на Химовари и прочищает горло. Химовари, твой дядя Ноджи один из самых храбрых людей, которых я когда-либо знал. Если бы не он, я бы не стоял сейчас с вами. Он поднимает глаза на Химовари и на этот раз не отводит взгляд. Или твоя мама. Их взгляды встречаются на несколько секунд, и Наруто кажется, что его мир медленно исчезает. Не остается ничего, кроме Химовари и ее понимающих глаз. Но потом тихий голосок Химовари выводит его из транса. И это Наруто-кон? Шепчет она матери. Он удивленно поворачивает голову к Химовари, услышав от нее такое обращение. Когда Наруто переводит непонимающий взгляд на Химовари, то сразу замечает ее порозовевшие щеки, свидетельствующие о смущении, и у него перехватывает дыхание. Химовари тихо прочищает горло. Ведь ты, Наруто-кон, был важной частью жизни Ноджинисона. Я рассказала ей обо всем, что ты для него сделал. Она на мгновение прикрывает глаза, и Наруто почти уверен, что его сердце готов выпрыгнуть из груди и так сильно оно колотится. От осознания, что Химовари рассказывала дочери о нем. Он едва ли не задыхается. Его переполняет благодарность. Огромная благодарность. Он хочет озвучить ее, спросить, как она поживает, сказать ей, что надеется, что она счастлива. Извиниться за то, что отдалился от нее. Но он довольствуется тем, что стоит и смотрит, как Химова делает вид, что не замечает его пристальных взглядов, пока она первая не нарушает молчание. Взяв Химовари за руку, она почтительно кланяется ему. «Было приятно увидеть тебя, Наруто-кон. Надеюсь, у тебя все хорошо. Не забывай отдыхать, я знаю, что иногда ты бываешь слишком усерден». Она улыбается ему, и на ее честность он отвечает застенчивой улыбкой. «Доброй ночи!» Он тихо бормочет слово прощания, провожая взглядом уходящих с кладбища мать и дочь. Вернувшись домой, Наруто садится ужинать, не обращая внимания на подозрительный взгляд жены и игнорируя сына, громко ругающего его за опоздание. Он отрешается от остального мира, снова-снова воспроизводя в памяти встречи с Химутой и Химовари. Ничего не в силах испортить сегодняшний день. Ничто. Зима в Канохе прекрасна. Деревья и крыши домов покрыты тонким слоем искрящегося снега, принесшего с собой холод, заставивший всех облачиться в теплые куртки и шапки. Всех, кроме Наруто. Холод не влияет на него теперь, когда его контроль чакры настолько хорош, что он может не задумываясь использовать ее, чтобы поддерживать комфортную температуру тела. В любом случае, думает, что он, рамен согреет лучше любого пальто или шапки. Его жена и сын тоже здесь склонились над своими тарелками. С его стороны потребовалось немного времени и много усилий, но он честно пытался наладить отношения с семьей. Наруто старается понять вещи так, как понимают их они, и знает, что должен быть более чутким к их потребностям и чувствам. До сих пор ему это удавалось. Он сумел уговорить их поужинать вне дома. Паэп, хнычает Баруто. Скажи, что не поставишь этого неудачника Митсуки в мою команду, а... Наруто тяжело вздыхает. Я тебе ничего не скажу. Ты заканчиваешь Академию даже не в этом году. Хм. Баруто скрещивает руки на груди. Я мог бы закончить Академию хоть сейчас, если бы ты мне позволил. Нет, не можешь. Ты доучишься. Баруто дуется. Ты всегда говоришь, что гордишься мной, и даже Абураме Синси говорит, что я гений. Если это правда, то почему ты не веришь в меня? Дело не в том, что я в тебя не верю. На этот раз слово берет его жена Баруто лучше в своем классе. Сын одаривает его победоносной улыбкой. Команда не должна его тормозить. Не ставь Баруто вместе с отстающими. Наруто фыркает и молча злится на то, что она открыто встает на сторону сына. Баруто, ты не можешь выбирать себе товарищей. Я не выбираю, а просто предлагаю, чтобы... Я больше не желаю это обсуждать. Тема закрыта. Ты понял? А теперь ешь свой рамен. Наруто совершает ошибку, подняв взгляд и замечая, что Теучи и Ами внимательно и напряженно наблюдают за происходящим. Он подумывает позвать их, желая пошутить и поболтать, как раньше, когда он был просто маленьким паршивцем. Но они стали относиться к нему иначе с того самого дня, как он вернулся домой из путешествия под руку с женой. Той, чей живот еще даже не был виден, но которая крепко держала его руку и делала все, чтобы каждый понял, кто она такая и что она пришла, чтобы остаться. Наруто понимает, что именно из-за этого многие стали смотреть на него по-другому. Детская хихика не отвлекает его от мыслей, и он вслушивается в мелодичный перезвон, напоминающий ему о девочке, которая всегда прятала свой смех за ладонью. Он медленно поворачивается, памятуя о тех, кто сейчас с ним рядом, и не желая привлекать к себе внимания. По улице прогуливается семейство хаммасаки все улыбающиеся и раскрасневшиеся. Химовыря, одетые в розовую, отороченную мехом курточку, зимние ботинки и желтую шапочку, счастливо раскачивается в воздухе, крепко удерживаемые родителями, идущими по обе стороны от нее. Химовыря словно виденье на снегу, в теплой облегающей одежде шапочки с белой отделкой, которая частично скрывает темные коротко остриженные пряди. Когда она их обрезала, она прикрывает глаза и открыто улыбается радостному смеху дочери, и они с мужем снова качают ее, стараясь не тянуть малышку за руки слишком сильно. Затем они отпускают ее, и Химовыря радостно бежит вперед, счастливая и взволнованная первым снегом, но при этом помнящая о своих родителях и знающая, что нельзя отходить от них далеко. Позади дочери, взявшись за руки, идут Химата и ее муж. Вокруг его шеи обернут красный шар в плотной вязке, и даже на расстоянии Наруто ясно видно, что он связан для него кем-то особенным. Он думает, что отвернуться, пока не стало слишком поздно, но сегодня удача не на его стороне. Наруто становится свидетелем того, как муж Химаты притягивает ее ближе, чтобы поцеловать в щеку. Химата реагирует предсказуемо, краснеет и оглядывается по сторонам, чтобы убедиться, что никто не заметил этого публичного проявления близости. Их взгляды встречаются. При зрительном контакте друг с другом на лицах обоих проявляется ужас, но он быстро проходит. Наруто поднимает руку в приветственном жесте, пытаясь улыбнуться как можно ярче, но выходит лишь кривая усмешка. Химата кивает в ответ и медленно отворачивается, слегка отодвинувшись от мужа, но не расцепляя их рук. Вскоре они исчезают из виду. Наруто делает выдох, который неосознанно сдерживал все это время, но не поворачивается лицом к семье до тех пор, пока ему не удается вернуть лицу обычные выражения. 13 лет назад он бы задумался о своем внезапно подтяжелевшем сердце всего на несколько секунд, а после решил бы просто забыть об этом. Теперь он знает, что его подростковое я было настолько неопытным в чувствах и отношениях, что малейшее осложнение, малейшее отклонение от нормы заставляло его считать, что он просто слишком много думает. Именно такой образ мышлений помог ему поверить, что Сакура та самая девушка, которая ему нужна. Из-за этого он поверил когда-то в то, что Химата была всего лишь его другом. Теперь Наруто знает, что, хотя обычно ему легко удавалось принять перемены, прежний он был настолько смущен и поражен этой медленной сменой взглядов, что делал единственное, что мог придумать и игнорировал происходящее. 30-ти летний Наруто не так наивен. Он может определить и назвать все, что чувствует в данный момент. И сильнее прочего стыд. В жизни Наруто есть один человек, у которого, как ему кажется, найдется ответ на любой вопрос. К сожалению, в этом вопросе Наруто не может довериться Ируки Сэнсэю. Он доверяет этому человеку, как никому другому, но, не хочет, чтобы названный отец видел его таким. Особенно учитывая роль Ируки в его жизни. Именно его Наруто взял с собой вместе с Сэм, чтобы посетить скрытые деревни мира. Ирука предупреждал, чтобы он был осторожен с женщинами и не поддавался их сладким речам. И дома есть много девушек, которые будут бегать за тобой. Куда бы ты ни пошел, не нужно оставлять за собой след из разбитых сердец. Но в любом случае, ты вряд ли когда-нибудь увидишь их снова, сказал Ирука, пожав плечами. Именно такой образ мышления и принес Наруто проблемы. Вера в то, что ему больше никогда не придется столкнуться с этими девушками, позволила ему легко согласиться на одно свидание. Позволить девушке лебезить перед собой, только чтобы понять, каково это. Откуда ему было знать, как быстро одно влечет за собой другое. Ему никогда не забыть взгляд Ируки, когда тот объяснял ему, почему он должен жениться на девушке, с которой встречался всего дважды, той самой девушке, от которой Ирука предупреждал его держаться подальше. Учитель даже накричал на него, что в целом было ему нехарактерно. И кричал он не в шутку, как в те далекие дни учебы в Академии, а сдавленные со слезами на глазах. Ирука простил его, потому что со случившимся уже ничего нельзя было поделать. Но пренебрегший советом своего учителя, Наруто утратил его доверие. Однако был еще один человек, с которым Наруто легко мог поделиться своими проблемами и совершенными ошибками, хотя бы потому, что этот человек сам совершил множество ошибок и никогда бы не испугался признаться в этом Наруто. Жаль, что его уже не было в этом мире. Что все равно не помешало Наруто прийти к нему с бутылкой Саки в руках. Мемориал, который 14 лет назад он сложил в лесу своими руками, оставался прочным, пока Наруто не забывал время от времени приходить и ухаживать за ним. «Привет, мудрец и извращенец!» Объявляет он, выходя на поляну. «Смотри, что я тебе принес!» Глупо улыбаясь, он машет в воздухе бутылкой. «Отлично, мы как раз только разогрелись!» Наруто едва не вскрикивает и роняет бутылку, и только после замечает, что это всего лишь Цунади, сидящая в тени с пьяным румянцем на лице. «Бабуля! Какого черта? Ой, успокойся, сопляк! И дай сюда бутылку!» «Не стой просто так!» — раздраженно требует она. Закатив глаза, но все же не сумев сдержать теплую ухмылку, Наруто опускается рядом с ней и передает бутылку. «И вообще, не обращай на меня внимания! Я просто пришла исповедаться!» Она наполняет пиалу и с довольным мычанием отпевает из нее. «Эй, бабуля, ты испортишь свою печень, если продолжишь и дальше так пить!» Она раздраженно вздыхает. «Наруто, мой мальчик, всего два слова!» Она поднимает два пальца и загибает их, перечисляя раздельно клеточное. Регенерации! «Джирайя, подтверди!» Цунади громко смеется над собственной сообразительностью. «А теперь сделай мне одолжение и помолчи, сопляк!» Я просто... Она замолчала, протяжно зевнув. «Я просто дам глазам отдохнуть секунду!» Цунади падает лицом вниз, уже храпя, и Наруто тяжело вздыхает при виде этого, гадая, что могло случиться, чтобы она решила посетить Джирайю так поздно вечером, да еще и настолько пьяная. Он отведет ее домой, как только закончит со своим делом. «Ну, мудрец-извращенец, знаю, что слишком давно не заходил и очень извиняюсь за это. Но я был так занят. Знаешь, тяжело быть Хакаги. На самом деле у меня ни на что не хватает времени. Даже на собственного сына. Он вздыхает. Но, еще у меня проблема. И я не знаю, как ее исправить. Если ее вообще можно исправить. Но я подумал, что если кто-нибудь может знать, то только ты, правильно. Итак, дело в том, эээ, я женат. На той женщине, которую встретил, когда путешествовал по миру после войны. У нас есть сын. Моя жизнь, она, это все, чего мне всегда хотелось. Я Хакаги. Я женат. У меня есть сын, который похож на меня. У нас бывают, конечно, определенные проблемы, но мы любим друг друга. Я бы защитил свою семью ценой собственной жизни. Для меня они самые важные люди в мире. Но, я все равно чувствую, будто что-то упускаю. Как будто моя жизнь не должна была быть такой. Как будто все до ужаса неправильно. Я отмахивался от этого годами, но это просто, оно съедает меня заживо. Я ужасный человек, да. Он вздыхает. Я понимаю, что, пора остановиться. Нельзя продолжать думать об этом. Я хочу быть счастливым, но если не оставлю это позади, то у меня просто не получится. Я совсем не знаю, как это сделать. Наруто откидывается на траву, скрещивая руки за головой и смотрит в небеса. И что же мне делать? Мир погружается в приятную тишину, пока Наруто ждет. Он не настолько глуп, чтобы надеяться получить реальный ответ, но рассказать Джираев все о своей ситуации о том, что он никогда не признавал вслух, пожалуй, лучший способ самому найти ответ. Ах, любовные проблемы. Наруто вскидывается на звук сонного, пьяного голоса Цунади и видит, как она неуклюже поднимается. Бабуля, ты как? Я в норме. Просто нужно было слегка вздремнуть. Сколько ты слышала? Ничего из того, что мне так было известно. Что? Он бледнеет. Цунади лениво пожимает плечами. Не скажу, что удивлена. Ты женился на девушке, которую случайно обрыхатил. Естественно, ваш брак должен быть непростым. Она вздыхает и смотрит на него, прикрыв глаза. Бабуля, Наруто колеблится, но все же задает мучающий его вопрос «Ты когда-нибудь была влюблена?» Да. Но не умудрится, а извращенца, да. Он не может справиться с тяжестью в груди, когда спрашивает об этом. Цунади хмурится. Выразительные карие глаза устремляются к мемориалу, а затем опускаются. Нет. Я была влюблена в другого, когда была намного моложе. Она вцепляется пальцами в рука в своей накидке. Я любила Джирайю. Любила. Конечно, я заботилась обо всех, но мой долг перед деревней стоял превыше прочего. Но Джирайя был единственным человеком, на которого я всегда могла положиться. Потерять его оказалось очень тяжело. Почему ты спрашиваешь? Ну, потому что... Ты не любишь свою жену. Наруто широко распахивает глаза, и быстро протестует «Нет, люблю». В смысле, люблю ее. Клянусь, люблю. Жизнь бы отдал за нее. Цунади задумчиво хмыкает. Почему ты любишь ее? Наруто обескураженно моргает, несколько потрясенный скепсисом в ее тоне. Она моя жена, просто заявляет он. И мать моего сына. Это не ответ на мой вопрос. Почему ты любишь ее? Он колеблится несколько секунд, задаваясь вопросом, нормально ли говорить такие вещи вслух. Опять же, он Хакаги, как и бабуля Цунади. Есть много секретов, которые известны лишь им двоим. В итоге он решает продолжить. Ну, когда я впервые встретил ее, то подумал, что у нее очень интересные волосы. Ну как, что это за цвет? Темно-бордовый, наверное. Да. Темно-бордовый. Не красный, но и не фиолетовый. Она забавная, понимаешь? Когда узнаешь ее получше. Она много смеется. Много улыбается. Я подумал, что она красивая. А еще ей нравилось иногда ударять меня. Не сильно, а слегка. Наверное, просто чтобы прикоснуться ко мне. И я подумал, такая девушка, как она. Вот с такой девушкой я должен быть. Цунади поворачивается к нему всем корпусом. Думаю, это не обязательно должна была быть именно она, но я хотел, чтобы это была она. Она соответствовала всем требованиям. Понимаешь? Он смущенно чешет затылок. Знаешь, она напоминает мне мою маму. Он опускает глаза и сжимает кулаки. Перед смертью родителей мама рассказала мне все, о чем хотела, чтобы я знал, пока не стало слишком поздно. Она хотела, чтобы я хорошо учился, бережно относился к деньгам, ел здоровую пищу и все такое. Еще она беспокоилась о том, с какой девушкой я сойдусь в итоге, и сказала мне найти ту, которая будет похожа на нее. В любом случае, наверное, именно поэтому я и выбрал ее. Цунади опирался на локти и смотрит в темное небо. Наруто терпеливо ждет ее совета. Он знает, что она умнее его, и верит, что Цунади сможет понять, что с ним происходит. Наконец она поворачивается, смотрит на него, подносит к губам бутылку и делает большой глоток, затем с удовлетворенным вздохом отставляет ту в сторону. После она говорит это глупо. Почему ты решил, что тебе нужно быть с кем-то вроде твоей матери, когда сам слишком похож на нее? Она качает головой. Потому-то вы с женой плохо уживаетесь. Быть друзьями прекрасно. Встречаться сойдет. Но провести остаток жизни с человеком, который во всем похож на тебя, не пойдет. Наруто молча переваривает новую информацию. Но, мама, она сказала, что я должен быть с такой женщиной, как она. Наруто внезапно чувствует себя абсолютным маменькиным сынком. Он слишком стар, чтобы так говорить. Цунади не замечает его слов. И что именно представляет собой такая женщина, как она? Ну, знаешь, громкая, сильная, самоуверенная и все такое. Думаю, девушка уверенная в себе. Не знаю. Теперь он чувствует себя неловко и даже крайне глупо из-за того, что вообще поднял эту тему. И сколько ты знаешь таких девушек? Ну, моя жена. И Сакура. Он опускает глаза, а затем внезапно его настигает понимание. Черт. Понял, наконец. Цунади сдержанно усмехается и снова делает глоток Саки. Вот что бывает, когда относишься к любви как к игре. Наруто не отвечает, отчетливо припоминая, как постепенно терял интерес к Сакуре, когда ему больше не нужно было бороться за ее внимание. Но тут было совсем другое. Он женился не на Сакуре. Он женился на женщине, которая его почти не интересовала. Все это время он думал, что с ним что-то не так. Никак не мог понять, почему не выходило заставить себя полюбить женщину, которая должна была быть для него идеальной парой. Теперь он понимает. Черт подери, бармочет он. А потом до него доходит. Черт подери. Эй, успокойся. Цунади смотрит на него с опаской, опустив только что поднятую бутылку. Ей не нравится, что он дрожит. Но Наруто не может успокоиться. Потому что он знал. Он думает о словах, сказанных давным-давно, фактически о самых последних словах, которые сказал своему отцу. Словах, которые попросил его передать матери. Он хотел рассказать маме, как сильно старался, чтобы она им гордилась, что почти все старался делать правильно. Делал то, чего она от него хотела, но когда дошел до той части, в которой она просила его выбрать женщину, похожую на нее, то заколебался. Был неуверен. Сомневался. Но все равно попытался это сделать. Он не хотел подводить ее. А теперь он... Наруто. Сильная рука Цунади опускается ему на плечо, приводя в чувство. Успокойся. У него уходит несколько секунд на то, чтобы успокоиться, замедлить дыхание, обуздать собственные эмоции. Бабуля. Я так облажался. Она не задает ему вопросов, прекрасно понимая, что он имеет в виду. Еще не поздно что-то изменить. Поздно. Нет, а поздно. Ты еще можешь быть счастлив с ней. Я уже пытался. Нет. Я увидела это сразу, как только ты привел ее в деревню. Ты держишь ее на расстоянии. Наруто не отрицает этого. Щурит тусклые голубые глаза. Что мне делать? Цунади тяжело вздыхает ее жалость к нему очевидно. Просто, просто будь счастлив, Наруто. У вас замечательная семья. Ты Хакаги. Тебя все уважают. Эй, Цунади беззаботно поднимает руки, влюбленность не так уж важна. Есть много людей, которые никогда не были женаты, и они даже не беспокоятся по этому поводу. Наруто думает, что Какаши Сенсия и Руки Сенсия, Сентин, Шуна, они кажутся довольными жизнью. Не умирают медленно изнутри, как он. Так, я могу просто притвориться. Ну, только не зацикливайся на этом. Вместо того, чтобы думать обо всем, что ты упустил, почему бы не сосредоточиться на том, что ты обрел? Красивая жена. Талантливый сын. Семья. Да, да, ты права. Просто, я пытаюсь. Я правда пытаюсь. Ну, ну что? Я к тому, что... Я не всегда был таким. Раньше со мной все было нормально. Я был в целом счастлив. Наверное, я мог бы прожить так всю оставшуюся жизнь. Я мог бы остаться с ней, и был бы счастлив, просто находясь с кем-то рядом. Но все изменилось. В тот день, когда она вышла замуж. Я... я не знаю, как это объяснить. Именно тогда... После этого я перестал пытаться. После этого все стало казаться таким неправильным. Цунадзе пристально смотрит на него. Наруто. Тебе уже пора двигаться дальше. Он сжимает руки. Я не могу. Это не так просто. Если бы я мог просто забыть о ней, то так бы и сделал, но я не могу. Он расслабляет судорожно сжатые пальцы, когда его посещает мерзкая мысль. Может, может быть, если бы она так и не вышла замуж. Если бы она никогда не встретила его. Если бы у нее никогда не было дочери. Может быть, тогда... Я мог бы забыть о ней. Он невесело смеется. Эгоистично, да. Невероятно эгоистично. Легко соглашается Цунадзе. Наруто вздыхает, а затем роняет голову на сцепленные руки. Я не знаю, что делать, бабуль. На последней фразе его голос предательски срывается от тяжести стыда. От ненависти к себе. Он не может простить себе этого. Цунадзе тяжело вздыхает и смотрит на своего преемника. Все о чем-то сожалеет, Наруто. Мы все совершали ошибки. Мне ли не знать, я сделаю их слишком много. Она опускает глаза. Но так устроена жизнь. Мы делаем выбор и пожинаем последствия. От этого никуда не деться. Единственное, что мы можем сделать, это смириться со своими решениями. Ты не можешь провести остаток своей жизни, убиваясь с почта. Если... Это пустая трата времени. Времени, которого у вас, на надойме сама, нет. Цунадзе одаривает его многозначительным взглядом. Наруто. Теперь ты Хакаги. Ты должен быть защитой и опорой для деревни. Ты не какой-то влюбленный подросток и не имеешь права думать только о себе. Понимаешь? Наруто не удается избавиться от протеста во взгляде, но он все равно решительно кивает. Я знаю. Цунадзе кивает в ответ. Хорошо. А теперь я иду домой. Спасибо за Саки. Она медленно поднимается, так и не выпустив из руки бутылку, которую он принес. Спокойной ночи, бабуля. И спасибо. Цунадзе машет рукой в ответ. Бывай. Она делает всего несколько шагов и останавливается. Не поворачивая головы, она тихо говорит Наруто. Иди домой. Жена, наверное, ждет тебя. Наруто кивает и смотрит в землю, вслушиваясь в шаги уходящей Цунадзе. Он бросает взгляд на могилу Джирайя. Ну, пожелай мне удачи, мудрец-извращенец. Здесь он словно на вершине мира. Здесь все проблемы отступают. Он здесь один, и, возможно, именно поэтому чувствует себя так спокойно. Наруто сидит на самой высокой точке монумента Хакаги, на высеченном лике Йонда-име, и окидывает взглядом раскинувшуюся внизу деревню. Справа в скале вырезано его собственное лицо, но порой ему ужасно неловко смотреть на себя. Весьма странно, учитывая, что он всегда мечтал увидеть свое лицо рядом с лицами великих Хакаги прошлого, но сейчас эта мысль кажется такой... Тривиальной. Из-за неохватки времени он нечасто бывает здесь. Но когда Шакамара в хорошем настроении, а работа может подождать до завтра, он сбегает на три часа раньше приходит сюда. Здесь, размышляя в тишине, он понимает, почему некоторые становятся отшельниками. Он знает, что в одиночестве свобода, и помнит времена своей жизни, когда был один, постоянно был один и ненавидел это. Сейчас все по-другому. Он чувствует, что задыхается под тяжестью зависящих от него людей. Но это его выбор, и он ни разу не пожалел о нем. Он сильнейший, а с силой приходит ответственность. С последней мыслью он садится в позу лотоса и кладет расслабленные руки себе на бедра. Его захлестывает чакра Курамы, все чувства обостряются, каждая клеточка тела трепещет от энергии. Сила могучего лиса больше не подавляет его, и он легко управляет ею, формируя плащ из чакры. Вокруг танцуют тени, пока колеблющиеся свечения окружающей его чакры не стабилизируются. Наконец-то он может дышать. Ярко-золотистые глаза медленно открываются, острый взгляд сосредоточен. Можно начинать. Ежевечерний осмотр деревни давно стал рутиной, хотя обычно он проводит его прямо из собственного кабинета. Но здесь лучше. Отсюда он лучше чувствует. В этом режиме он может почувствовать любой тип негативной энергии и точно определить ее местонахождение. В сочетании с его способностью обнаруживать чакру, это безопасный, ненавязчивый способ прочесать деревню на предмет любых негативных намерений. Благодаря многолетней практике на все про все у него уходит пара минут. Обычно единственные негативные мысли и чувства, что он улавливает, исходят от жителей деревни, у которых был плохой день. Не редкость. Однако сегодня вечером его инстинкты вспыхивают так внезапно, что он вскакивает на ноги, даже не осознавая, что делает. Долю секунды он колеблется, потому что помнит, что именно от этого его предостерегала Цунди, но неуверенность быстро испаряется. Хината в беде. Он чувствует это. Ее чакра обычно светлая, теплая и такая знакомая окрашена замешательством, печаль и легким гневом, но этого хватает с лихвой, чтобы он решил вмешаться. Особенно когда понимает, что она одна посреди леса. Я нужен ей, думает что он. Наруто спрыгивает с каменных волос отца, взмывает воздух, рассчитывая время, когда нужно согнуть ноги в коленях, и совершает идеальное приземление на ближайшую крышу, а после снова поднимается воздух. Покалывание в нервных окончаниях подсказывает ему, что Анбу тоже пришли в движение, пораженные его внезапными действиями, и он сигналит им отбой, давая ей понять, что это не чрезвычайные ситуации. Наруто дожидается, пока не отступит, и мчится вперед. Он приближается, сосредоточившись на чакре Хинато, и понимает, что она тоже в движении. Наруто стискивает зубы и фокусируется сильнее, игнорируя все прочее, и чувствует, что за ним наблюдают. Без сомнения, Бьякуган Хинато активирован, и она видит его приближение. Но тогда, значит ли это, что она убегает от него? Эта мысль пугает его, огорчает и одновременно заставляет нахмуриться. Приняв решение, он ускоряется. Он не просто так стал Хакаги, поэтому уже спустя долю секунды оказывается прямо перед Хинато. Она резко тормозит и выставляет руки перед собой. Он сбрасывает режим в мудреца, позволяет чакрикой Бья отступить, и становится просто Наруто. Долгое время оба молчат. Лишь смотрят друг на друга. Хинато дезактивирует Бьякуган, и Наруто замечает, как плотно сжатые ее губы нервозность, он знает. Она опускает глаза и выходит из боевой стойки, чуть отвернувшись. Наруто сам расслабляется и делает вдох, который неосознанно сдерживал, а затем оглядывает ее. Хинато в темно-синим тренировочном костюме, в высоких сандалиях шиноби и с привязанным к поясу под сумком для кунаев. Ее вид сбивает с толку Хинато в отставке уже несколько лет, с того самого дня, когда поняла, что беременна. Наруто вспоминает, как получил ее заявление и глупо пялился на него, раз за разом перечитывая прикрепленную к файлу медицинскую справку, написанную почерком Сакуры, но сразу же отмахивается от воспоминания. Теперь он смотрит на нее в упор, ожидая, когда она заговорит, но этого не происходит. Нет ничего, кроме тишины. Мертвой тишины. И неловких взглядов. Он вдруг словно переносится в тот день более 18 лет назад. Вот он, еще совсем мальчишка, спешит на финальный тур экзамена на Чауниное, проходя через лес, встречает Хинато. Тогда они впервые поговорили, по-настоящему поговорили, и, как и сейчас, это было очень странно и неловко. Но все же приятно. Лучшее, что случилось с ним за долгое время. Он возвращается в настоящее и замечает ее настороженный взгляд. В глазах Хинато застыл вопрос, но она не хочет его задавать. Внезапно Наруто остро осознает тот факт, что они не оставались наедине уже более 13 лет. Он прочищает горло. «Я, эээ, я тебя не напугал?» Он пытался говорить как можно более беззаботно и не угрожающе, но никак не может избавиться от проклятого комка в горле, который ломает слово и заставляет голос звучать гораздо глубже, чем ему бы хотелось. Губы Хинато приоткрываются, но вдруг снова смыкаются. Она устремляет взгляд на него, а затем оглядывается по сторонам. «Нет. Нет, я просто направлялась домой». Он кивает. «Что, эээ, что ты здесь делаешь?» «Уже поздно». «Тебе, наверное, не следует быть в лесу одной». Хинато согласно кивает. «Я знаю». Наруто ждет продолжения, и когда его не наступает, решает настоять на ответе. «Твой Бьякоган был активирован. Что-то случилось?» «Что-то, о чем я должен знать?» «Как только эти слова слетают с языка, Наруто мысленно себя ругает». «Идиот. Прекращай совать нос в чужие дела». Хинато качает головой. «Нет, Хакаги-само. Беспокоиться нечем». Наруто чуть заметно морщится от такого обращения. «Ах, это слишком официально. Я имею в виду, мы, друзья, Витак. Ты можешь звать меня по имени. Ты всегда так делала». Хинато слегка улыбается, кивает и тихо говорит «Хорошо, Наруто-кун». Он улыбается в ответ. Крохотная часть его думает, что он слишком стар для такого обращения, хотя ему и приятно. Он ничего не может с этим поделать. «Хинато», — отвечает он и замечает, как на ее щеках появляется легкий румянец, а затем вспоминает, зачем вообще последовал за ней. «Кстати, что ты здесь делаешь, Хинато?» Она перебирает рукава своей рубашки. «Я тренировалась». «Недолго». Он хмурит брови. «Разве ты не в отставке?» «Да». «Да, но...» «Не думаю, что когда-нибудь смогу прекратить тренировки». «Это привычка». «О, так ты уже давно этим занимаешься». Она кивает. «Да. Обычно не здесь, но, полагаю, мне просто хотелось побыть одной». Она опускает взгляд, когда говорит это, и обхватывает себя руками. «О, понимаю. Он чешет в затылке, и когда Хинато не отвечает, продолжает. Ну, ты теперь на пенсии. Это... хорошо. Чем сейчас занимаешься?» «Гм, не очень. Большую часть времени помогаю мужу в аптеке. В остальное время я с Химовари. Понятно. Что ж, аэ...» Он не знает, правильно ли это, но все равно решает спросить. «Ты, наверное, заметила мое приближение?» Хинато колеблется и не поднимает глаз. «Да». Наруто кивает и тоже смотрит себе под ноги, потом медленно поднимает взгляд на нее и ждет, когда она, наконец, взглянет на него. «Почему ты убегала?» Она распахивает глаза, и Наруто кажется, что он слышит, как учащается ее сердцебиение. Хинато сжимает руки и отступает от него на несколько шагов. «Я должна идти». Она пыталась обойти его, и Наруто ловит себя на том, что преграждают ей путь. В ее испуганных глазах горит тот же вопрос, на который он ищет ответ годами «Что ты делаешь?» Он не знает. Но Наруто понимает, что, возможно, у него никогда больше не будет такой возможности, поэтому он не намерен ее упустить. «Поговорим?» Едва слышно шепчет он и бросает на нее осторожный взгляд. «Недолго. Всего пару минут». Хинато вцепляется побелевшими пальцами в подол рубашки, напоминая ему о ее детских склонностях, такой знакомой причуде теряться и не знать, куда деть руки. «Уже очень поздно, Наруто-кун. Если ты хочешь вернуться в башню, мы можем поговорить завтра. Нет, сейчас будет в самый раз». Она проглатывает следующий аргумент и медленно кивает. Удивившись ее согласию, Наруто опускается на землю и выжидающе смотрит на нее. Хинато опускается на колени напротив. Снова повисает тишина, и хотя она не совсем неловкая, Наруто не позволяет ей длиться долго. «Давно не виделись», — начинает он, преувеличенно внимательно изучая бинты на правой руке. По крайней мере, с последнего нашего разговора наедине. Он думает об общих друзьях, детях, супругах, разговорах, которые длились не больше нескольких минут. «Привет. Пока. Тринадцать лет», — думает, что он — слишком долгий срок для недосказанности. Хинато кивает. «Прости, что нагрянул так внезапно. Я не хотел тебя напугать. Все в порядке. Я знаю, что ты делал. Знаешь? М-м». Она снова кивает. «Когда я тренируюсь, то использую Бьякуган. Я вижу практически всю деревню сразу. Так что я видела, как ты использовал чакру Курамасама, чтобы обследовать деревню». Наруто кивает и на секунду позволяет себе задуматься над тем, что Хинато наблюдала за ним. «Может, не преднамеренно, а может, наоборот, но откладывает это на потом. Как ты?» «Хинато улыбается, и его поражает сквозящая в ее улыбке печаль. У меня просто был плохой день. Беспокоиться нечем. Я не хотела тебя тревожить. Ты, может, ты хочешь поговорить об этом?» Наруто не удивляется, когда она отрицательно качает головой. Хотя он и осознает, что нет причин ожидать, что Хинато откроется ему, его все же ранит ее реакции. «Хинато, мы ведь по-прежнему друзья, да?» Она сразу же кивает. «Конечно». Испытав легкое облегчение, он расслабляется. Наруто никогда не зацикливался на этом, но какая-то часть его всегда боялась, что Хинато его ненавидит. Конечно, он понимает, что, возможно, уже не нравится ей так сильно, как раньше, но, по крайней мере, она не ненавидит его. Опять же, думает, что он, Хинато в принципе не способна ненавидеть. Это хорошо. Потому что, знаешь, я как бы подумал, что он замолкает, а затем меняет тему. В любом случае, нам нужно поговорить. Наруто пристально смотрит на нее, надеясь, что она сможет понять. И, конечно же, Хинато понимает. Она кивает, и он практически чувствует тяжесть принятого ее решения. Разговор будет нелегким. Годы молчания не пройдут им даром. И они понимают, что, возможно, именно по этой причине им не следует говорить. Несколько секунд она бескураженно смотрит на нее, удивляясь тому, что Хинато, добрая, не переносящая конфликтов Хинато, согласилась на это. Может, думает, что он, ей тоже это нужно. Сама мысль о том, что Хинато может чувствовать то же самое, что и он, может знать о мыслях, что мучили его годами, побуждает его продолжить. «Что ж, ты не пришел на мою свадьбу». Слово застревает у Наруто в горле, и ему требуется несколько секунд на то, чтобы прийти в себя. Но ему не удается избавиться от шока из-за того, что Хинато первая нанесла удар, и он смотрит на нее и словно видит впервые. Она стойко встречает его взгляд. Ее темные волосы длиной до узких плеч мягко развиваются на ветру, а бледно-лавандовые глаза смотрят пристально и твердо. И если это не образ сильной женщины, то что тогда? Да. Ему ничего на это ответить, кроме, может, одной фразы, которую прямо сейчас она вряд ли хотела бы услышать. Наконец Хинато опускает взгляд. Она складывает руки на коленях и тихо откашливается. Ожидающе. Наруто говорит ей правду, потому что, хотя он часто лгал себе, ей бы не солгал никогда. Я подумал, что это будет плохой идеей. Хинато опускает голову. Ах! Значит, ты знал. Странно, думает, что он, как спокойно на это сказал. Это мучило его с тех пор, как он осознал. Он медленно кивает и тихо шепчет «Да». Я так и думала, так же тихо отвечает Хинато. Поэтому ты избегал меня? Наруто охватывает сильнейшее желание опровергнуть это, начать отрицать, что он хоть когда-то изо всех сил старался избегать Хинато. Но то в нем говорит стыд, и Наруто это знает. Поэтому он снова кивает, не позволяя себе расцепить сжатые зубы. Тебе не нужно было, продолжает Хинато. Наруто качает головой. Я знаю. Я знаю, но... Я не думал, что это будет справедливо по отношению к тебе. Он опускает голову. Я больше не хотел причинять тебе боль. Хинато усаживается спиной к дереву и подтягивает колени к груди. Я ждала тебя. Думала, ты просто опаздываешь. Сакурачен попросила меня дать тебе еще час. Но потом принесли твою записку, и я поняла. Она замолкает, и Наруто радуется, потому что не хочет больше слышать о своих гадких поступках. Как ты узнал? В ее тоне лишь любопытство. Наруто нерешительно мнется, не желая вспоминать ту ночь криков, битвы стекла из опоздалых откровений. И на самом деле он даже не сам все понял. Но Хинато говорит прежде, чем он успевает ответить. Жена тебе рассказала? Услышав этот вопрос, он сжимает челюсти и вскидывает голову. Откуда ты знаешь? Она тоже немного колеблется, но все равно отвечает. У меня просто было предчувствие. После того, как мы поговорили, ты встречалась с ней? Наруто ошеломлен. Он не мог даже представить Хинато с его женой в одной комнате, не говоря уж о разговоре. И ему казалось, он успешно справился с тем, чтобы они никогда не встречались. Хинато кивает. Я пришла к тебе домой, чтобы передать приглашение. Тебя там не оказалось, зато была она. От столь простого объяснения Наруто хочется избить себя за глупость. Она пригласила меня зайти выпить чаю. При виде его абсолютного замешательства она усмехается. Мне это тоже показалось странным, особенно после всего, что мне рассказали девочки. Девочки думают, что Наруто – это Сакура, и Нэй Тентин. Все женщины, которые ненавидят его жену. И, наверное, имеют на это все основания. Она была очень милой со мной. В основном, она расспрашивала бы меня. О чем? Почти испуганно спрашивает он. Она поджимает губы в очевидном отвращении. Что было во время вторжения Пейна? Хинато крепче сжимает кулаки, ногтями впиваясь в нежную кожу. О войне. О Нэджинисоне. Он стискивает зубы от вспыхнувшего внутри гнева. Пожалуйста, прости. Она не имела права. Все в порядке, тихо отвечает она, и Наруто усилием воли заставляет себя расслабиться. Ей просто было любопытно. Она сказала, что слышала кое-что и хочет узнать, правда ли это. Вот и все. Но у меня было ощущение, что за этим кроется нечто большее. Снова повисает тишина. Задумчивая, тяжелая тишина. Наруто искоса смотрит на нее, пробегает взглядом по переносице, изгибу нижней губы. Замечает, что она целенаправленно избегает его взгляда. Он думает, что о ее словах. От экзаменов на Чиунина, до вторжения Пейна и Великой Войны. Пустых разговорах между ними. Он гадает, как мог не заметить, что она влюблена в него. Как он обманул себя, поверив, что глубина ее чувств к нему не выходит за рамки той товарищеской любви, которую она одаривала всех. Хинута была такой милой и заботливой, что легко оказалось убедить себя в том, что не настолько уж он и особенно в ее глазах. Но это было ложью. Может, он все прекрасно знал. Просто боялся. Хинута, я, я не хотел избегать тебя. Я не избегал тебя, правда. Знаю, это звучит глупо, но я, я просто не понимал. Я не понимал этого, пока. Он чуть не произносит имя жены, но вовремя одергивает себя. Я был слишком глуп. Я до сих пор слишком глуп. Ты не глуп, Наруто-кун, тихо говорит Хинута, дергай себя за рукава. У Наруто болит в груди, когда она говорит так, потому что он знает, что она честна. Он снова возвращается мыслями в прошлое и вспоминает, как спокойно ему всегда было рядом с ней. Как легко было с ней ослабить бдительность. Обнажить перед ней все свои уязвимости, которые он не смел показывать никому другому. Он никому не доверял так, как доверял ей. Может, именно поэтому так больно было узнать, что она всегда чувствовала рядом с ним неуверенность. Хранила от него секрет, потому что не доверяла ему, чтобы потом он не разбил ей сердце. Ты не виноват, решительно заявляет Хинута, замечая его терзание. Это, это Юл. Дело всегда было только во мне. Никогда это не касалось тебя. Она рассматривает свои ладони и дрожащие пальцы. В конце концов, я ждала слишком долго. Сдерживалась. Она опускает голову. Я была такой трусихой. Он возмущен ее словам. Ты не трусиха. Ты самый храбрый человек, которого я знаю. Хинута качает головой, совершенно не тронутая его всплеском эмоций, и Наруто поражает то, как легко ей удается не замечать своих достоинств. Он хочет, чтобы она поняла, насколько прекрасна и всегда казалась ему. Все в ней ее молчаливая сила, несокрушимая решимость. То, как она всегда переносила свою боль с улыбкой. Ты знаешь, я пообещала себе, что поговорю с тобой. Я боялась, но убедила себя, что уж лучше услышать отказ, чем бесконечно терзаться невидением. Я так нервничала. Она смущенно улыбается. Я считала дни до твоего возвращения из путешествия. У Наруто замирает сердце. А когда ты вернулся домой, Хинута замолкает и снова опускает глаза. Наруто ощущает, как комок в горле разрастается до размеров булыжника. Больно. Как же больно дышать. Наруто вспоминает толпу, приветствующую его, когда он вернулся домой. Вспоминает людей, которых встречал на пути к Анохе. Мысль о Хинуте, тихо стоящая там, где-то за рядами встречающих. Вот она замечает рядом с ним другую девушку, беременную девушку. Он хочет умереть. Умереть, чтобы ему никогда больше не пришлось видеть эту грустную, милую улыбку на ее прекрасном лице, раскалывающую его на миллион осколков. Снова наступает долгое молчание, тяжелое и напряженное, пока они смотрят перед собой. Никаких звуков, кроме стрекота сверчков и шорохов колышущейся на ветру листвы. Наруто ждет, пока дыхание придет в норму. Прости. Жемчужные глаза слегка расширяются. Тебе ни за что извиняться. Он качает головой. Есть. Я был таким глупым. Секунду он молчит, вспоминая все, что предшествовало этому моменту. Я никогда не хотел причинить тебе боль. Он снова поворачивается к Хинате и пристально смотрит на нее, безмолвно молясь, чтобы она поняла. В ее глазах появляется сомнение, и что-то в нем обрывается. Хината, ты должна мне поверить. Ты, ты последний человек, которого я когда-либо. Его голос дрожит и срывается, когда она отворачивается. Хината отказывается смотреть на него. Настолько не похожа на нее, что грубые эмоции в таком простом поступке буквально уничтожают его. Вместе с остальными словами умирает и решимость Наруто. Что еще можно сказать? Никакие извинения в мире не компенсируют его предательство. Хината тяжело вздыхает. Ее взгляд устремляется вдаль. Я не хочу, чтобы ты жалел меня. Нет. Нет, это не... Я не... Он не может сложить слово во фразу. Жалеет. Поэтому на нее так больно смотреть? Поэтому он избегал ее. Не дождавшись его ответа, Хината поворачивается к нему. Наруто чувствует, как по лицу скользит ее взгляд. Изучающий. Анализирующий. Я счастлива, говорит она ему, и уголки ее губ приподнимаются в полуулыбке. Не беспокойся обо мне. Хорошо. Наруто упрямо отказывается. Он хочет быть эгоистом и сказать ей, что всегда будет беспокоиться за нее, но не может этого сделать. Особенно сейчас, когда Хината выглядит так, будто изо всех сил пытался убедить его и себя. Чувство вины вскипает в нем, настолько глубокое, что оседает в желудке, словно якорь. Наруто кажется, что он проклят. Какая ирония, думает он. Как яростно он всегда защищал ее, когда они были детьми, как клялся сражаться за нее и ее честь. Ты должен был стать героем. Он медленно кивает. Хорошо, звучит тише шепота, но она все же слышит. Улыбается, хотя улыбкой не касается ее глаз. Хината поднимается на ноги, и Наруто поспешно вскакивает следом. Ты уходишь? Он не может скрыть свой шок. Она кивает. Я должна была быть дома 30 минут назад. Они волнуются. Опустив руки по бокам, Хината вежливо кланяется. Доброй ночи, Наруто-кун. Она разворачивается и ступает прочь. Подожди, выпаливает он, прежде чем она успевает сделать еще один шаг, и Хината останавливается и оглядывается на него через плечо. Могу я хотя бы проводить тебя до дома? Она прижимает руку к груди, как будто ее спросили о смысле жизни. Наруто прекрасно видит мучающие ее сомнения. Но Хината очень вежлива и воспитана, и Наруто не удивляется, когда она кивает и медленно отворачивается, дожидаясь, пока он ее нагонит. Из уважения он решает держаться на шаг позади. Здесь недалеко, говорит Хината, шагая впереди, и он кивает, хотя она его не видит. Обратный путь в деревню проходит в тишине, но Наруто не жалуется. Ему есть о чем подумать, но вместо размышлений он решает сосредоточиться на ней. Он наблюдает за тем, как волосы рассыпаются по округлым плечам Хинаты, как покачивается пристегнутый к ее поясу под сумок, как напряжены костяшки пальцев, спрятанные в рукавах рубашки. Он вслушивается в звук хрустящего под их подошвами граве легкий шаг Хинаты, за которым следует его более громкий. Сейчас это не кажется таким уж неправильным. Сейчас Наруто и Хината идут одним путем, каким бы недолгим он ни был. Только сегодня они снова бок о бок. Внезапно она останавливается, и Наруто тоже замирает. Хината медленно поворачивается и улыбается ему. Мы пришли. Наруто смотрит на здание, перед которым она остановилась. Он хмурится. Многоэтажный дом. Заметив его пристальный взгляд, Хината продолжает окно с зелеными занавесками. Он смотрит на третий этаж и замечает шелковые шторы оливкового цвета. На подоконнике стоит зажженная свеча, едва освещающая комнату. Чуть дальше видно очертание лампы. Квартира, с горечью думает, что он... Она живет в квартире. Это неприемлемо. Хината Хьюга. Она родилась в роскоши, а теперь не заведена до... этого. Наруто задумывается, почему она вышла замуж за мужчину, который явно не может поддерживать тот образ жизни, к которому она привыкла. Эта мысль влечет за собой следующую. Ему не нравится, что Хината считает необходимым продолжать тренировки. Она больше не Кунаичи. Он очень хорошо помнит, что когда им было по семнадцать, она призналась ему, что планирует вскоре оставить путь Шиноби. Он все понял, не задавал вопросов и даже заверил, что станет ее Хакаги и защитит от чего угодно. Теперь ему ясно, что Хината защитник в своей семье. Муж не может обеспечить ей безопасность. Или оберегать. Или сделать счастливой. Он неудачник. Наруто щурит потемневшие глаза. Она больше, чем кажется, тихо продолжает Хината. Нам вполне достаточно. К тому же, чуть дальше по улице есть рынок, как раз рядом с аптекой. Она указывает на здание через дорогу. Свет в нем уже выключен, а на дверной ручке висит табличка закрыта. Аптекарь. Наруто никогда не обращал внимания на это здание, пока не узнал, чем зарабатывал на жизнь муж Хинаты. Не задумываясь, он отвечает, квартал Хьюга находится на другой стороне деревни. Хината опускает глаза, и он быстро извиняется. Я ничего такого не имел в виду, просто, знаешь, мысли вслух. Ничего страшного. Наступает тишина, пока Хината не прочищает горло. Наруто неохотно признает, что пришло время попрощаться. Хината. Он дожидается, пока она посмотрит на него. Спасибо за то, что поговорила со мной. Я, мне это было нужно. Она кивает. Тебе лучше? Да. Он кивает. Хорошо. Да. Может быть, может, теперь нам будет не так неловко, если я, если я, например, поздороваюсь с тобой на улице. Это не будет выглядеть странно. Тебе не будет некомфортно? Хината улыбается, и это самая искренняя улыбка, которую она дарила ему за последнее время. Я бы этого хотела. У Наруто вырывается легкий вздох облегчения, и он добродушно улыбается. Хорошо. Он жмурится и улыбается так широко, что слегка тянет челюсть, но все же продолжает. Вот я скажу привет завтра. И послезавтра. Обещаю. Он открывает глаза и несколько секунд смотрит на нее сверху вниз, подмечая, что она тоже прикрыла глаза и тепло улыбается, и что ее руки, наконец, расслабились. Она уже не выглядит такой расстроенной, и Наруто решает, что больше никогда не станет причиной ее печали. Хината сама сказала, что не нужно было ее избегать, она счастлива, и это не изменится, если он решит вернуться в ее жизнь. Они быстро прощаются, и хотя Наруто никогда не нравилось это слово, сейчас все по-другому. Прощание сопровождается обещанием, обещанием, которое он может дать Хинате и которое ни за что не нарушит. И когда они расстаются, Наруто чувствует, что оно витает в воздухе, пока он шагает по крышам в сторону дома. До встречи. Он находит ее на рынке, как и каждый четверг. Хината стоит к нему спиной, рассматривая горку репы, и он пользуется редким моментом ее задумчивости, чтобы понаблюдать за ней. К ней подходит продавец, тепло приветствует ее, и она улыбается в ответ. Излучаемое ей спокойствие и комфорт интригуют его, манит, и он бездумно шагает ближе. Возгласы Хакаги Сума. И на надайме. Заставляют его остановиться, и Наруто оглядывается назад как раз в тот момент, когда Хината оборачивается. Их глаза встречаются, и на лицах обоих отражается молчаливое приветствие. Ее легкая улыбка и румянец на щеках. Его широкая улыбка и прищуренные глаза. Она платит за продукты и уходит, смешиваясь с толпой деревенских жителей, и Наруто быстро создает еще несколько теневых клонов. Один идет к пожилой даме, ковыляющей с тростью, другой к кучке торговцев, ожидающих его, а третий к... Хината. Наруто идет к ней, и за его спиной развивается плащ. Хината неудивлена, увидев его снова и с улыбкой кивает. Ах, Нанадо и Мисама, она не называет его Наруто-кун на публике, в последнее время мы часто сталкиваемся. Да, у меня всегда неподалеку куча клонов. Поэтому, конечно, ты видишь меня повсюду. Он смеется громче обычного и ступает с ней в ногу, как и всегда. Вскоре после их встречи Наруто понял, как легко было столкнуться с Хината или, скорее, как легко он мог это сделать. В любом случае он не бросал работу ради этого. Просто создавал клонов. В его распоряжении были тысячи таких, а настоящий он честно находился в своем кабинете. В любом случае, Хината этого не замечала. Она всегда удивлялась, как в первый раз, увидев его, как он, увидев ее. Помочь? Предлагает он небрежно и совсем не удивляется, когда Хината пытается отказаться. Не, Хината, я Хакаги или нет? Я могу нести продукты. Обещаю, что не разобью тебе яйца. Она тихо смеется над этим и передает ему пакеты. Хорошо, но если хоть одно тряснет, ты будешь должен мне новые продукты. Попытки Хинаты подшутить всегда заставляют Наруто затаить дыхание от того, что он видит такую ее сторону. По дороге они заводят непринужденную беседу. Ничего серьезного. Не тот тяжелый разговор, какой произошел при их воссоединении. Обычная беседа. Хината спрашивает, как прошел его день, и он рассказывает ей, как скучно быть в Хакаге. Наруто, в свою очередь, спрашивает ее, как дела у Химавари, и с улыбкой слушает, как она рассказывает об учебе дочери, о том, что она еще учится концентрировать чакру, и что, наверное, скоро пробудется ее Бьякугом. Он не удивлен, узнав, что Хинате всегда есть что сказать. Даже на те темы, которые, как он считал, она решит избегать. Бору так он капризничает, потому что слишком похож на своего отца, говорит она с усмешкой. Он не это имел в виду, когда говорил, что ему плевать на тебя или на деревню. Он просто хочет знать, что является для тебя чем-то важным, важнее, чем быть в Хакаге. Конечно, он важнее. Невольно повышает он голос. Разговор напоминает ему спор, который он вел с самим собой сотни раз. Хината не дрогнула. Она пристально посмотрела на него, прищурив глаза. Ты когда-нибудь говорил ему это? Я? На мгновение он ошеломлен выражением ее лица, материнским инстинктом, от которого едва ли не съеживается. Зачем говорить очевидное? Он мой сын. Иногда людям нравится, когда им говорят, что их любят, пусть это и очевидно. Особенно, когда они не уверены в себе. Я знаю. Она тихо усмехается, и опускает глаза, словно погрузившись в далекие воспоминания. В любом случае, ты должен проводить с ним время. Держу пари, он бы с удовольствием тренировался с тобой весь день, если бы мог. Ты так думаешь? Иногда Наруто уверен, что сын его ненавидит. Что он ничего не может сделать, чтобы вернуть его привязанность. М-м. Я знаю. Наруто следовало бы удивляться тому, что Хинута так хорошо знала его сына, но этого не происходило. Ее интуиция была совершена, и он знал, что суждение Хинуты даже если оно основано только на инстинкте и первом впечатлении здраво. Он предполагал, что именно поэтому она всегда была добра к нему. Даже когда он был надоедливым сопляком с крошечными, а то и вовсе нулевыми социальными навыками, Хинута относилась к нему так, как относилась сейчас, как к Хакаге. Именно это заставило его поверить, что их сближение неизбежно, и хотя Наруто не придавал большого значения таким вещам, как судьба и предназначение, он решил, что это не в его власти. Так что у нас сегодня на ужин. Наруто заглядывает в бумажные пакеты, не удивившись, увидев там только здоровую пищу. Лосось, наверное. Я еще не решила, буду ли готовить кимчи. Как так? Ты же не любишь рыбу. Эээ. Хинута дергает рукава своей белой рубашки. Я тебе не говорила, да. Она прочищает горло. Гм, ну, мой муж любит морепродукты, так что... О! На несколько неловких мгновений повисает тишина. Наруто мечтает отмотать время назад и никогда не задавать ей этот вопрос. Ах, Кибакун! Взволнованно выдыхает Хинута, и Наруто рядом с ней застывает. И действительно, к ним, приподняв брови, подходит лучший друг Хинуты. Привет, Хинута. Он поворачивается к Хакаге. Но надайми. Киба, здоровается он. Где? Вав. А Камару подбегает к Хинуте и утыкается носом ей в бедро. Здравствуй, Акамару. Она чешет Нинкена за ухом и снова смотрит на Кибу. А как дела, Кибакун? Не так уж плохо. О, я как раз иду в твою сторону, так что провожу тебя. Киба подходит к Наруто и тянется к пакетам. Я возьму их. Инстинктивно Наруто прижимает продукты к груди, прищурив глаза. Киба хмурит брови, и Наруто быстро приходит в себя. М. Вот. Он передает пакеты Киби в руки и отступает, не смея взглянуть на реакцию Хинуты. Женщина с волосами цвета индига подходит к Киби, а затем оборачивается. Спасибо, что помог мне с продуктами, Хакаги Сума. Было приятно повидаться с тобой. Наруто поднимает руку, отмахиваясь от ее благодарности. Не проблема, Хинута. Я, М. Увидимся. Он возвращает ей улыбку, которая исчезает, как только Хинута отворачивается. Киба и Хинута уходят вместе, рядом с ними тихо ступает Акамару. Наруто провожает их взглядом. Киба смотрит на него через плечо, и когда их взгляды встречаются, Наруто чувствует себя до стороны неловко. Так же быстро Киба отводит взгляд, и его внимание снова возвращается к Хинуте. Наруто наблюдает за ними еще несколько секунд, прежде чем рассеется. В башне Хакаги Наруто поднимает голову от бумаг. Наруто не удивляется, когда к нему приходит. Люди говорят, Наруто, то, что вы с Хинутой делаете, это неправильно. Сакура умоляюще смотрит на него, сложив руки на коленях. Хакаги даже не смотрит на нее, пока печатает на компьютере, не отрывая взгляд от экрана. Я не понимаю, о чем ты. Не прикидывайся дурачком. Особенно со мной. Наруто вздыхает и убирает руки с клавиатуры. Он хочет выглядеть раздраженным, но ему становится немного сложнее сдерживать свою панику. Сакура, это, это не твое дело. Прости. Послушай, чтобы ты себе не придумала это неверное представление. О, правда? Хочешь уточнить? Что именно я придумала? В нем начинает тихо тлить злость. Иногда я просто разговариваю с ней. Что такого? Разговариваешь? Это со мной ты разговариваешь. С ней ты не просто разговариваешь, перебивает Сакура. Наруто открывает рот, чтобы возразить, но она успевает первой. Мы видели тебя, Наруто, так что не отрицай. Носишь ее продукты. Провожаешь до дома. Ищешь встречи. Это были мои теневые клоны, уточняет он, будто это что-то значит. Моей работе это никак не мешает. Дело не в этом. Тогда в чем? Мои клоны все время бегают по деревне со старыми бабушками, но что-то никто не приходит сюда и не кричит на меня. Я не кричу. Сакура чуть не обрушивает кулаки на его стол, но вовремя одергивает себя. Сделав глубокий вдох, она закрывает глаза. Я беспокоюсь. Хина-то моя подруга, и я не хочу. Она и моя подруга тоже, защищается он, выпрямляясь на стуле, чтобы посмотреть на нее в упор. Послушай, Сакура, ты не понимаешь, ясно? Я не... не понимаю чего? Что ты чувствуешь вину за то, что игнорировал ее больше десяти лет? Она не вздрагивает, когда его взгляд становится жестче. Что пытаешься наверстать упущенное время? Что хочешь сейчас быть рядом с ней, как никогда раньше? В зеленых глазах горит вызов. Я понимаю. Поверь мне, я понимаю. Но ты все делаешь неправильно. Что? Потому что это касается не только тебя и твоих чувств, Наруто. Это касается и Хинаты. Твоей жены. Ее мужа. Баруто. Химовари. Это касается не только тебя. А деревни. Она качает головой. О тебе и твоей жене ходит уже столько слухов, а ты втягиваешь в это еще и Хинату. Сакура ждет, что он что-нибудь скажет, но он только сильнее сжимает челюсть и отводит глаза. Просто, оставь ее в покое. Нет. Наруто. Я не буду этого делать. Ты идиот. Я не собираюсь снова причинять ей боль. Как ты не понимаешь? Я не могу снова причинить ей боль. Я не сделаю этого. Сакура распахивает глаза и смотрит на мужчину перед собой, что так сильно изменился по сравнению с беззаботным мальчишкой, которого она знала. Наруто, ты должен смириться с этим. То, что случилось, прошло уже очень много лет. Он закатывает глаза, отмахиваясь от нее, и возвращается к работе. Разозлившись, Сакура повышает голос и преувеличиваешь. Ты продолжаешь настаивать на том, что между вами есть какая-то глубокая история, хотя это не так. Тебе не нужно просить прощения за то, что ты не ответил на ее чувства. Хината смирилась. Она замужем. Ты женат. Я замужем. Мы все женаты и счастливы, так что перестань все портить. Наруто не отвечает, намеренно игнорируя ее, силой ударяя по клавиатуре. Это не какой-то трагический роман. Это реальная жизнь. А в реальной жизни первая любовь не всегда вечна. Легко тебе говорить, Бармачитон. Ты ведь заполучила Саски в итоге, так ведь? Не говори так, будто я удерживаю его насильно. Я ей не говорю так. Но и ты не говори мне, что понимаешь, через что я прохожу, потому что на самом деле ты понятия не имеешь. Он замолкает, и взгляд Сакуры становится ледяным. Я так и знала. Я знала, что ты... Иди домой, Сакура. Выгоняешь меня? Нет. Я прошу тебя уйти. Шикамару здесь. Хакаги встает из-за стола, как только раздается стук в дверь. Сакура пристально смотрит на него. Я предупредила тебя. Не говори потом, что я тебя не предупреждала. Она забирает свои папки и вылетает из его кабинета как раз в тот момент, когда входит Шикамару. Что с ней? Советник подпровожает Сакуры удивленным взглядом. Понятия не имею. Есть что-нибудь для меня? Оха. Еще одна встреча и можешь идти. Наруто прищуривается на свой ежедневник, лежащий на столе. Не помню, что бы планировал еще встречи сегодня. Этот пришел всего несколько минут назад. Не заинтересованно отвечает Шикамару, листая папку. Не должно занять слишком много времени. Наруто вздыхает, проводя забинтованной рукой по коротко остриженным светлым волосам. Пусть это будет чем-то важным. Не могу поверить, что ты впустил Кагото без предварительной записи. Шикамару пожимает плечами и поворачивается к двери, чтобы пригласить гостя. Наруто снова опускается на стул, складывает руки на коленях и ждет. Солнце за окнами клонится к закату. Кабинет погружается в полумрак. Дверь медленно открывается, в кабинет проскальзывает худощавая фигура и тихо прикрывает за собой дверь. Извините за беспокойство, Хакаги Сума. Спасибо, что приняли меня. Мужчина низко кланяется. Наруто пристально смотрит на него. Он узнал бы этого человека, этого человечка, где угодно. Хамасаки Сум. Когда ты рядом с ним, когда он прижимает тебя к себе и говорит слова, которые тебе нужно слышать, я хочу быть на его месте, потому что это мои слова, и я должен говорить их тебе до скончания времен. Повисает тишина. Тяжелая, удушающая тишина. Наруто смотрит прямо, пронзая потемневшим взглядом мужчину перед собой, чьи карие глаза застенчиво бегают по кабинету. Наруто чуть ли не ухмыляется. Жалкий. Он возвращается к компьютеру и открывает электронные таблицы, которые просматривал до этого. Вскоре кабинет наполняется звуками щелчков клавиш. Ну. Тянет он без малейшей заинтересованности. Хамасаки прочищает горло. Тогда, присяду. Он подходит к стулу. Не беспокойся. Это не займет много времени, рассеянно отвечает Наруто, не отрывая глаз от экрана. Хамасаки замирает и отдергивает руку. Верно. Он слабо сжимает ладони в кулаки, но сразу же расслабляет пальцы и прячет их в рукавах своего темного свитера. Я. Хамасаки замолкает, и Наруто чувствует его взгляд. Хакаги прекрасно ощущает, как воздух внезапно сгущается от напряжения. За взглядом Хамасаки зреет враждебность. Он источает горечь. Даже злобу. Звуки щелчков клавиатуры стихают. Наруто остается спокойным и собранным. Тебя впустили без предварительной записи. Я предположил, что это чрезвычайные ситуации. Это, это срочно, я полагаю. Мужчина переминается с ноги на ногу, переносит свой вес на одну, а после немедленно выпрямляется и твердо встает на обе. Наруто отводит взгляд от монитора и открыто смотрит на посетителя. Кусок грязи, думает Наруто. Кусок грязи на асфальте в дождливый день. Вот кто такой Хамасаки. Он и его тусклые, невыразительные кори глаза. Его коротко остриженные каштановые волосы и дурацкая маленькая косичка, болтающаяся у виска. Его мягкая кожа, обтягивающая и худощавая, невзрачные тельцы. Простый свитер. Темные брюки. Черные сандалии. Он выглядит несчастным. Сейчас он в полной мере вне своей зоны комфорта. Этого следовало ожидать. В конце концов, рассуждают Наруто, что такое кусок грязи в сравнении с солнцем и луной? Хамасаки делает шаг вперед. У меня появились некоторые опасения, Хакаги Сума. Касательно. Хамасаки колеблется. Его темные глаза слегка прищуриваются, глядя в пол, а брови хмуро сходятся у переносицы. Это, это не совсем. Громкий вздох. Наруто откидывается на спинку стула. Просто выкладывай. Уходи. Убирайся с глаз моих. Хамасаки сглатывает. Мои жены. Наруто на секунду замирает, стараясь не реагировать резко. Что-то случилось с Хинутей. Услышав ее имя, Хамасаки наконец встречается с Наруто взглядом, однако молчит, плотно сжимая губы. Он не уверен. Нерешителен. Испуган. Но яростный блеск в его глазах, как замечает Наруто, подталкивает Хамасаки высказать то, что ему явно трудно облечь в слова. Когда он все же решается, голос его тверд. Хакаги-сама, я пришел просить тебя держаться подальше от моей жены. Наруто молчит, не сводя взгляда с человека перед собой. Хамасаки пытается держаться стойко под пристальным взглядом Хакаги. Я, я не хотел обидеть или обвинить в чем-то, запоздало добавляет он. Это несколько удивляет Наруто. Он видит иронию в том, что муж Хинута умоляет его держаться от нее подальше спустя всего несколько минут после предупреждающей отповеди Сакура на ту же тему. Однако большая его часть совсем не видит юмора в ситуации. Из глубин сознания поднимается волна ярости, подогреваемая открывающейся перспективой. Кем он себя возомнил, черт возьми? Наруто плевать, что этот человек муж Хинуты. Ему все равно. Он медленно кладет руки на стол и наклоняется вперед. Твоя неуверенность вряд ли стоит моего внимания. Он возвращается к компьютеру. Можешь идти. Хамасаки широко распахивает глаза, и его руки безжизненно опускаются. На его лице написан шок, в гримасе видны страдания, в глазах страх. Он хмурится сильнее, словно обретя новую уверенность. Я не уйду, тихо, но с вызовом, говорит он. Хмурый взгляд наруто становится смертельным. Я не спрашивал. Хамасаки тяжело сглатывает. Он дрожит под пристальным взглядом сильнейшего шиноби в мире. Я не могу уйти, тихо добавляет он. Хинута. На секунду Хамасаки зажмуривается. Хинута моя жена. Я должен защитить ее. И, если это значит, что мне нужно встретиться лицом к лицу с тобой, то, то я это сделаю. Взгляд наруто остается неподвижным, холодным и отстраненным. Защитить ее от чего? Низким голосом спрашивает он. Меня? Насмешка в последнем вопросе настолько очевидна, что Хамасаки прищуривает глаза, а затем обращает яростный взгляд в пол. Наруто не беспокоит очевидное отвращение Хамасаки к нему. Не то чтобы он этого не предвидел. Любой мужчина испытывал бы ненависть, будь его жена влюблена в другого. Много жителей деревни, начинает Хамасаки, не поднимая глаз, приходили ко мне. Предупреждали, что Хакаги преследует мою жену. Он ждет ответа, но Наруто молчит. Это нужно остановить. Наруто откидывается на спинку стула, сохраняя абсолютное хладнокровие, ведь он полностью уверен, что не сделал ничего, что оправдывало бы эти обвинения. Люди сплетничают. Я ничего не могу с этим поделать. Хамасаки это не останавливает. Значит, это правда. Наруто закатывает глаза, удивляясь, почему он еще не выставил этого человека за дверь, но напоминает себе, что Хамасаки всего лишь гражданское лицо. В любом случае, он должен защитить ее честь. Хинато мой товарищ и близкий друг детства. Я поддерживаю связь с каждым из них. В том числе и с ней. Хамасаки слабо соглашается. Я, я понимаю, Хакаги Сума. Девятка Канахи легендарна даже среди простых жителей. У нее много друзей. Я знаю. Да ну. Нравится это тебе или нет, Хинато не просто гражданское лицо. Она Шинобе, как и я. Она одна из нас. И, он делает паузу, вернувшись мыслями в тот судьбоносный день. Нас связывают прочные узы. Женить бы на тебе этого не изменит. Я всегда знал это, слабо выражает Хамасаки. Наруто усмехается. Твоя ревность говорит об обратном. Ему тяжело сдержать вызов в собственном голосе. Ты не можешь решать за нее с кем ей дружить или проводить время. Хинато не твоя марионетка. Она тебе не принадлежит. Он ждет потока возмущений и отрицаний. Открытого выражения собственничества от Хамасаки, чтобы появился хоть малейший повод поставить его на место. Однако тот ничего не говорит. Его внезапно спокойный взгляд устремлен в окно за спиной Наруто. На его лице тень задумчивости. Наконец, он отвечает. Хинато крепко связанно со своим прошлым. Я понимаю это. Ее друзья, семья, события. Я никогда не посмею поставить себя вровень с ними. Да. Он опускает глаза. Пламя Наруто угасает. Жалость подавляет ярость, которую он испытывал к этому человеку. Ему всегда было трудно наблюдать чужие страдания. Даже сейчас, даже после яростного требования Хамасаки, Наруто невольно проникается к нему сочувствием. Он знает, каково это быть столь беспомощным. И, может быть, на месте Хамасаки кто-то другой, он мог бы уступить. В любом случае, думает про себя Наруто, это должно было произойти. Есть причина, по которой Шиноби и гражданские живут порознь. Они противоположности, которым не понять друг друга. Такому мужчине, как он, никогда не суждено было обладать такой женщиной, как она. Скрип стула отвлекает Наруто от мыслей, и он понимает, что Хамасаки сел перед ним. Его кори глаза устремлены на него. Я маленький человек по сравнению с тобой, Хакагисама. Любой дурак скажет тебе это. И я знаю, что стоит тебе захотеть. Ты легко отнимешь у меня хинуту, и никто не сможет ничего с этим поделать. Хамасаки опускает глаза после этого признания, и Наруто прищуривается. Я знаю, что мое слово ничего не стоит против твоего. Я понимаю, что не имел права приходить сюда и не могу заставить тебя держаться от нее подальше. Бесполезно даже просить об этом. Хамасаки замолкает, плотно сомкнув зубы. Но я все равно буду пытаться. Потому что люблю ее. Наруто это совершенно не трогает. Это не имеет никакого отношения к делу. Хамасаки продолжает, игнорируя хмурый взгляд Наруто. Я люблю хинуту и делаю ее счастливой. Несмотря на то, что у меня нет и никогда не было ничего, кроме обещания всегда ценить ее такой, какая она есть, хинута ответила мне взаимностью. Она вышла за меня замуж. Несмотря на то, что никто не одобрял наш брак. Несмотря на то, что ее семья угрожала мне. Несмотря на то, что все ее друзья насмехаются надо мной точно так же, как ты сейчас, даже после стойких лет нашего брака. Но я боролся за нее. Я никогда ни за что не боролся так, как за хинуту. Наруто практически фыркает. Это потому, что ты ей не нужен, легко заявляет он. Даже если она согласилась выйти из-за тебя замуж, ты навсегда останешься для нее вторым вариантом. Ты ведь знаешь это, да. Глаза Хамасаки темнеют. Я знаю. Я знаю, кто ты, Хакаги Сама. И знаю, что ты значишь для хинуты. Что она значит для тебя. Но хинута оставила это в прошлом, твердо говорит он. Она выбрала меня. Она любит меня. После этих слов наступает тяжелая тишина. Наруто откидывается на спинку стула, скрестив руки на груди. Если бы ты действительно верил в это, то не явился бы сюда. Он наблюдает за тем, как Хамасаки удрученно опускает плечи. Вот оно, понимает Наруто. Корень всех его проблем. Хамасаки пришел сюда не из чувства собственничества, а преследуемый сомнениями. Наруто закрывает глаза, делает долгий вздох. Все так просто. Хамасаки незаметно ерзает, прежде чем собраться с мыслями. Это не так. Я доверяю своей жене. Мне похоже, скучающе выражает Наруто. Хамасаки сжимает кулаки. Я знаю хинуту. Я знаю ее лучше, чем кто-либо. В его голосе снова звучит вызов, и Наруто снова не может сдержать удивление. Я знаю, что она чувствует ко мне. И как она относится к тебе. Вот почему я прошу оставить ее в покое. Не ради меня, а ради нее. Она больше не хочет видеть тебя в своей жизни, но ты продолжаешь настаивать. Хинута слишком вежлива, чтобы попросить тебя прекратить это. Наруто медленно качает головой, не нает и не веря ему, и не стесняется заявить об этом прямо. Ты ничего не знаешь о Хинуте. Его взгляд ожесточается. У Хинуты целая жизнь помимо тебя. Ты думаешь, что знаешь ее лучшие товарищи по команде? Ее отца, сестры, ты ничего не знаешь о том, сколько она пережила. Даже я, я знаю ее лучше, чем ты смог бы узнать за всю свою жизнь. Мы с Хинутой вместе прошли через ад, пережили то, о чем ты и представить не можешь. Потому что я был там, а не ты. И ты наивно полагаешь, что только потому, что смог убедить ее дать тебе шанс, это что-то значит. Нет. Она не просто какая-то обычная женщина. Не просто мать Химоври. И самое главное, она не твой чертов трофей. И если она захочет поговорить со мной, то будет говорить. Ты ничего не можешь с этим поделать, с тяжелым вздохом заканчивает раздраженные потери и самообладание Наруто. Он знает, что не должен так разговаривать с одним из своих граждан, но он же не просил об этом. Это Хамасаки явился сюда с обвинениями. Я все сказал. Он возвращается к компьютеру и печатает какую-то ерунду, силой ударяя пальцами по клавиатуре. Хамасаки сидит без движения, и Наруто сжимает ладони в кулаки. Он поворачивается к нему и вперевает в мужчину раздраженный взгляд. Хамасаки пристально смотрит на столешницу перед собой, а затем медленно поднимает голову и встречается взглядом с Хакаги. Я полюбил Хинуту еще до того, как узнал, что такое любовь, говорит он с абсолютной уверенностью. Я сказал, что не уйду, пока не заставлю тебя понять причину, и если для этого необходимо показать, насколько серьезно я отношусь к этому, то я это сделаю. Меня не интересуют твои сказки. Хакаги-сама умоляет Хамасаки. Если ты заботишься о Хинуте так сильно, как говоришь, тогда выслушай. Взгляд Наруто тяжелеет большая часть его удивляется, когда этого вообще дошло. Почему он так ненавидит человека, которому нужна всего минута его времени? Как он мог отвергнуть Кагото так же, как другие отвергали его когда-то? Но гораздо более тревожный вопрос заключается в том, почему он ощущает такое неприятие к каждому слову этого человека. И все же, в глубине души Наруто знает, почему. Чувствует ответ каждой клеточкой своего существа. В конечном счете, именно это и заставляет Наруто медленно кивнуть. Ей бы это не понравилось. Если бы Хинута увидела, как он обращается с этим человеком, ее мужем, отцом ее ребенка, она бы никогда его не простила. У тебя пять минут. Он сидит за столом и смотрит в окно. Небо подернуто лавандовой дымкой, солнце прячется за перину из облаков. Деревню окутывает тишина сумерек. Прекрасное зрелище. Видеть деревню, которую он так любит, деревню, которой он посвятил всю свою жизнь, видеть ее такой мирной и спокойной благословения. Он это знает. Сидеть в кабинете Хакаги, чувствуя, как воротник плаща давит на ключицу, об этом он всегда мечтал. Он добился признания. Он спас мир. Он вернул Саски домой. Он Хакаги. И это все, чего Наруто хотел. Но все же, Наруто переводит взгляд на угол окна и видит, как Хамма Саки выходит из башни и длина движется к дому, к семье. Каким-то образом у жалкого на вид безымянного лавочника есть все, о чем мечтала Наруто. И все, чего у него никогда не будет. Мне было семь, когда я впервые встретил ее. Ей было четыре. Каждую неделю она приходила к нам в аптеку со своей матерью, чтобы купить семена и составы для мазей. Она была тихой и всегда пряталась за маминой юбкой, но иногда робко смотрела на меня и спрашивала, можно ли помочь отмерить порошки. Однажды ее мать перестала приходить, но Хинато никогда не прекращала нас навещать. Она была милой и вежливой. Мне казалось, казалось, что она милая. И печальная. Он собирает бумаги, беспорядочно запихивая их в портфель. Его взгляд суров. Иногда она приходила в таком ужасном состоянии, что мы просто не могли не спросить, что с ней произошло. Она всегда говорила, что все в порядке, просто интенсивные тренировки, вот и все. А потом пыталась улыбнуться, но никогда и ее улыбка не касалась глаз. Я узнал, что Хинато наследница клана Хьюга, и моей первой мыслью было, что она никогда не сможет стать такой, как они. Но она все равно пыталась. Хотя и не выходила. Вот тогда я и начал думать о ней, надеялся, что с ней все будет хорошо. Я хотел сказать ей, что она сильная, кто бы чего не говорил, но подумал, что слова для нее не будут иметь никакого значения, особенно от когото вроде меня. Всегда буду жалеть, что промолчал тогда. Он сидит и ждет захода солнца. На столе сиротливо грудятся позабытые свитки с отчетами и недоделанные рабочие файлы. Мы мало разговаривали. Наверное потому, что оба были слишком застенчивы. Но я прекрасно помню день, когда она вбежала в аптеку, такая запыхавшаяся и взволнованная, что едва могла говорить. Она показала нам с мамой свой налобный протектор. В тот день она стала генином и ей нужно было запустись всем необходимым, чтобы можно было приготовить мази для своих товарищей по команде. Тогда она впервые посмотрела мне прямо в глаза и улыбнулась. По-настоящему. Она была так счастлива. Наруто медленно выходит из кабинета. По пути он проходит мимо Шакамару, который сортирует документы, сидя за столом. Их взгляды встречаются. Шакамару прочищает горло и спрашивает «Все нормально?» Короткая пауза. А после да. После этого она приходила нечасто. Полагаю, была на миссиях с командой. А я... Я скучал по ней. Я слышал, как опасно быть генином и переживал за нее. Он медленно бредет домой. Под подошвами хрустит опавшая листва. За спиной на ветру развиваются полы к плаща. В день экзамена ночи у Нина я был среди толпы наблюдающих и видел хинуту с сокомандниками. Меня опечалило, что она не прошла финальный раунд, но кроме печали я, к своему стыду, испытала облегчение. В тот день я много чего узнал. Я узнал о ее двоюродном брате. Об отце. О дяде и о том, почему она всегда была такой грустной. А еще я узнал о тебе. Дома не горит свет, когда он приходит. Жена и сын уже в постелях. Значит, они не охватятся его, если он еще немного прогуляется. С того дня она стала счастливее. Теперь к нам в аптеку хинуту почти всегда сопровождал ее двоюродный брат. Я попытался представиться однажды, но он так посмотрел на меня, что я извинился и поспешил убраться подальше. Только гораздо позже он удосужился взглянуть в мою сторону. Думаю, он понял, что я чувствую к ней. И ему это явно не понравилось. Он свешивает ноги с памятника Хакаги. Луна сегодня особенно большая и сияющая. Я все чаще слышал твое имя. Куда бы ни пришел, всюду кто-нибудь говорил о тебе. Меня это не беспокоило. До тех пор, пока она не пришла к нам со своей командой. Товарищи подбодривали ее попрощаться с тобой, пока ты не ушел. Я заметил, как ухинутые загорелись глаза и как сильно она покраснела. В тот момент она выглядела такой хорошенькой. На меня она никогда так не смотрела. Здесь он словно на вершине мира. Он хочет остаться. И никогда больше не спускаться вниз. После того, как ты ушел, она тренировалась с еще большим усердием. Я радовался, потому что из-за этого ей чаще приходилось делать мази. Я пытался больше с ней разговаривать. Когда она не спешила, то всегда спрашивала, как прошел мой день. Мои дни были ужасно скучными по сравнению с ее. А еще она начала отращивать волосы. Ей исполнилось 14, и она начала превращаться в женщину. Каждый раз, когда я видел ее, то думал, что нет в мире девушки, которая могла бы с ней сравниться. Хинута была таким хорошим человеком. Благородная, добрая и сострадательная. И прекрасная. Я надеялся, что ты никогда не вернешься. Но ты вернулся. Мама, шепчет он. Я ошибся. После этого я ее почти не видел. Она прибегала и тут же убегала. Я мало что знал о происходящем, но чувствовал, что происходит что-то серьезное. Деревня больше не казалась такой мирной, как раньше. А однажды земля затряслась, и аптека рухнула прямо на нас. Всюду кричали люди. Мне было больно. Мама и вовсе оказалась глубоко под завалами. Но потом пришла Хинута. Ей было всего 15, и она была такой худенькой и миниатюрной, но спасла нас. Она толкнула упавшие колонны, ухватила меня за руку и потянула наверх. Я ей не подозревал, насколько она сильная до того дня, когда она на своих плечах вынесла нас с мамы из-под завалов и перенесла в безопасное место к медикам. Она взяла меня за руку и сказала, что все будет хорошо. А потом исчезла. Она спасала людей. А меня мучило дурное предчувствие, что с ней случится что-то ужасное. Мне не следовало слушать тебя. Шиноби кричали, что Акацуки охотятся на дженчурики Каюби и побеждают. Они вывели его из строя. Кто-то назвал твое имя. И у меня остановилось сердце. Ты была неправа. Деревня была уничтожена, но у нас обрушилось что-то настолько мощное. Они сказали, что это был ты. Они сказали, что Каюби освободился, потому что его пыталась спасти какая-то девушка. Ее убили у него на глазах, и он потерял контроль. Все говорили только о тебе. Никто не произнес ее имени. В тот день мой мир рухнул. И я понял, что люблю ее. Но я знал, что она любила тебя. Я не могу это исправить. Но Хина ты сильная. Она выжила. Когда я увидел ее в палатке медиков, я... Ну, во всяком случае, она выжила, а я... Не думаю, что словами можно описать то, что я почувствовал. Я хотел поговорить с ней, поблагодарить за наше спасение, но ей явно было не до меня. Я... Я думал, она будет с тобой. Я был так уверен после всего, что вы... К тому же, я не часто ее видел. Лишь мимоходом. Но она всегда улыбалась мне и спрашивала, как поживает моя мама. Я слишком поздно понял, что она ушла на войну. Я был совершенно разбит. И пообещал себе, что если она вернется, то я обязательно расскажу ей о своих чувствах. Слишком поздно. Хина-то вернулась, и я был готов выполнить свое обещание, но... Ее двоюродный брат... Я понял, что выбрал неподходящее время, поэтому решил подождать. Я наблюдал за ней. Наблюдал за тобой. Я видел, что вы стали... Ближе, наверное. Иногда я видел вас наедине и понимал, опоздал. Но потом ты отправился в путешествие, и я понял, что это мой шанс. Поэтому, в следующий раз, когда я встретил Хинату, то предложил ей поужинать вместе. Наверное, тогда она была слишком занята. Но я продолжал спрашивать. Может, я казался ей слегка раздражающим. Шли недели, и я упорствовал. Она продолжала отказывать мне, и я был обескуражен. Хината, невероятно преданная, ты знаешь? Она ждала тебя. Но я не сдавался. В тот день, когда ты вернулся, я и на шаг не приблизился к ее согласию. Я подумал тогда, что все кончено, но ты всегда удивляешь, Хакаги Сама. Ответа нет. И он понимает, что в этом деле ему никто не сможет помочь. Ему ни к кому обратиться. Никто не поймет. Никто, кроме... Наруто прячет лицо в ладонях. Он причинил ей боль. Не задумываясь, он причинил ей такую боль. С того дня я долго ее не видел. Ее друзья часто приходили ко мне в аптеку, спрашивали, не заходила ли она. Они встревожились, когда я сказал им, что ее давно не было. Похоже, они ее искали. В итоге, я решил, что с меня хватит. Я пришел в квартал Хьюга и попросила встречи с ней. Хината вышла, и, судя по ее лицу, была готова меня прогнать. Не знаю, что заставило меня это сделать, но я, ну, я признался, что влюблен в нее и попросил дать мне шанс. Не понимаю, чего я ожидал, но она посмотрела на меня так, будто у меня выросло две головы, и попросила уйти. Но я продолжал возвращаться. Охранники всегда пытались меня отпугнуть. Мне было все равно. Я приносил цветы, конфеты и письма, которые она не принимала, но меня это не останавливало. В самый последний раз, когда я пришел к ней, ее отец схватил меня за шиворот и потащил прочь. Но я видел, как она смотрела из окна, и когда наши глаза встретились, Хината улыбнулась мне. Она смеялась. Давно, очень давно я не видел ее такой веселой. На следующий день она пришла в аптеку. Хината согласилась прогуляться со мной, и мы встретились в соседнем парке на следующий день. Наруто вспоминает тот день, когда впервые увидел их в парке, нервничающих и смущенных, но полных надежды. Он мог бы остановить это. Почти успел, вспоминает он. Но не остановил, потому что никогда не сомневался в том, что Хината сможет о себе позаботиться. И никогда не сомневался в собственной твердой вере, что она его не оставит. И, может, это в нем говорила собственная эгоцентричная высокомерия, но он никогда не думал о том, что могло произойти. Он никогда не задумывался над тем фактом, что почти не виделся с ней, даже не подозревал, что она могла страдать в полном одиночестве, никогда не задумывался ни о чем, происходящем за пределами его личной жизни, которая медленно, но верно выходила из-под контроля. Он никогда не думал, что ему придется беспокоиться за нее. Даже мысли не допускал, что может быть ей нужен. Это эгоистично, но он ничего не может с собой поделать. Наруто хочет, чтобы она оказалась рядом здесь и сейчас, утешила его, сказала ему то, что он хочет услышать, и тогда все снова обретет смысл. Но Хинато никогда больше не сделает этого для него, да. На этот раз она его не спасет. Она не должна была соглашаться, но все же согласилась. Я не единственный бегал за ней, но Хинато выбрала меня. Из всех прочих мирных жителей, Шиноби и даже того наследника из другого клана она дала шанс мне. Даже когда ее друзья, видя мое приближение, закатывали глаза, Хинато никогда не поворачивалась ко мне спиной. Целый год я снова учил ее быть счастливой. Она позволила мне держать ее за руку. Целовать ее. Любить. Она забыла тебя и хотела быть со мной. Я знал, что ее семья не позволит ей связать жизнь с кем-то вроде меня, но... Хинато тоже боролась за нас. Отец сказал ей, что она никогда не возглавит клан, если ослушается его. Она ответила, что ей все равно. Она оставила их и жила со мной в моей старой ужасной квартире. Она вышла за меня замуж. Она подарила мне дочь. Теперь она моя. Она больше не его. Зависит не от него, возвращается не к нему, не его ждет. Радуется не ему. Думает, что не о нем. Беспокоится не за него. Не на него надеется. Не за него борется. Не на него злится. Плачет не по нему. Не ему улыбается. Им лишь обиженную покинуто. Ни о чем не сожалеет. Конечно, я думал о вас. Но, чтобы между вами не происходило когда-то, все кончено. Ты женат. И, прошу простить, что я так говорю, Хакагисома. Твоя жена красивая женщина. Ваш сын гений. Ихината рада за тебя. Может, тебе тоже стоит порадоваться за нее. Как, черт возьми, можно ожидать, что он будет счастлив из-за Чагато подобного. Как он может? Он не сможет, даже если попытается. Наруто не хочет радоваться за нее. И даже если это убьет его, агония единственное, что делает все реальным. То, что было между ними, было настоящим. То, чем они делились, люди порой тратят жизнь на поиски. Он не может просто отпустить это. И, и даже если это ни к чему не приведет, он пытается. Хакагисома. В его глазах разгорался суровое пламя. Если ты не прекратишь, он знает, что Хаммасаки уважает ее, любит, нуждается в ней. Я заберу ее, но Хинута нужна ему. И мы уйдем. В жилах Наруто закипает кровь. Ярость туманит зрение. Канаха ее дом. Он ее дом. И хотя ему стыдно, хотя его вина так тяжела, что погребает под собой каждую секунду прошедшего дня, хотя он ненавидит себя за свою слабость, он не сдастся. Он никогда не отказывается от своего слова. И он пообещал Хинуте, что всегда будет бороться за нее. Он поклялся победить. Хакаги поднимается во весь рост, приняв решение. Я пойду. Спасибо, что выслушали. На улице холодно. Бросив взгляд вдаль на памятник Хакаги, он возвращается в стойку. Концентрируется на позиции. На циркулирующем по телу потоке чакры. Удар. Еще один. Не сдавайся. Он делает вдох. Выдыхает. Удар. Еще один. Не выходи из стойки. А потом за его спиной распахиваются двери, и он с улыбкой расслабляется. Папа. Поиграй с нами. Наруто оборачивается, широко улыбаясь, когда маленький Баруто налетает на него и притворяется, что пошатнулся под его весом, и следом за братом на нем повисает малышка Химоври. Он драматично падает на землю, прижимая к себе детей так, будто ни за что не хочет их отпускать. Не выходите на улицу босиком. Слышится из дома мягкий оклик. Темные шелковистые волосы, подстриженные до плеч, покачиваются, когда она выглядывает из-за двери. Ее челка знакомо падает на бок, вслед за наклоном головы. И хотя ее губы неодобрительно поджаты, в сияющих глазах пляшут бессинята. Хорошо. Он смотрит на нее лукаво. Баруто, Химоври, его взгляд падает на до более похожие голубые искрящиеся весельем глаза детей, как начать сыграть снежки. Жена широко распахивает глаза и уже собирался высказать свое беспокойство о том, что они могут простудиться, но звучит дружный возглас снежный бой. А затем Баруто кричит лови. И в нее летит кусок снега. Она невольно взвизгивает, и Наруто с Химоври не удается сдержать невежливого хохота при виде открывшейся сцены. Хинато вытирает снег с лица, суровая от шока, но тут же оттаивает вместе с комом пушистых снежинок в ее ладонях. Ну ладно, Баруто. Ты сам напросился. Она приседает, чтобы зачерпнуть снега, и дети сходят с ума от восторга. Он смотрит на них и смеется, и ему так тепло, что он забывает, что снег просачивается сквозь ткань его легких штанов. Берегись. Предупреждает он. Когда твоя мама становится серьезной, она очень... Наруто резко распахивает глаза. А затем снова их закрывает. В комнате холодно. Должно быть, поэтому ему снился снег. Он медленно садится, одеяло соскальзывает с его обнаженной груди, и он роняет голову на руки, глубоко вздыхая, чтобы очистить разум. Ворох Адеил справа шевелится, но сразу же замирает. Он смотрит на спокойное лицо спящей жены. В груди снова тяжелее. Он поднимается с постели и направляется на кухню за чашкой холодного молока. Дом безмолвствует. В последнее время ему снятся такие сны. Сцены, кажущиеся настолько реальными, что он мог бы поклясться, что это воспоминания. Но это не так. Они всего лишь иллюзия, плод его воображения, фантазии. И ложь. Он стоит у окна и смотрит на пустую деревню. За стеклом темная, пугающая ночь. Наруто бездумно натягивает ботинки, футболку, куртку, и тихо выходит, плотно закрыв за собой дверь. Несколько минут он просто бредет неизвестно куда. Проходит по пустым улицам, по которым раньше убегал от разъяренных жителей. Вспоминает, как смеялся, кричал и вообще был неимоверно раздражающим ребенком. Таким одиноким, что разговаривал с цветами. Он настороженно замирает, уловив дрожь в воздухе. Удар по чувствам, инстинктивное перетяжение, словно его позвали по имени. Это действительно так. Как раньше, когда они были так тесно связаны, что он мог чувствовать ее, даже не стараясь, мог слышать ее мысли, осознать ее боль. И, как и раньше, он прыгает в пропасть, чтобы ее спасти. Он знает, что Хинато здесь еще до того, как видит ее. Чувствует ее эмоции так четко, будто сам их испытывает. И, как всегда, тело реагирует раньше мыслей. Он идет к ней. Хинато сидит на земле перед мемориальной плитой, настолько расстроенная, что позабыла про правильную позу Сэдзо. Она горбится, обхватив себя руками за дрожащие плечи. Хинато страдает молча, как и всегда. Наруто стоит в нескольких метрах за ее спиной, и его сердце часто бьется при виде этого. Хинато даже не почувствовала его, что только усиливает беспокойство. Небо угольно-черное, воздух холодный, а Хинато плачет так, словно ее никто не видит. В прошлом, наверное, его бы испугали девичьи слезы, и он бы счел за лучшее убраться подальше. Но Наруто стал мудрее, и хрупкий вид Хинато больше не кажется ему обманчивым, как раньше. Ноги движутся сами по себе, и он оказывается прямо за ее спиной. Наруто заговаривает, и слова его практически шепот, что случилось? Хинато немедленно напрягается, и он чувствует в ней хор противоречий. Она не поворачивается к нему. Лишь медленно наклоняет голову и смотрит на него краем глаза. Ее взгляд тверд. Что ты здесь делаешь? От ее ледяного тона у Наруто по спине ползут мурашки. Он неловко облизывает губы. Ты плачешь. Он не знает, что сказать, поэтому констатирует очевидное. Хинато быстро вытирает глаза тыльной стороны в ладони, как ребенок, в то же время подтягивая колени к груди. Наруто неловко сглатывает и ждет, пока она возьмет себя в руки. Хинато пробегает рукой по короткой, взъерошенной после беспокойного сна гриви волос, а потом протирает уставшие глаза. Наблюдающий за происходящим народ отмечает про себя, насколько необычно видеть Хинато такой неопрятной. Она всегда чистая, аккуратная и собранная. Всегда. Только не сегодня. Он осторожно шагает вперед и опускается на землю рядом с Хинато, не сводя с нее пристального взгляда. Ее печальные глаза устремлены вперед, бледные губы сжаты в тонкую линию. Спутанные волосы развиваются на легком ветерке, и, как и он, она тоже в теплой пижаме и наброшенной сверху куртке. Наруто представляет, как она просыпается в своей темной маленькой квартирке, накидывает куртку, сандарь и убегает в ночь. Хинато. Тяжело начинает он. Сейчас полночь. Что ты здесь делаешь? И хотя Хинато всегда была для него загадкой, плакать на кладбище глубокой ночью даже для нее это новый уровень. Несколько долгих секунд она молчит. Не смотрит на него. А затем опускает голову. Я не знала, куда еще пойти. На долю секунды Наруто хочется начать добиваться ответов, но потом он вспоминает, как не хотел спускаться с вершины памятника Хакаги, и его взгляд смягчается. Они снова молчат. Тишина недовящая и ненапряженная. Она лишь пропитана терпением. Наруто гадает, нет ли у нее проблем со сном. Может, она тоже часто видит его во снах. Быть может, разум также обманывает ее, подсовывая псевдо воспоминания другой жизни. Я счастлива. Не беспокойся обо мне, хорошо. Мы все женаты и счастливы, так что перестань все портить. Я снова учил ее быть счастливой. Может, тебе тоже стоит порадоваться за нее. Он видит остекленевшие безрадостные глаза, бледный цвет лица, видит огромную тяжесть на ее сердце. Хинато выглядит такой усталый. Изможденный. И такой неуверенный. Но он здесь. Сейчас он здесь. И он никуда не уйдет. Он прочищает горло. Легче. Хрипло спрашивает он. Хинато тоже тихо откашливается, крепко жмурит глаза, чтобы вернуть хоть какую-то ясность мыслям, а затем кивает. Случилось что-то плохое, да? Что? Она смотрит на него краем глаза. Ты плачешь только тогда, когда все совсем плохо, говорит он так, будто это самая очевидная вещь в мире, вспоминайте крайне редкие случаи, когда видел ее слезы. Оба раза были переломными, если можно так выразиться. Хинато не отвечает и на его заявление, пустым взглядом уставившись в землю, но все же едва заметно кривит дрожащие губы в пародии на усмешку. От этого зрелища Наруто снова нервно сглатывает. Но, даже если все плохо, ты справишься. Все будет хорошо. Да. Настаивает он. После этих слов в воздухе повисает странное напряжение, и Хинато поворачивается к нему с нечитаемым выражением в глазах. Наруто не успевает понять ее эмоции, потому что она снова отворачивается. Я не знаю. Он медленно кивает. Ну, начинает он тихо, и собственный голос звучит низко и хрипло. Он колеблется, не решаясь рассказать, но все же берет себя в руки и говорит, ведь она должна знать. Он приходил ко мне. Хинато даже не спрашивает, о ком речь. Я знаю, следует спокойный ответ. Со странной смесью напряжения и неуверенности, комом застрявшими в горле, он спрашивает, ты попросил его? Хинато отвечает немедленно нет. А затем он не должен был этого делать. Прости. Что бы он ни сказал, прости. На долю секунды Наруто победно приподнимает уголки губ. Но потом Хинато поворачивается к нему. Тебе не следовало приходить сюда. Наруто сжимает челюсти. Какое-то время они молча смотрят перед собой, перечитывая имена, вырезанные на табличках, и Наруто всем своим существом надеется, что Ниджи не наблюдает сейчас за ними. Он тяжело вздыхает и не может сдержать насмешку в голосе. Почему? Потому что он так сказал? Хинато опускает глаза. Наруто пристально смотрит на нее, ожидая и одновременно страшась услышать ответ. Видя, как замкнулась в себе Хинато при упоминании требований ее мужа, он вспоминает слово Цунади. Но провести остаток жизни с человеком, который во всем похож на тебя, не выйдет. Он думает, что себе и своей жене, хлопающих в дверях, пламенющих взглядах и обидных словах, на которые отвечали с таким же пылом. Он думает, что Хинато и ее мужа, тихих хмурых взглядах, отстраненным молчания, на которые отвечали сдержанной неуверенностью. Он вспоминает тот день, когда почувствовал ее внутреннее смятение и бросился на помощь. Она отказалась рассказать о том, что тяжким угрозом лежала у нее на сердце и призналась, что просто хотела побыть одна. Наруто кажется, что теперь он понимает. Просто чтоб ты знала, начинает он с глухим рычанием. Я не подчиняюсь его переказам. Я знаю, немедленно отвечает Хинато. Это... это наше дело, и оно не имело к тебе никакого отношения. Мне искренне жаль, что он побеспокоил тебя. Если бы я знала, я бы... Она замолкает, вцепившись в свой свитер. Наруто тихо вздыхает, откидывается на корточки и смотрит на темное небо. Хинато в это время кидает на него быстрый взгляд. Не имело ко мне никакого отношения, да... Бормочет он. Хинато тут же отводит взгляд, стараясь больше не смотреть в его сторону. Ты правда в это веришь? Она сглатывает. Независимо от того, он не должен был тебя впутывать. Наруто игнорирует ее попытку уйти от темы. Ты знаешь, что он попросил меня сделать? Он говорил мне раньше. Она еще сильнее сжимается. До этого она довольно часто заговаривала. Переездив в деревню поменьше. Я не понимала, почему... До прошлого вечера... Хинато осекается едва заметно щурить глаза. Е... Прости, я не должна была говорить с тобой об этом. Она вскакивает на ноги, прежде чем Наруто успевает вставить хоть слово, и в панике он хватает ее за запястье, после чего оба замирают. Он не прикасался к ней много лет, не чувствовал ее руки в своей с того далекого дня. Подожди. Прошу, подожди. Пожалуйста. Он крепко удерживает ее за запястье и тоже встает во весь рост, возвышаясь над ее хрупким телом. Хинато молча отступает от него, ошеломленная настолько, что забывает вырвать свою руку из его хватки. Не бойся. Чтобы он тебе не сказал. Не бойся. Я не позволю ему забрать тебя. Хинато судорожно качает головой. Ты не можешь. Не говори так. Наруто нужно, чтобы она поверила. Наруто нужно, чтобы она ему доверяла. Наруто нужно, чтобы она зависела от него. Я могу и сделаю. Нравится ему это или нет, я Хакаги, мои слова не обсуждаются, и если я говорю, что ты остаешься в Канохе, значит, ты остаешься в Канохе. Образ, который Наруто строил годами, практически позабыт, и он говорит все, что приходит на ум. Хинато слабо качает головой. Хакаги лидер Шиноби. А я больше не Шиноби. Мы всего лишь граждане, гражданская семья. Наруто нервно облизывает губы сердца и тяжело стучит в груди, набирая скорость. Химовари. Химовари Шиноби. И не имеет значения, что она еще ученица Академии. Он забрал ее из Академии на прошлой неделе. Он никогда не хотел, чтобы она становилась Шиноби, резко отвечает Хинато, и Наруто начинает раздражаться. Он ведь никогда ни разу в жизни не видел, чтобы Хинато проявляла характер. Но когда дело дошло до ее дочери, он думает, что Хаммасуке и его неуверенности себе из-за двойной жизни химоты. Даже Наруто сумел заметить, как сильно это беспокоило его, как горько Хаммасуке было от того, что ему нет места в мире, который она делила с другими. Наруто остается лишь представлять, как тот излил свое разочарование. Значит, он сглатывает. Значит, это продолжается уже какое-то время. Да. Она не отвечает. Да. Он пытался тебя контролировать, и ты это знаешь. И это не так, слабо шепчет Хинато. Почему ты ничего не сказала? Я был рядом. Наруто отступает, как только произносит это, осознавая, как Хинато может отреагировать на такое смелое заявление. Или Кебе, или Шина, или Куриной Сенсио, или Сакури, или твоей семье все думают, что у тебя все хорошо и ты счастлива, но это не так. Ты ничего не сказал. Ты никогда ничего не говоришь. И даже он чувствует разочарование в Хинато из-за ее привычки всю жизнь держать чувства в себе, никогда не говорить о них вслух, никогда не действовать, а просто слой за слоем наращивать неуверенности. Почему? Практически молит он. И, как и раньше, осознание того, что она не доверяла ему настолько, чтобы открыться, разрывает Наруто на части. Хинато отказывается смотреть на него. Потому что это не твое дело, коротко отвечает она, ни тоном, ни голосом не выдавая своих истинных чувств. Он крепче сжимает ее запястье. Ты мое дело. Ты всегда будешь моим делом. Она резко вздыхает и хмурится. Пожалуйста, не говори так. Но почему? Это правда. Хинато со вздохом опускает голову. Наруто-кун, шепчет она, не смея поднять глаз. Тебя даже не должно быть здесь. Почему? Спрашивает он, хотя прекрасно знает ответ. Ухинато перехватывает дыхание, и в глазах ее появляется отчаянная мольба. Потому что ты не можешь. Не можешь. А я не могу поступить так с тобой. Я не могу поступить так с ним. Он. Он не поймет. Ему это не понравится. На грани паники шепчет она, сились выдернуть руку, чтобы вцепиться себе в поддон куртки. Но Наруто не отпускает. Хинато решительно перебивает он. Чего ты хочешь? Она яростно качает головой. Ты не должен быть здесь. Так скажи мне, чтобы я ушел, бросает он, и Хинато замирает. Скажи мне, и я больше никогда тебя не побеспокою. Скажи мне и скажи это серьезно. Она побежденно прикрывает глаза. Не можешь, так ведь? Тихо спрашивает он. Хинато качает головой. Хотя то, чего я хочу, не имеет значения. Тихо шепчет она в исконно своей манере. Он не просит меня о чем-то неправильном. Я должна чтить его. Чтить? От одной только мысли об этом в жилах Наруто закипает кровь. Хинато, тебя там не было. Он угрожал мне, нес какую-то чушь. Хинато, ты для него как трофей. Он думает, что победил, просто потому, что ты вышла за него замуж. Я действительно вышла за него замуж. Так, может, не стоило этого делать. После этих слов повисает напряженная тишина. Хинато плотно сжимает губы и хмурит брови сильнее. В ее глазах появляется стальной блеск, а тон голоса становится опасно низким. Ты, не тебе говорить мне это. И впервые за долгое время самую могущественную шиноби в мире, боится. Он никогда не видел Хинато рассерженной, и тем более не являлся причиной ее злости, но больше пугая то, что он не может даже примерно предугадать ее следующие действия. А еще Наруто зол на самого себя за то, что сказал ей эти слова, хотя они правдивы. Ее слова также ранили его, как и знание о том, что в глубине души Хинато лишило его всех прав на нее. Наруто хочет, чтобы она закричала. Ударила его. Заставила почувствовать себя куском дерьма, которым он себя и считает. К этому он привык. Что угодно, только бы Хинато не смотрела на него так, как смотрит сейчас остро, неумолимо, словно находится на поле боя. Словно он враг. Но Хинато вдруг расслабляется. Выпускает из легких сдерживаемый все это время воздух и опускает задумчивый взгляд на траву под ногами. Наруто приоткрывает рот, чтобы извиниться, но она тяжело вздыхает. Почему ты так со мной поступаешь? Услышав боль в ее голосе, он прикусывает уголок губы, боясь снова сказать что-то не то. Я не должен был этого говорить. Это ее не останавливает. Почему? Почему ты здесь, Наруто-кон? Она является собой смесь всего того, что клубится сейчас у него в груди растерянность, вину, беспомощность и отчаянное желание услышать ответ. Наруто снова прочищает горло, пытаясь разрубить этот узел с эмоций. Послушай. Я... Прости, ладно. Прости, что это заняло так много времени, но теперь я здесь. Я что-нибудь придумаю. Ты можешь положиться на меня, Хинато. Она снова закрывает глаза, но на этот раз от нетерпения. Наруто-кон, пожалуйста. Не нужно ничего делать. Ты мне ничего не должен. Дело не в этом. Я делаю это не потому, что должен или нет, твердо, даже раздраженно заявляет он, изучая ее заострившиеся черты. Хинато смягчается после его вспышки и будто бы готова задать мучающий ее вопрос, но в последний момент не решается. Только вот тот по-прежнему витает в воздухе, по какой причине он не может и не хочет оставаться в стороне. Ему интересно, понимает ли она. Хинато, я... Я беспокоюсь о тебе. Разве ты этого не знаешь? Он пристально смотрит на нее, на пряди темных волос, на напряженный подбородок, на мерцающую необъятность глаз, пока у Хинато не остается выбора, кроме как сухо кивнуть. Хорошо. Хорошо, поэтому он чуть ослабляет хватку на ее запястье, ровно настолько, чтобы пройтись огрубевшей подушечкой большого пальца по гладкому изгибу ее ладони. Рука Хинато дрожит от его мягкого прикосновения, и Наруто поднимает взгляд от их рук к ее склоненному лицу и расфокусированным глазам. Поэтому я не отпущу. Наруто накрывает ее ладонь своей и ждет. Хинато не отвечает, не смотрит на него и не кажется впечатленным и услышанным. Наруто крепче сжимает ее руку. Скажи что-нибудь. Проходит несколько секунд, прежде чем она, наконец, шепчет «Я не знаю, что сказать». Он ни разу не верит этому. Хинато всегда знает, что сказать. Просто скажи это. Чтобы. В твоем сердце, ты знаешь, я не могу. Почему? Потому что это все испортит, снова шепчет Хинато. Все, что я сделала, все, над чем работала. Я не могу просто отбросить годы стара. Она смотрит на него. Пожалуйста, пойми. Пожалуйста. Я не могу этого сделать. Глядя на нее сейчас умоляющую, паникующую и отталкивающую его, Наруто удивляется, как он мог когда-то видеть в ней только силу. Потому что сейчас он чувствует лишь слабость. Я не стану осуждать. Не стану, клянусь. Теперь она смотрит на него выжидающе. И Наруто знает, что должен ответить. Должен ответить на вопрос, мучивший его с незапамятных времен. Она притягивает его взгляд. Чего ты хочешь, Наруто-кон? Он сглатывает. Смотрит вниз. Смачивает губы и отвечает тихим, низким голосом «Я просто, я не могу потерять тебя». Ты, ты нужна мне, Хинато. Даже если, даже если все, что я могу делать, так это здороваться, или носить твои продукты, или провожать тебя до дома, или слушать рассказы о твоем муже и дочери до конца жизни, мне этого достаточно. Я не буду жаловаться. Я не буду просить о большем. Не буду, клянусь. Но, если ты уйдешь, если он заберет тебя у меня, если я никогда больше тебя не увижу, то не знаю, что буду делать. Он понимает, что они находятся в безвыходной ситуации. Если они продолжат встречаться, Хамасуки заберет ее. Если они начнут держаться подальше друг от друга, тогда он все равно ее потеряет. Наруто отказывается подчиниться этому ультиматуму и надеется, что Хинато чувствует то же самое. Ее глаза наполняются слезами, поблескивающими из-под темных ресниц. Хинато отводит взгляд, обращая его на землю. Я? Начинает она, а затем жмурит глаза, и Наруто задерживает дыхание в ожидании. Я тебе не верю, решительно заканчивает она. Из груди Наруто рвется разочарованный стон, и он отпускает ее руку и вцепляется пальцами себе во волосы. Черт возьми, что ты хочешь, чтобы я сказал, Хинато? Хочешь, чтобы я встала на колени? Ты хочешь, чтобы я сказал тебе, как долго держал это в себе? Как долго думал о тебе? Ты этого хочешь? Хинато отступает от него, выставив перед собой руку, словно защищаясь. Перестань. Нет. Наруто делает шаг вперед, вызывающий глядя в ее настороженные глаза, и Хинато отступает еще на шаг. Это ты перестань, Хинато. Перестань вести себя так, будто не понимаешь, о чем я говорю. Перестань отталкивать меня. Перестань так на меня смотреть. Перестань убегать от меня. Хинато останавливается на полушаге, застыв на месте, и прищуривается. Это не я убегаю. Его разочарование мгновенно рассеивается, а горло сжимается от всплеска эмоций. Внимательно наблюдающая за ним Хинато смягчается. Прости. Прости, но... Ты не можешь говорить мне что-то подобное. Не после. Сыво. Она выжидающе смотрит на него, будто приготовившись к новой вспышке раздражения. На этот раз Наруто нечем возразить. Он молчит. Ты мой друг, тихо говорит Хинато. Ты много значишь, для меня. Всегда значил. Ты это знаешь. Вот почему. Она смущенно опускает глаза, мне трудно отпустить. Я должна была прекратить это давным-давно, но не могла заставить себя. Хинато прикусывает нижнюю губу. Но я была эгоистична. И глупа. Наруто-кун, я больше не маленькая девочка. Я жена, мать, и у меня есть семья, о которой нужно заботиться. Но, когда я с тобой, то снова чувствую себя молодой. Когда любовь к тебе делала бы меня сильнее, признается она без тени сдержанности, без колебаний в голосе и неуверенности во взгляде. Хинато выглядит настолько спокойной, в то время как его сердце колотится так, будто прямо сейчас вырвется из груди и прыгнет точно ей в ладони. Но, по его мнению, не имеет значения, сколько им лет. Не важно, есть ли у него жена, а у нее муж. Не важно, есть ли у них дети. Клоны не имеют значения. Обязанности не имеют значения. Ничего не имеет значения, когда дело касается ее. И так будет всегда. Но это уже не так, продолжает она. У меня семья. Химовари. Мне нужно быть сильной ради нее. И мой муж. Я уважаю его. И, кто бы что ни говорил. Я люблю его. Любит его. Она любит его. У Наруто сжимается желудок. В горле застревает ком. Во рту пересыхает. Ему кажется, будто его оглушило неожиданным ударом полное и абсолютное предательство. Предательство, которое не имеет ничего общего с болью, что он испытал из-за ухода Саски. От этого предательства у него кипит в груди и леденеет в венах. А не менее. А не менее во всем теле. Только беспокойное сердце все еще живое тяжело бьется за ребрами. Он рассеянно прижимает ладонь к груди, будто это поможет успокоить сбившийся с ритм орган. Наруто даже не осознает, что чувствует он никогда не испытывал ничего подобного. Не горе, но близко к этому. Не ненависть, но нечто похожее. Костяшки пальцев сжимаются в ответ на образы, что он рисует в голове, на ужасающее желание сделать Хинуту вдовой. Ее любовь должна была достаться ему. Ему. Он цепляется за ужасные мысли, наслаждается ими всего несколько секунд, прежде чем отбросить их прочь. Он чувствует взгляд Хинуты, но не может заставить себя посмотреть в ответ. И хотя он всегда знал, что Хинута не его, ее сердце принадлежало ему. Она обещала ему это очень давно. Вот почему, даже когда она вышла замуж, и все говорили ему забыть, Наруто никогда не сомневался в ней. Ее слово значило для него все. Она никогда не должна была перестать любить его. Наруто даже не знает, сколько времени проходит в тишине, прежде чем ему удается заставить себя заговорить. Ты сказала, что никогда не откажешься от своих слов. Еще несколько секунд тишины, будто Хинута пытается осмыслить, что он только что сказал. Что? Ты это сказал? Ты сказала, что всегда будешь любить меня. Наруто тяжело сглатывает, так и не признавшись вслух, что Хинута действительно любила его. Он ждет, пока она вспомнит, и потому, как ее руки перестают сжиматься, Наруто понимает, что это произошло. Значит, это была ложь. Неужели все было ложью? Он смотрит на нее сосредоточенным, злым и горящим взглядом. Погрузившаяся в прошлое Хинута отвечает лишь виноватым и печальным взглядом. Ты просил поделиться тем, что у меня на сердце, скромно напоминает ему Хинута. А в моем сердце, я люблю свою семью. Я сделаю все, чтобы они были счастливы, сделаю все, чтобы защитить их. Она крепко сжимает ладони и несколько секунд задумчиво смотрит вдаль, прежде чем снова встретиться с ним взглядом. Но я все еще люблю тебя. Даже после всех этих лет, даже после всего, что произошло, я никогда не переставала думать о тебе. Я так и не отпустила. Я никогда не переставала любить тебя. Хинута жмурит глаза, борясь с слезами, которые он все же замечает, проступает сквозь ресницы. А Наруто... Он не может дышать. Просто не может. Он не чувствует ног. И рук. В груди появляется странная легкость. Чтобы не привязывала его к физическому миру, оно скользает сквозь пальцы. Он словно со стороны наблюдает за сценой, не смея поверить, что Хинута снова призналась ему в любви. Что все ошибались, что он был прав, добиваясь. Потому что Хинута до сих пор здесь, до сих пор рядом, по-прежнему незримым поддерживает. Наруто должен быть счастлив. Так и есть. Но улыбнуться от Чигаты не выходит. По венам циркулирует чистейшее электричество, душа парит в невесомости, сердце бьется так. Просто невероятно. И в то же время ужасно. Ужасно, потому что он знает, что это еще не конец. Хинута глубоко вдыхает и рассидно проводит рукой по волосам, чтобы успокоиться. А затем продолжает «Но это неправильно». «Это неправильно, поэтому нужно прекратить». «Но. Но для тебя. Я знаю, что ты так не считаешь. Ты не видишь ситуацию так, как вижу ее. Ты не чувствуешь того, что чувствую ее». Наруто хочет возразить, но Хинута неосознанно перебивает его. «Я хочу быть твоим другом». «Хочу. Очень. Я тоже не хочу тебя терять. Я хочу видеться с тобой, разговаривать, гулять с тобой. Я просто хочу быть с тобой». Она мрачно улыбается. «Я не изменилась. Даже после всего, я совсем не изменилась». Хинута опускает глаза, и ее улыбка исчезает. Сейчас она так похожа на маленькую девочку, которую он впервые заметил на арене, смущенную, напуганную и настолько пристыженную, что у Наруто разрывается сердце. Она вздыхает, хмурит темные брови и не поднимает земли светлых глаз. Несколько мгновений проходит в тишине. «Прости. Я пойду». Он мгновенно выходит из транса. «Что?» «Нет, ты не можешь уйти. Наруто-кун, я и так сказала слишком много лишнего, мне нужно идти». Все его внутренности скручиваются в узел, сердце снова бешено колотится, а в ушах вводит сирена. «Сейчас или никогда?» «Времени не осталось. Сделай это сейчас. Немедленно. Останься со мной». Хинута спотыкается на полушаге, распахнув глаза, будто слышалось. «Что?» Тише шепотом выдыхает она. Наруто колеблится, но сразу же напоминает себе, что нельзя терять время. «Хинута, я хочу, чтобы мы были вместе». Хинута мертвенно бледнеет и смотрит на него застывшим взглядом. «Ты не серьезно?» «Серьезно». Оно беспомощно оглядывается по сторонам, как будто ищет правильное слово. «Если это из-за того, что я только что сказала?» «Нет». «Ну, то есть, да, но не из этого». «Что ты?» «Дыхание Хинута учащается, и она немигающе смотрит ему в глаза». «Я не понимаю». «Что ты говоришь?» «То, что должен был сказать давным-давно», веско заявляет Наруто. «Хинута, я все испортил». «Да. Я все испортил и разрушил свою жизнь, и твою тоже, и я никогда не смогу выразить словами, насколько сожалею об этом. Но все продолжают говорить, что уже слишком поздно и что я должен просто забыть об этом и оставить тебя в покое, но они ошибаются. Они ничего не знают. Но ты знаешь. Ты знаешь, Хинута. Ты знаешь. Ты всегда знала, Витак. Знала?» Непонимающий шепчет Хинута. «Что мы должны быть вместе?» Так же тихо отвечает Наруто. «С тех самых пор, когда мы были детьми». Он бросает взгляд на землю, поддевая носком ботинка-комок земли. «Это было то самое. Когда я вспоминаю». Он улыбается. «Это было любовью. Все, что мы делали друг для друга, все, что говорили, что чувствовали, вот что это было, да». Наруто снова чувствует себя двенадцатилетним сопляком, смотрит на Хинуту и гадает, о чем она думает. Говорит все то, чего никогда бы не сказал раньше. Может, в его словах и нет особого смысла, но он уверен, что она его понимает. Смочив губы, он продолжает Хинута, «Все это время это должны были быть мы. Ты и я. Это как будто бы, как будто мы принадлежим друг другу». Он моргает, желая лучше уметь выражать чувства словами. «Прости, что я так долго не замечал этого. Прости. Но я могу еще все исправить. Еще не слишком поздно». Хинута все так же молчит. «Но она слушает, и этого для Наруто достаточно. На данный момент он счастлив и тому, что она еще не сбежала. Он просто должен говорить правильные вещи. И тогда Хинута увидит. Она должна увидеть. Я сделаю все, что потребуется, Хинута. Все, что ты захочешь, я сделаю это. Только, останься со мной». Хинута глубоко вздыхает и сжимает губы в попытках успокоиться и разобраться во всем, что он только что ей излил. «Ты, ты хочешь быть со мной?» Да, мгновенно откликается он, не удивившись ее смятению. Взгляд Хинуты загорается, она смотрит на него с удивлением, но почти сразу опускает глаза. «Ну, ну как же?» Она неуверенно замолкает, без сомнения, боясь негативной реакции общества. Наруто молча переваривает ее слова, когда смотрит на нее, его взгляд пылает. Никто ничего не узнает. Она застывает, и он понимает, что выбрал неправильную формулировку. Будь на месте Хинута другая женщина, его бы тут же избили. Но она всегда была не такой, верно? Поэтому Хинута просто стоит и смотрит на него, молчаливая и неподвижная, непоколебимая даже перед лицом абсолютного неуважения. Наруто охватывает стыд, и он опускает глаза, сожалея, что позволил своему импульсивному отчаянию говорить за него. «Я не это имел в виду. Не так, как ты подумала. Я знаю», — тихо отвечает Хинута, и Наруто вздыхает с облегчением, безмолвно благодарный за то, что она так хорошо его знает. «Наруто, но он еще не закончил. Я разведусь с ней». В огромных глазах Хинута пляшет неподдельное неверие. «Что? Я разведусь. Если это необходимо, то я разведусь». Какая-то часть его испытывает огорчение от того, что оставить жену будет легче сказать, чем сделать, но большую часть это совершенно не волнует. Хинута нервно сжимает края рукавов. Баруто, он не простит. Наруто опускает глаза. Когда-нибудь он... он поймет. Наруто заставляет себя улыбнуться, а Химу Варя сильная. Она справится. При упоминании дочери, Хинута прекращает свои нервные действия. «Если ты беспокоишься о репутации, то даже не переживай, Хинута. Я обо всем позабочусь». Она прикрывает глаза. Но... все не так просто. Конечно, он это знает. За этим обязательно последует скандал, который будет сотрясать деревню месяцами. Он будет в центре общественного внимания, и чертовший Камар убьет его, но оно того стоит. Если он сможет быть с Хинутой, и никто не попытается встать на его пути, то оно того стоит. Наруто жалеет, что не сделал этого давным-давно. Черт, он жалеет, что не схватил ее и не сбежал еще до того, как Хамасаки подумал, что у него есть шанс. Черт! Хамасаки! Но... если он действительно любит Хинуту, как говорит, тогда он хотел бы, чтобы она была счастлива, так? А она сможет быть счастлива только с ним. Наруто смотрит на нее сверху вниз, хмурясь при виде ее очевидных страданий. Ему интересно, Хинута тоже сейчас думает, что своем муже? И Наруто тоже чувствует себя плохо. Да, но... ничего не поделаешь. Он уверенно приближается к ней. Хинута. Он снова берет ее за руку, обхватывает тонкое запястье ладонью. Все будет хорошо. Наруто нужно, чтобы она повелила ему. Ему нужно, чтобы она ему доверяла. Хинута. Я знаю, что все не идеально. Все плохо, что уж там. Я знаю. Но, если мы сделаем это, то сможем быть вместе. Я позабочусь о тебе. Тебе больше никогда не придется беспокоиться. Обещаю. Хинута слабо качает головой. Откуда ты знаешь? Она поднимает на него взгляд. Ее лунные глаза большие и невероятно глубокие пряди темных волос касаются бледных щек. Хинута настолько прекрасна сейчас, что все остальное перестает иметь значение. И слова, которые всегда вертелись у него на языке, жаждали быть озвученными, признанными, которые Наруто всегда проглатывал в страхе перед тем, что произойдет. Если он произнесет их, воплотит в реальность, это больше не имеет значения. Потому что, потому что я люблю тебя. Как же приятно наконец сказать это. Кажется, всегда любил. Так правильно. И знаю, что всегда буду любить. Это правда. Хинута немедленно вскидывает голову, и ее лицо загоралось румянцем. Наруто-кун? Тихо вздыхает она. И их взгляды встречаются так, что Наруто вдруг уверен, что время остановилось. Наступает полная тишина, даже воздух больше не движется и ноги толкают его ближе к ней. Тысяча эмоций пронизывает его, но он не может распознать ни одну, а лишь позволяет себе погрузиться в ощущения. Колотящееся сердце единственное, в чем Наруто уверен он слышит, как отчаянно оно бьется у него в ушах. Теперь он так близко к ней, что их груди соприкасаются, и до него доносится сладкий запах шампуня Хинуты. Он видит расширенные бледные зрачки ее глаз, чувствует жар ее тела. Он отпускает ее запястье и скользит рукой к пальцам, так же, как взгляд его глаз скользит ниже, к ее губам. И когда он медленно наклоняется, прикрыв потяжелевшие веки, то чувствует, как крепко она сжимает его пальцы, будто только он привязывает ее к физическому миру, и их губы приоткрываются и беспомощно замирают друг напротив друга так близко, что дыхание становится одним на двоих. Наруто заглядывает ей в глаза, безмолвно спрашивая разрешения, но когда видит, что Хинута уже закрыла их в ожидании, то, не колебляясь, нежно касается ее губ своими. Поют сверчки. Его пальцы путаются в ее волосах. Небо светлеет. А Наруто и Хинута целуются так, будто их никто не видит. Они ошибаются. Ты говоришь, что он любит тебя больше, чем я, поэтому я отпускаю тебя. Иди с ним. Каждое воскресенье, среду и пятницу, без четверти 4 утра, некто сурова сота приходит на большое кладбище Канахагакури, дабы выполнить свои ежедневные обязанности кладбищенского работника. За 15 лет полировки табличек, сгребания сухих листьев и сбора увядших букетов он ни разу не опоздал, не пропустил ни единого дня, никогда не забывая о своем долге по уходу за домом павших защитников Канахи. Но это была скучная, однообразная работа. И уж точно не запоминающаяся. И само собой разумеется, когда перед глазами сурова соты предстал образ, навсегда отпечатавшийся в его памяти как самое удивительное, невероятное событие, свидетелем которого ему когда-либо приходилось становиться, ему было что рассказать. Он мурлычет что-то себе под нос, разбирая рабочие документы. Немелодичный, безымянный счастливый гимн, который он никак не может выкинуть из головы. Сегодня кабинет очи готова не кажется таким маленьким и удушающим, как обычно. Наруто греется в теплых лучах полуденного солнца, льющихся сквозь широкие окна, и наслаждается красотой нового дня. Прервавшись на секунду, он смотрит на запертый левый ящик стола, вернувшись мыслями к документам, спрятанным внутри. Он не так умел в составлении юридических документов, как ваша Камару, но на данном этапе своей карьеры тоже довольно поднаторил в этом. Скоро они будут готовы. Скоро он сможет показать их ей, а потом, вздохнув полной грудью, он откидывается на спинку стула и, повернувшись лицом к окну, глядит на солнце. Будущее еще так туманно. Но Наруто счастлив. Уже очень, очень давно он не испытывал такого счастья. Только-только закончив обзор деревенских оружейных запасов, он вздрагивает, когда дверь кабинета резко распахивается и с треском ударяется о стену. Наруто роняет бумаги, что держал в руках, и при виде знакомых янтарных глаз и светлых кос обескураженно вскрикивает бабули. И вздыхает, одновременно облегченно и взволнованно. Конец спокойному дню. Цунади врывается в кабинет, на ее лице застыло суровое выражение, и она стремительно приближается к нему. «Это правда?» – спрашивает она угрожающе, и ее тона хватает для того, чтобы Наруто насторожился. Он замирает, но тут же расслабляется и спокойно поднимает упавшие бумаги. «Что правда?» «Не прикидывайся дурачком!» «Где ты был три ночи назад в четыре утра?» Требовательно шипит Цунади, пронзая его взглядом, но Наруто лишь недоумевающе смотрит на нее в ответ. У него вдруг пересыхает во рту, будто он наглотался песка, и он изо всех сил пытался дышать через скованное горло. «Черт!» «Отвечай!» Цунади крепко стискивает кулаки, прижав руки к бокам, и смотрит на него сверху вниз. Он не может ей ответить, кроме как солгать. Осознание этого вызывает ощущение, будто его погрузили в ледяную воду. Он не лыжец. Не лыжец. Но ему нужно защитить ее. Он пообещал, что защитит ее. Очнувшись, он подавляет панику и смотрит на свою наставницу. «Черт возьми, откуда мне знать?» «Дома, наверное». «Почему ты спрашиваешь об этом?» Цунади пристально смотрит на него, а затем поворачивает голову на угол, где под маскировкой стоят Анбу. «Оставьте нас!» Оба молчат, ожидая, пока кабинет опустеет, а потом Цунади начинает активировать печати, которые используются при обсуждении миссии Ширанга. Наруто поднимается и раздраженно проводит рукой по волосам, но Цунади намеренно игнорирует его, напряженно продолжая свое занятие. Печати действительно необходимы. Наруто оборачивается к двери, у которой, прислонившись к косяку, стоит усталый Какаши. Цунади отвечает на его вопрос молчанием, и, вздохнув, тот входит в кабинет. Его темная форма Шиноби резко контрастирует с ярко-оранжевой курткой Наруто и ярко-зеленым плащом Цунади. При виде своего усталого учителя, человека, который никогда не хотел становиться Хакаги, Наруто напрягается сильнее и устремляет на него вопросительный взгляд. Какаши Сенси зовет его Наруто. Что происходит? Седовласый мужчина поворачивается к Хакаги лицом, одаряя его безрадостным взглядом. Он смотрит на долю секунды дольше обычного, и уровень паники Наруто стремительно возрастает. Надеюсь, ничего, следует, наконец, ответ. Не говоря больше ни слова, он тяжело опускается на один из стульев перед столом, и тревога Наруто достигает апогея, когда Какаши привычным жестом не вынимает из кармана свою излюбленную Чич. Цунади тем временем заканчивается активацией печати и усаживается рядом с Какаши. Сядь, резко бросает она, и Наруто немедленно падает на стул без лишних вопросов, заставив себя сохранять спокойствие под пристальным вниманием двух своих предшественников. Ты сказал, что не помнишь, где был три ночи назад. Так? В ответ он моргает. Ну? Так где ты был тогда? Ээээ. Цунади перебивает его. Отвечай, Наруто. И быстро. Он хмурится от ее тона. Так. Послушайте. Он переводит взгляд Цунади на Какаши обратно. Пока вы не скажете мне, что происходит, черт подери, я буду молчать. Я больше не ваш ученик, а вы больше не Хакаги. Он замолкает на секунду, давая им осознать его слова. Итак. В чем дело? Поджав губы, Цунади бросает быстрый взгляд на Какаши. Ходят слухи. Наруто не может сдержать недоверчивую улыбку. Это какая-то шутка. На его насмешку Цунади щурит глаза. Слухи не берутся из ниоткуда, Наруто. У меня нет времени на сплетни. Наруто, это серьезно. Они распространяются как лесной пожар. Бао, тянет Наруто. Я уверен, что это ерунда. Просто. Наруто, наконец, вмешивается к Какаши, и Наруто остро осознает, что перед ним сейчас другие Хакаги. Бывшие, но все же Хакаги. Он нерешительно смотрит на сурового Раку Дайми. Его взгляд пронизывающий. Сосредоточенный. Непоколебимый и всезнающий. Три ночи назад в четыре утра ты был на кладбище Канохи с Хаммасу Кихинато или нет? За вопросом следует мертвая тишина. А Наруто вспоминает, что всего несколькими минутами ранее чувствовал, что может ходить по воздуху. Сейчас же в его желудке появляется якорь, который тянет его все ниже и ниже. Наруто отводит взгляд и смотрит в пустоту. Он точно знает, с кем сейчас находится в одной комнате, и прекрасно понимает, что лгать бессмысленно. И при медлении тоже не улучшит его положение. Он опускает глаза на стол и на долю секунды скользит взглядом к левому ящику. Наруто думает, что своем обещании. От своем обещании ей. И об обещании, данном родной деревне. Он сглатывает. Прости. Да. Сидящих за столом окутывает мертвая тишина. Затишье перед бурей, понимает он. Какаши прикрывает глаза, в суноде прищуривается, а Наруто удерживает на лице безэмоциональную маску. Он не хочет чувствовать себя виноватым. Он не хочет стыдиться. Однако испытывает оба чувства. И, может быть, именно поэтому Какаши лишь сидит и смотрит на него, а суноде слишком разгневана, чтобы оставаться неподвижной. Она вскакивает, шипит проклятие, а затем бросается к книжному шкафу и лихорадочно шарит по полкам. Наруто не удивляется, когда она достает из-за книги бутылку Саки, которую ловко спрятала когда-то, и делает огромный глоток. Закрывая бутылку, суноде тяжело дышит, стоя к нему спиной. Только спустя несколько долгих мгновений она, наконец, поворачивается. Ты солгал мне. Я... Начинает он, не находя слов. Я спросила тебя, где ты был, и ты сказал, что не помнишь. Суноде подходит к столу и с грохотом ставит бутылку на столешницу, глядя ему прямо в глаза, пока престиженный Наруто не отводит взгляд. Меня не волнует, сколько раз ты спасал деревню. Мне плевать, что ты теперь Хакаги. Мне все равно, что ты в тысячу раз сильнее меня. На последней фразе она понижает голос, и Наруто отвечает ей пристальным взглядом, но тут же широко распахивает глаза при виде ее остекленевших. И он понимает, что Суноде говорит ему это не как бывшая Хакаги, а как мать, которая всегда заботилась о его благополучии. Никогда больше не о гимне. Наруто разом сдувается и опускает глаза. Какаши медленно поднимается со стула. Суноде, мягко говорит он. Нам нужно подумать, как минимизировать ущерб. Она отрывает взгляд от Наруто и раздраженно поворачивается к Хатаге. Ты ничего не хочешь ему сказать? Ты обучал его. Он твой преемник. Он не ребенок. Наруто знает, что ошибся, и все исправит. Суноде качает головой. Даже после того, как я специально сказала тебе держаться подальше, отпустить, ты просто пропустил все мои слова мимо ушей. Бабуля. И ради чего? Прогулки по переулкам памяти. Ради этого ты рисковал всем? Суноде настолько зла и растеряна, что у Наруто не остается выбора, кроме как молчать и ждать, пока она успокоится. Не могу поверить. Я не могу поверить, что ты совершил такую глупость. Она тянется к шляпе Хатаги на его столе, хватает и трясет ее в воздухе. Это кое-что значит, Наруто. Это значит, что ты больше не имеешь права быть эгоистом. Что в первую очередь ты несешь ответственность перед деревней. Ты это прекрасно знаешь. Деревня полагается на тебя. Ты не можешь просто бросить все ради личных чувств. Зачем тебе рисковать всем, о чем ты мечтал, просто ради, ради? Речь Цуноде обрывается, она плотно сжимает губы и отворачивается. На долгое мгновение снова повисает тишина. Наруто смачивает губы, пытаясь говорить ровно. Как? Как мы и сказали. Слухи тянет какаши. Последние три дня они циркулируют по деревне. Он вздыхает и снова садится. Нужно придумать план. Он барабанит пальцами себе по коленям. Согласна, вздыхает Цуноде. Затем она складывает пальцы в знакомые печати, и перед ней материализуется Анбу. Приведи ко мне Хаммасу кихинату. Нет, немедленно рявкает Наруто, и Анбу послушно замирает. Цуноде снова поворачивается к нему, гневно сверкая глазами. Наруто. Оставь ее в покое. Она знала, что делала, твердо заявляет Цуноде. Если она кому-нибудь расскажет, она ничего не расскажет, тихо говорит Наруто. Он знает, что это правда. Она никогда не расскажет никому о том, что произошло на кладбище. Из-за стыдали, или из-за уважения, Наруто не хочет думать об этом. Гадайми окидывает его пристальным взглядом и отпускает Анбу взмахом руки. Хорошо. Какаши откидывается на спинку стула. Наруто. Отправь несколько клонов в патруль, как ты обычно делаешь. Нам нужно убедить всех, что все как обычно. А пока ты этим занимаешься, прислушивайся к дальнейшим сплетням. Наруто кивает и делает то, что ему говорят, глядя на клонов, кидающих на него опасливый взгляд, прежде чем выпрыгнуть в окно. Цуноде придвигает стул ближе к столу и опускает подбородок на сцепленные руки. А теперь расскажи нам, что именно произошло. Он привык, что на него смотрит. Во взглядах не было ничего нового. Люди всегда смотрели и всегда шептались, когда он был рядом. Наруто идет по деревне с высоко поднятой головой. Черты его лица застыли маской холодной уверенности. Давно уже он не чувствовал себя так, как в шестилетнем возрасте смущенным, злым, обиженным и непонимающим. Но теперь он вспоминает, насколько это неприятно, замечая, как ахает и приглушенно шепчутся между собой жители, встречающиеся ему по пути. Он занимается своими делами, как обычно притормаживает у прилавков торговцев, чтобы проверить, как идет торговля и стойко игнорирует их взгляды. Небрежно пролистывает какие-то журналы у книжной лавки, совершенно не вчитываясь в текст, посылает импульсы чакры к органам чувств, чтобы уловить шепот, витающий повсюду. В каком-то смысле это даже забавно. Как простое действие может перевернуть привычный мир. Результат не заставляет себя ждать. Но надо иметь наследницах Юга. Да-да, та, что вышла замуж против воли Отца. Целовались? Не может быть, наедине черт знает сколько времени. Я слышала, они собираются сбежать. Нет, они уже тайно помолвлены. Они встречаются уже много лет, в этот раз их просто застукали. И другие, от которых живое воображение Наруто сворачивается клубком. Осквернили могилу своими громкими стонами. На кладбище. Неужели Хакаги не может позволить себе комнату в отеле? Трахались посреди ночи, у всех на виду. Но были и такие, от которых в жилах стула кровь. Ну, Хакаги может заполучить любую женщину, которую захочет. Но от Хьюги я такого не ожидал. Она покупает у меня редис, прикинь. Всегда оказалась такой добропорядочной женщиной, Пазо. У них есть семьи, дети, а они позволяют себе подобное. Кстати говоря, я видела несколько раз, как они разговаривали. Только вдвоем. Гуляли, прямо как парочка. Бедная его жена. Ее муж, наверное, в ярости. Мне казалось, что Хакаги должны быть честными и заслуживающими доверия. Шиноби. Они мастеры обмана. Чего ты хочешь от них? Наруто слышит все это и закрывает глаза, чтобы успокоиться. Слухи? Просто слухи. Мне похоже, чтобы кто-то из них знал правду. Они думают, что знают все, но это не так. Им известно только о поцелуе. Но никто не упоминает, как сразу после Хинута, всклипнув, отшатнулась от него. Как, захлебываясь слезами, она толкнула его, ненавидя себя, и громко разрыдалась, спрятав лицо в ладонях. Как он прижимал ее к груди и умолял не плакать. Не плачь. Прости. Пожалуйста, не плачь. Он вспоминает ее лицо, мокрое от слез ресницы и побежденный взгляд. Остаточное покалывание на губах, собственное учащенное сердцебиение, окутывающее разум бледную дымку, которую он никак не мог разогнать. И как, когда ему, наконец, удалось вернуться в реальность, на грудь опустилось два противоборствующих груза невероятный романтический транс, чистая и осязаемая любовь и ошеломляющий ужас от осознания того, что он только что сделал. И еще более сильный ужас от неосторожной мысли сделать это снова. Но он разжал объятия, когда Хинута дернулась, чтобы высвободиться. Когда она сказала, что ей нужно вернуться домой, пока не проснулась дочь, он все понял. И когда она шепнула короткое «прощай», он твердо сказал ей, что они скоро увидятся. Он пообещал. Ему интересно, знает ли она. Слышала ли она слухи, и относятся ли жители деревни теперь к ней по-другому. Он сжимает кулаки. Наруто шагает по улицам, переходя от одного дела к другому и бесконечно повторяя себе, что скоро все закончится. Что никто на самом деле не поверил в это, и слухи сойдут на нет, как и всегда. Это пройдет, и тогда они смогут спокойно продолжить. Может потребоваться немного больше времени, чтобы подготовить публику, учитывая, что этот слух свеж в их умах. Но, в конце концов, все будет хорошо. Все просто обязано разрешиться хорошо. Если бы только... Если бы только они могли еще чуть-чуть продержать это в секрете. Ровно до тех пор, пока он не сможет смягчить удар. Пока он недоработает каждую деталь своего плана. Только пока. Он дважды моргает, заметив мелькнувшие в толпе темные волосы, и сразу же направляется в ту сторону, отринув здравый смысл. Он пытался нащупать ее чакру, сканирует периферию в поисках ее волос, бледной сияющей кожи, лавандового свитера, чего угодно, что помогло бы отыскать ее. Ему нужно ее увидеть. Он должен убедиться, что с ней все в порядке. Он должен убедиться, что ничего не изменилось. Ему требуется несколько секунд, чтобы понять, что мельком в толпе он видел не Химоту, а ее дочь. Хамасаки Химовари сжимает ладонь хмурого бура мишена. Они медленно идут сквозь толпу, которая мгновенно расступается перед ними, прожигая долгими взглядами. Наруто замирает и тоже смотрит. Химовари выглядит такой растерянной, робкой и печальной, что у Наруто болит в груди. И он понимает, что ему нужно уйти, пока какой-нибудь доброжелатель не заметил его и не ткнул пальцем, но Химовари вдруг поворачивает голову и видит его. Девочка останавливается, и ее глаза широко распахиваются по мере узнавания. Наруто помнит первый и единственный раз, когда они виделись и говорили. На кладбище. Какой она была милой, застенчивой и удивленной, воочию увидев человека, о котором ей рассказывала мать. Прославленного Хакаги. Почитаемого героя четвертой Великой войны Шиноби. Верного товарища и ее дорогого дяди. Друга детства матери. Нынешний ее взгляд говорит о том, что Химовари не видит в нем ничего из этого. Она видит мужчину, поцеловавшего ее мать. Мужчину, который не является ее отцом. Он неловко сглатывает, разрывая зрительный контакт, только бы не видеть больше ее растерянных и спуганных глаз. Подняв голову, Наруто натыкается взглядом на темные очки Шина. Как и всегда, выражение его лица нечитаемо. Но Наруто не нужно видеть глаза Шина, чтобы понять, что тот зол. Шина тянет Химовари за руку и уводит ее. Она бросает на Хакаги последний взгляд, прежде чем подчиниться, и уходит, не оборачиваясь. И Наруто делает то же самое, шагая в противоположном направлении и подавляя подступающую к горлу панику. Он ничего не понимает. Химовари всегда была со своими родителями. Если не с одним, то с другим. Всегда. Тогда почему, почему Шина? Что с Хаммасуке? И что с ней? Угроза Хаммасуке бьется в мозгу, и Наруто постоянно напоминает себе, что они не покинули бы деревню без своей дочери. Но он не может справиться с паникой, и чувствует себя таким глупцом, что провел целых три дню, не удосужившись отыскать ее и убедиться, что она в безопасности. Где ты? Пожалуйста, пусть все будет хорошо. К тому времени, когда Наруто заканчивает, Шикамару выкуривает целую пачку сигарет. Какаши молча лежит на диване, а Цинаде нервно наворачивает круги по кабинету. У дверей снаружи стоит Конохамру, призванный отваживать посетителей. Значит, это был всего лишь поцелуй. Повторяет Шикамару, пристально глядя ему в глаза и усиленно думая. Наруто кивает. Да. Просто поцелуй. Его гордость в это время корчится в агонии, но у него не остается выбора. Это был просто поцелуй. Чистая правда. Но этот поцелуй значил для него больше, чем годы брака. И никто не должен этого знать. Наруто молчит, пока Шикамару размышляет над этим. Хвалаками, шквал вопросов уже закончился. Как долго это продолжается? Сколько раз? Она просила тебя об этом? Кто еще знает? Ты кому-нибудь рассказывал? Твоя семья знает? Знает ли ее семья? Почему сейчас? Почему ты сделал это сейчас? Цунади глубоко вздыхает. Слух должен был откуда-то появиться. Кто-то заметил их на кладбище. Нам нужно выяснить, кто и... и что. Перебивает какаши. Пригрозить им, чтобы они замолчали. Цунади смотрит Наруто в глаза. Толкни речь. Ты это умеешь. Наруто откидывается на спинку стула и прикрывает глаза. Он никогда не чувствовал себя таким некомпетентным идиотом. Как он не заметил постороннего присутствия? Чакру. Он Хакаги, черт возьми. Как он упустился глядатая. Потому что отвлекся. Ответ был достаточно прост, но Наруто хотел бы, чтобы это было неправдой. Давайте отправим жучков, предлагает Шикомару, слабо затягиваясь очередной сигаретой. Да, это может занять несколько дней, но если жучков будет много, мы сможем отследить каждый слух источник за источником. Он сказал он и сказала, да. Вздыхает Цунади. Грубый метод, но он может сработать. А пока, решительно говорит Какаши, нам нужно найти способ сохранить общественный имидж Наруто. Я и правда мог бы произнести речь, подключается Наруто. Он мало говорил на протяжении всей встречи, позная кое-что о поднятии боевого духа. На данный момент он только благодарен за то, что его наставники и советник относятся к случившемуся как к боевой стратегии, а не как к эмоциональному вмешательству. Тот факт, что это его действия привели всех к нынешним трудностям, не озвучивается. ММ. Можно, конечно, принять приглашение от одного из ведущих этих так-шоу. Слишком рискованно. Они могут задать ему вопрос об этом, и обязательно зададут. Ну, а если... Раздается стук в дверь, и четверка замолкает, переводя друг на друга растерянные взгляды. Снова раздается стук, и Кокаши поднимается и идет к двери, чтобы посмотреть, кто посмел прервать закрытую дискуссию между Хакаги. Дверь приоткрывается, и Рокудайми выглядывает в коридор. Он смягчается, увидев посетителя. У нас встреча в разгаре. Это может подождать? Боюсь, что нет. Наруто оживляется, услышав знакомый голос. Кокаши отступает, впуская в кабинет суровую Саруто Бекуриной. Шикомару выпрямляется и настороженно смотрит на бывшего учителя. Цунади облокачивается на стол и кидает на Куриной вопросительный взгляд. Куриной Синси, неуверенно бормочет Наруто. Темноволосая женщина окидывает его пронзительным взглядом алых глаз. Сурова Сота, твердо говорит она. Работает в ночную смену на кладбище. По кабинету разносится коллективный вздох. Он? Это он видел тебя три ночи назад и именно он распространил первоначальный слух. Она не ждет, пока ее начнут расспрашивать о деталях. По собственному опыту посещения кладбища в... Неурочные часы. Единственные, с кем вы можете столкнуться, смотрите ли. Я немного пораскинула мозгами, сложила два и два и взяла на себя смелость подтвердить свою теорию. Куриной начинает шикомару, но та немедленно перебивает его. Слухи скоро прекратятся. Наруто шокированно молчит, но, на удачу, дар речи обретает Цунади. Он гражданский. Что именно ты сделала? Куриной спокойно встречает ее пристальный взгляд. Я извлекла воспоминания и заменила его туманной иллюзией, похожей на сон наяву. Ее блестящие глаза сужаются, напоминая всем присутствующим о том, что она мастер иллюзий. В последнее время его брак трещит по швам, и он все чаще прикладывается к бутылке. Завидуя идеальному браку Хакаги, он распространил слух, но не ожидал, что тот вызовет такой резонанс. Она делает паузу. Во всяком случае, именно это он будет рассказывать своим друзьям и соседям завтра утром. На кабинет опускается тишина, пока Кукаши не прочищает горло. Независимо от обстоятельств, дело сделано. Теперь нам остается лишь следить за ситуацией. Куриной кивает. Тогда я пойду. Она кланяется и разворачивается к двери. Куриной и Сенсей. Наруто видит, как-то напрягался и медленно оглядывается на него. Спасибо. Она прищуривает глаза. Я сделала это не для тебя. Не сказав больше ни слова, она выходит, оставляя за собой тишину. Каждый из присутствующих поочередно смотрит на Нанадайме, а после отводит глаза. Наруто чувствует их взгляды. Больше никаких лекций, твердо говорит он. Я понял. Понял. Да ну. Цунади внимательно смотрит на него, скрестив руки на груди. Еще одна подобная ошибка, и ты так легко не отделаешься. Я знаю. Этого больше не повторится. Ради всех нас. Какаши пожимают плечами, накидывая жилет. Я очень на это надеюсь. На сегодня закончим. Мы соберемся завтра, если потребуется. Он направляется к выходу, за ним следует Цунади. Дверь практически беззвучно закрывается, и Наруто вздыхает, откидываясь на спинку стула. Кабинет стремительно темнеет с заходом солнца, и он почти забывает, что Шикомару все еще тут. Оба игнорируют присутствие друг друга, несмотря на то, что это личный кабинет Наруто. Однако он понимает, что Шикомару хочет что-то сказать. Его правота подтверждается, когда советник подходит к столу и опускается на стул, рассматривая Хакаги холодным, пристальным взглядом. Сейчас. Сейчас я обращаюсь к тебе не как советник к Хакаге. Говори со мной как со своим другом, смиренно просит он. Зачем ты это сделал? Наруто бросает на него скептический взгляд. Вот. Я правда должен сейчас отвечать на это. Разве для тебя все уже не очевидно? Нет. Не очевидно. Сейчас я вижу только виновного человека, пытающегося искупить свою вину. Наруто молчит. Шикомару не поймет. У него есть жена и сын, и Наруто знает, что Шикомару не смог бы представить реальность, в которой их у него отобрали. Но он знает, что если бы с Шикомару поступили несправедливо, он взял бы и все исправил. Это и пытался сделать Наруто. Только они никогда не поймут. На его молчании Нара вздыхает. Знаешь, поэтому мы все уговаривали ее пригласить тебя на свою свадьбу. Наруто переводит на него непонимающий взгляд. Ты все пропустил. Снова тишина. Свадьба прошла красиво. Милая по-семейному. Наруто закрывает глаза. Он с трудом переваривает мысль о Хиноте и ее мужа. У него и раньше не было желания думать о них как о семье, и с тех пор его отвращение лишь усилилось. Счастливая свадьба. Гордый жених. Красивая невеста. Торты родственники, и свадебные подарки, и фотографии, и румянец на щеках, и теплая рука, за которую можно держаться, и поцелуй, чтобы скрепить все это. Его тошнит от этого. Шикамару тяжело вздыхает, сбитый с толку его молчанием. Слушай. Я не пытаюсь читать тебе лекции. Мне все равно, что происходит между тобой и Хинотой. Его взгляд тяжелее. Но ты Шиноби. Наруто поднимает на него взгляд. Шикамару. Мне не нужно объяснять тебе, что вся деревня смотрит на тебя с уважением. Ты пример, который мы подаем будущим поколениям. Нынешние Шиноби стремятся стать похожими на тебя. Подумай, достоин ли ты оказанного тебе уважения? Стул со скрипом отодвигался, и Шикамару встает. Иди домой, на Надайме. Увидимся завтра. Он выходит из кабинета и закрывает за собой дверь. Крадучись, Наруто движется по темному и затихшему дому к супружеской спальне. До сих пор он не задумывался о том, что могло происходить в стенах собственного дома. Теперь, сжимая руку и дверную ручку, Наруто чувствует, как его охватывает страх. Чтобы не ждало его по ту сторону этой двери, он не хочет с этим сталкиваться. Он тихо входит и закрывает за собой дверь. Если бы комнату не заливал лунный свет, то он, возможно, не увидел бы ее. Жена приседает на кровати и бросает на него нечитаемый взгляд. Наруто смотрит на нее несколько секунд, потом отворачивается к комоду и достает футболку. Это правда? Он замирает на мгновение, так и не повернувшись к ней, отвечают просто слухи. Об этом позаботиться. Не беспокойся. Он натягивает футболку, сует ноги в домашние штаны и подходит к своей стороне кровати, отгоняя пронизывающие тело и мысли страх, потом откидывает одеяло и поправляет подушки, мужественно игнорируя ее пристальный взгляд. Они молчат, пока он закутывается в одеяло и закрывает глаза. Наруто забыл, что она может молчать, когда захочет, но молчание это длится недолго, нарушенное ее тихим ты знаешь, что никто не зовет меня по имени. Он распахивает глаза, но продолжает лежать к ней спиной. Она молчит еще несколько мгновений, прежде чем продолжить. Нет. Здесь у меня нет имени. После этого Наруто, наконец, оборачивается и первым делом замечает на ее тумбочке открытую бутылку вина. Он морщится и переводит взгляд на жену. Ты пьяна. Ложись спать. Она тихо смеется. Нет. Сейчас я буду говорить. А ты будешь слушать. Она смотрит на него своими темными глазами, и он не двигается ни на миллиметр. Я пыталась, ты знаешь? Наруто еще раз окидывает ее взглядом и снова отворачивается к стене. Ее это не останавливает. Я мирилась с этим, потому что у меня была надежда. Да, я не идеально, знаю. Но я пыталась. Только вот это всегда оставалось незамеченным. Я пыталась узнать тебя. Виделась с твоими друзьями. Старалась узнать как можно больше о самых близких для тебя людях. Пусть для меня все было в новинку, иначе, непривычно. Я хотела узнать тебя. А ты не хотел узнавать меня. Ты даже не пытался. Узумаки Наруто герой деревни. Узумаки Наруто спаситель мира. Узумаки Наруто не может ошибаться. Им не повезло, что он вообще обратил на меня внимание. В голосе жены столько горечей злобы, что ему не обязательно оборачиваться, чтобы видеть ее лицо. Но никто не сказал мне, насколько одержимым ты можешь быть. Да. Одержимым. Как только тебе в голову приходит идея, ничто в мире не способно тебя остановить. Вот что было с Саски. У тебя возникла мысль, что нужно спасти его, чего бы это ни стоило. Ты наплевал на всех, сосредоточившись только на нем. На достижение своей цели. Все остальные, кто не хотел тебе помогать, могли убираться с дороги. Она усмехается. А теперь ты решил, что твоя жизнь разрушена. Что я разрушила твою жизнь. Ее голос понижается до шепота. Что? Что у нее есть что-то, чего нет у меня? Что она единственная? И? И что бы я ни делала, что бы ни делали остальные, ты никогда не отпустишь. Ты никогда не сдашься. Наруто кожей чувствует ее холодный взгляд. Он слышит, как она шуршит одеялом, хватает бутылку и делает глоток. Наверное, мне повезло. Потому что даже после того, как ты решил, что я недостаточно хороша, что ты изменил свое мнение обо мне, ты не мог так легко от меня избавиться. Я просто не знала, что ты все еще пытаешься. После всех этих лет. Даже после рождения Баруто. Я до сих пор тебе никто. Повисает напряженное молчание. Его неподвижное тело будто анимело, умерло. Наруто невольно гадает, почему жена не плачет и не кричит, как обычно бывает, когда она хочет привлечь его внимание. Какое-то время она молчит. Наруто по-прежнему не шевелится и почти не дышит, а она спокойно полусидит, откинувшись на подушку. Комнату обволакивает густое напряжение. Когда она снова подает голос, наорут и становится понятно, что все то время в тишине жена использовала, дабы привести мысли в порядок. Сморгнуть слезы и сглотнуть тугой ком, застрявший в горле. Я все гадала, кто я. Очевидно, твоя жена. Мать твоего сына. Жена Хакаги. Вот кто я. Но я еще и стерва. Ревневица. Ты мечтаешь о замужней женщине, о разлучнице почему-то я. Ее гнев наконец созрел, добавив в холодный тон хрипотцу. Из-за меня ты не можешь делать то, что, черт подери, хочешь. И я рада этому. А знаешь, что самое ужасное? Я все знала. Я видела, как это происходило. Точно помню момент, когда поняла, кто ты. Когда ты только привел меня в деревню. Я помню, насколько поразилась тому, как сильно тебя все любят. Насколько ты идеален для них. Помню, как ты помахал, улыбнулся и прошел мимо них, даже не заметив девушку, которая стояла там и смотрела на тебя со слезами на глазах. В ее голосе слышится горечь, гнев, негодование и едва заметный оттенок жалости, от которого у Наруто щемит в груди. А может, наоборот, ты заметил ее, но просто отвел взгляд. Он слышит и ее ухмылку. Следующие несколько минут они снова молчат. Она слишком зла, а ему слишком стыдно. Я была такой дурой. Все надеялась, что ты одумаешься и перестанешь смотреть на меня, как на незнакомку. Я всегда чувствовала, что ты далек от меня. Каждую ночь мы ложимся спать рядом, но ты по-прежнему находишься где-то в другом месте. А меня для тебя словно не существует. Я никто. Ее голос срывается. Как будто на моем месте ты всегда видел другую. Она плачет. Всхлипывает и давится рыданиями. И Наруто ненавидит себя за то, что несмотря на это все еще не хочет быть здесь. Какая же я дура, выдыхает она. Я думала в те времена, когда ты выводил нас куда-нибудь поесть, или спрашивал, как прошел мой день, или... Или просто смотрел на меня. Я думала, что все будет хорошо. Я думала, по крайней мере, он меня уважает. По крайней мере, заботится обо мне. По крайней мере, он все еще со мной. Она впивается в него горящим взглядом. Ты кусок дерьма, Наруто. Ты мусор и фальшивка, и я надеюсь, что когда-нибудь все остальные тоже это поймут. Когда Наруто, наконец, заговаривает, его голос низкий и хриплый из-за застрявшего в горле кома. Ты уйдешь? Так странно, как легко он пообещал Хинати, что оставит жену, Но теперь, видя ее боли и понимая, как долго она страдала, в груди у него все сжимается. Потому что он любит ее. Он заботится о ней и хочет, чтобы она была счастлива, но не с ним. Не он должен был сделать ее счастливой. Наруто желает, чтобы она это поняла. Следует напряженный момент тишины, прежде чем она разражается смехом гортанным, горьким и исполненным такой ненависти, что Наруто сглатывает. Почему? Чтобы ты мог сбежать со своей шлюхой. И жить долго и счастливо, оставив меня позади. Она усмехается. Я никуда не уйду. Не в этой жизни. Она обхватывает себя руками и дышит через нос, изо всех сил пытаясь подавить приступ гнева. Не делай этого, говорит она тихо, и Наруто замирает. Что бы ты ни планировал сделать, не делай этого. Он делает судорожный вдох. Я не могу прожить так всю оставшуюся жизнь. Она хрипло смеется. Какой же ты ребенок. Его успешно подавляемая до этого ярость, наконец, выплескивается. Перестань вести себя так, будто ты не просил об этом. Это ты начала все. Ты. Ты обманывала меня. С самого начала. Я был чертовски наивен, хотя должен был предвидеть все за километр, но ты успешно добивалась своего. Ты хотела быть любовницей героя. Ты хотела быть женой Хакаги. Ты хотела этого. Не я. Она кривит губы и напрягает руки, борясь с инстинктивным желанием начать размахивать ими, но если она и научилась чему-то за все годы их совместной жизни, то только тому, что против него это бесполезно. Мудак. Она стискивает зубы. Гребаный мудак. Да. Может, так оно и есть. Но Наруто уже плевать, ведь она угрожает отнять у него все. Думаешь, ты намного лучше меня? Не веди себя так, будто ты был таким невинным. Будто не использовал меня. Ты хотел быть женщиной, и знаешь что, придурок. Ты думал не о ней. И пришел ты не к ней. Ее оскорбления, как и всегда, бьют без промаха. Конечно, он не пошел к ней. Он ни черта не знал о любви, и не ее он искал, отправляясь в путешествие. Прищурившись, Наруто качает головой, разгоряченный ее обвинениями. Она продолжает насмехаться, игнорируя его резкие вздохи. Ты бредишь. Ты всегда был таким. Живешь в каком-то фантастическом мире, где все идеальное, все счастливы, и... Она прерывается. Ты лжешь самому себе, Наруто. Наруто крепко жмурит глаза. Он так устал от лекций, от того, что все ему говорят, как он глупый и медлительный. Он знает. Он уже, блять, знает. И она последний человек, от которого ему нужно это слышать. Ты ничего не знаешь. Она тут же поворачивается к нему. Скажи мне. Включает ли меня мир твоих фантазий? Меня где-нибудь можно найти? Она даже не дает ему ответить, продолжая пылкую речь. Оборота. Ее голос срывается. Твой сын? Он тоже ошибка. Так же, как я? Заткнись. Редко он когда-либо прямо ругал ее, угрожая одним только взглядом, чтобы она держала рот на замке, но именно сейчас один из тех редких моментов. Она не отвечает и на его пристальный взгляд, но не молчит, никогда не держит язык за зубами при нем. Надеешься, он примет это? Никогда. Он возненавидит тебя. Даже больше, чем сейчас. Ничто и никогда не изменит того факта, что он мой сын мой и твой. Следует пауза. Мне ее. Мне ее. Она дышит резко и часто от переполняющей ее ярости. А как насчет ее дочери? Что, собираешься стать ее новым папой? Ты правда об этом думаешь? Наруто возвращается мыслями к сегодняшнему дню, к воспоминанию о Химоваре и пониманию в ее глазах, но сразу же загоняет вновь давший о себе страх подальше в глубины разума. Жена становится на колени на кровати и пристально смотрит на него. Он молчит, понимая, что слишком зол, чтобы сказать ей что-то кроме тысячи оскорблений. Она поднимается с кровати, сминая простыни. Хорошо. Раз ты такой умный, и все знаешь, то делай, что хочешь. Она подхватывает свою подушку и идет прочь, но у двери останавливается и говорит, не оборачиваясь если... Она сглатывает. Если не ради меня... Всхлип. То хотя бы ради Баруто. Она выходит, закрыв за собой дверь. Утро следующего дня напряженное и тихое. Наруто сидит за столом, намазывая кусок масла на хлеб, пока остальные члены его семьи суетятся на кухне, готовясь к новому дню. Отец. Наруто вопросительно смотрит на Баруто. Что такое, сынок? Ярко-голубые глаза сына отсутствующий смотрят в пол, пока он укладывает обед в сумку. Просто... Вчера я услышал кое-что очень странное. Он идет по деревне под Хинге. Никто не провожает его взглядом. Никто не перешептывается при виде его. Не тыщет пальцем. Он просто обычный житель. Прикрывшись безопасной маскировкой, он спокойно стоит посреди дороги и смотрит на знакомый дом. Он видит задернутое шелковыми оливковыми занавесками окно и незажженную свечу, стоящую на подоконнике. Тихая, необычная, маленькая квартирка, уют которой Хинута создала своими руками. Наруто молча пялится, мысленно призывая ее подойти к окну, высунуться и помахать ему, как она делала когда-то. С улыбкой заверить его, что они скоро встретятся. Но ее нет. Наруто поворачивается и направляется к аптекарю, лавируя между появляющимися у него на пути жителями, которые даже не пытаются уступить ему дорогу. Добравшись до маленькой, скромной лавки, он останавливается у двери и нерешительно обхватывает пальцами дверную ручку, через стекло вглядываясь в помещение. Прикрыв грудь и оживот зеленым фартуком, у прилавка стоит хамма-суки. Опустив голову, тот сосредоточенно обрезает какое-то растение, торчащее из большого глиняного горшка. Руки его не дрожат, а поза тверда. Но взгляд его тяжелый, тусклый и невидящий. И каждые несколько секунд он прерывается, делает глубокий вздох и возвращается к работе. Наруто тоже вздыхает. Он толкает дверь и входит в маленькую аптеку, и мгновенно его окутывает пряный аромат трав и земли. Хамма-суки отрывает взгляд от растения, и при виде покупателя в его глаза возвращается жизнерадостный блеск. Ах, подождите секунду! Он быстро срезает еще несколько листьев, пока Наруто наблюдает, а затем откладывает ножницы в сторону. Сняв свои серые перчатки и убрав горшок с растением за спину, Хамма-суки поворачивается к нему с приветливым взглядом человека, не подозревающего, что приветствует мужчину, пытавшегося увезти его жену. Уголки его губ приподнимаются в слабой улыбке, и Наруто впервые замечает ямочки на щеках у мужчины. Он со страхом гадает, этого ли счастливого, улыбающегося человека с теплотой во взгляде и темными волнистыми волосами видит каждый день Хинато. Чем я могу вам помочь? Наруто отвечает не сразу, оглядывает магазин, смотрит куда угодно, только не на человека, что совсем не похож на мрачного эгоистичного ублюдка, который заявился к нему в офис несколько дней назад. Его наблюдательный взгляд случайно выхватывает пару поношенных садовых перчаток лавандового цвета, лежащих на прилавке. Кремовый фартук аккуратно сложен и под ними. К горлу подкатывает комок Наруто, отводит глаза, чтобы встретить взгляд Хамасаки, и сбрасывает маскировку. С лица аптекаря сию же секунду исчезает улыбка. Его глаза распахиваются, но сразу же прищуриваются. Затем, сквозь стиснутые зубы, Хамасаки говорит убирайся. Хакаги не двигается и не смягчает взгляд. Он подходит ближе, сложив руки на груди. Где она? Не твое дело. Наруто втягивает воздух через нос. Я знаю, ты расстроен, но... Ты ничего не знаешь, бормочет владелец лавки. Слушай, ничего не случилось. Ложь дается Наруто легко. Это был просто слух. Его уже развеяли. Хамасаки усмехается, и горькая улыбка растягивает его губы. Она уже все мне рассказала. Не нужно пытаться сохранить лицо. Наруто замирает. Хинута, она рассказала ему. Он не хочет верить, что она рассказала о настолько личном моменте между ними кому-то другому. Он сглатывает. Не вини ее. Она тут ни при чем. Ни при чем. Повторяет он с мрачной улыбкой. Никто не заставлял ее. Делать это с тобой, бормочет Хамасаки. Она рассказала мне правду. Я не хочу снова это слышать. Он замолкает, кладет руки на прилавок и склоняет голову. Ты мог выбрать кого угодно, убитый, говорит лавочник. У тебя есть жена, толпа других женщин, что вьются вокруг. Ты Хакаги. У тебя есть семья. У тебя есть все. Почему ты пытаешься отнять и мою? Наруто понимает, что от него не ждут ответа, что Хамасаки говорит то, что хотел сказать ему все эти дни назад, когда мудрый Хакаги отвергал каждое его слово, как очередной чушь. Ты был прав. Тихо продолжает Хамасаки, опустив глаза на столешницу. Его переполняет гнев. Все, что ты сказал. Ты был прав. Теперь я это понимаю. Наруто не знает, что сказать, поэтому просто смотрит на сломленного мужчину перед собой. Я. Пожалуйста, уходи. Он прикусывает губу. Сглатывает. Признает, что Хамасаки раненый имеет полное право так себя чувствовать. Потому что он не кусок грязи. Он человек, с которым поступили несправедливо. Этого не должно было случиться. Я. Он делает короткую паузу, решает, что не будет извиняться, а затем продолжает она хорошая женщина. Это было ошибкой. Не взглянув больше на Хамасаки, Наруто отворачивается, движется к двери, вновь набрасывает на себя чужую личину, и выходит, не сказав больше ни слова. Недели проходят спокойно. Хотя, не так уж и спокойно. Много криков и еще больше рыданий. Вопросы, допросы и требования. Тяжелые вздохи. Обвинения. Мольбы. А еще тишина. Ледяное молчание и чувство бессилия. Тянутся дни, а от нее по-прежнему нет вестей. Его волнение растет. Она больше не улыбается ему, стоя у прилавков. Не машет ему от входа в Академию, держа Химовари за руку. Наруто не на кого смотреть, когда он кружит по деревне, устремив взгляд вперед, а всеобщее внимание напоминает ему, кто он и чего не имеет права делать. Химовари за руку. Стоится, что все вернется на круги свои. Когда он был один. Один, хоть и среди людей. Один под гнетом долго перед целой деревней. Миром. Одинокий, но познавший счастье быть любимым и нужным. У него есть семья, жена и сын. Друзья, товарища, которому он доверяет свою жизнь. Наставники и учители, вдолбившие ему в голову самое важное. Сейчас у него так много связей, что он не успевает за ними уследить. Столько дорогих сердца людей, стоящих каждого изнурительного момента, проведенного в четырех стенах душного кабинета. Он думает, что сын не. Избалованный, надоедливый мальчишка, из-за которого ему порой хочется рвать на себе волосы, но который значит для него все. Он никогда никого не любил так, как любит Баруто. И из всех бьющихся в мире сердец нет ни одного, которому он дорожит больше, чем сердцем своего сына. Он любит своего сына. Он любит свою жену. Он любит своих друзей, и свою семью, и своих учителей, и упаковки рамена быстрого приготовления, спрятанной у него в ящике стола и помогающая ему пережить очередной день. Он любит свою деревню, и азарт битвы, и ухаживать за своими растениями. Ему нравится быть Хакаги и осознавать, что он осуществил мечту всей своей жизни, наряду со многими другими целями. Но когда-то у него в объятиях была любовь, когда-то он сжимал ее в ладони, и Наруто боится, что никогда больше не найдет ее. И он просит, умоляет себя осознать, как много у него уз, сколько у него любви, и что он никогда не должен чувствовать себя одиноким. Наруто вздыхает и смотрит перед собой. Луна по-прежнему в небе, напоминает он себе. Все так же прекрасно. Все так же в пределах досягаемости, если бы он только знал, как до нее добраться. Наруто представляет, как летит. А потом падает. Он опускает глаза. Выпрямившись, смотрит вниз на деревню. Памятник Хакаги всегда был его любимым убежищем. Прекрасное место для наблюдения, где его не додумаются искать. Где он может побыть один, может вздыхать, нервничать и остервенело запускать пальцы себе в волосы без нежелательного внимания. Сам того не желая, он вспоминает тот момент на качелях. Иногда, иногда ему удается не думать об этом. Иногда ему кажется, что он все еще стоит там. Внезапное покалывание в затылке заставляет Наруто настороженно замереть, и он слишком поздно понимает, что за ним наблюдают. Он оборачивается и не может сдержать резкого вдоха. Его охватывает полнейший шок. Сердце замирает, тело будто сковывает льдом. А потом поток эмоций, которые ему всегда было трудно осознать, обрушивается на него с новой силой паника, отчаяния, удивления, страх и облегчения, но сильнее всего счастье. Мир. Наконец-то. Хинута. Едва слышно шепчет он. Она стоит там, у основания каменного лика его отца, и Наруто, не дыша, наблюдает, как она поднимается по склону и подходит к нему, остановившись на расстоянии метра. Она делает к нему еще шаг и опускает руку, что до этого прижимала к груди. Наруто сидит, свесив ноги с края отцовской копной волосы, и боится дышать, боится слишком резко шевельнуться, чтобы не спугнуть эфемерное счастье и оттянуть возвращение в реальность. Она отводит взгляд, чтобы посмотреть на деревню. Понимаю, почему тебе здесь так нравится. Голос у нее тот же тихий и мягкий. Самый успокаивающий звук, что он слышал за всю свою жизнь. Хинато смотрит на него с легкой улыбкой, а затем опускается, методично сгибая лодыжки, но в итоге передумывает и решает, как он свесит ноги. Они снова молчат и смотрят на деревню внизу. Мигающие огоньки. Макушки деревьев. Окна. Дома. Башни Хакаги. Дороги, люди, стая птицы другие причины, по которым они не могут быть вместе. Где ты была? Наруто не осознает, что сказал это вслух, пока она не отвечает ему. С семьей, тихо говорит Хинато. В квартале Хьюга. О! Он не знает, какого ответа ожидал плен, домашний арест, одиночные заключения, карантин. В пылу панике все это казалось таким правдоподобным. Так, все это время, ты была там. Хинато кивает. Да. В основном. Они молчат несколько секунд, пока Наруто пытается осмыслить ее слово. Он знает, что она не в лучших отношениях с соклановцами уже довольно долгое время, с тех пор как вышла замуж вне семьи. Он надеется, он надеется, что ее отношения с родными не ухудшились еще и из-за него. Краем глаза Наруто наблюдает, как ступня Хинато в сандалии неторопливо покачивается в воздухе, медленно и рассеянно. Они просто хотели обелить мое имя, добавляет Хинато. Ты Хьюго, цитирует она. Он неловко сглатывает. Я, ну, мы прекратили слухи. Так что, так что никто больше не заговорит об этом. Она кивает, и уголки ее губ приподнимаются в вымоченные улыбки. Я вижу. Хинато хмуро смотрит на свои руки, лежащие на коленях, и ее голос срывается на шепот. Кто нас видел? Кладбищенский работник с горечи думает, что он один человек стал причиной всего этого дерьма, в котором он сейчас оказался. Но это не вся правда, так ведь? Деревня, решает Наруто. Деревня видела. Хинато легким кивком принимает его ответ. Как, как твоя жена восприняла это? Мы поругались, просто отвечает он, не дрогнув. Хинато не стоит знать подробности о гонии женщины, которую он предал. А... он? Хинато не вздрагивает. Я причинила ему боль, шепчет она. Наруто убивает выражение ее глаз, он узнает пустоту, которую когда-то увидел в глазах ее мужа. Человека, которого она предала. Он знает Хинато, и знает, что это признание причиняет ей почти физическую боль. Он видит это в ее глазах. Он чувствует то же самое сожаление, которое испытывает по отношению к жене. От их погони за личным счастьем пострадали два невинных человека. Наруто смотрит на нее и борется с собой, потому что не знает, как это сказать. Он думал об этом моменте несколько дней, но в итоге оказался совсем к нему не готов. Он прочищает горло. Хинато, я, я не... Он замолкает и сжимает кулаки, зажмурив глаза. Этого не должно было случиться. Он чувствует, как Хинато поворачивается к нему, чувствует на себе ее пристальный взгляд. Но это случилось, тихо отвечает она. Он не смотрит на нее, Наруто представляет собой многое. Он дерзкий, импульсивный и отличается избирательной слепотой. Он может быть невежественным и известен тем, что до него все медленно доходит. Но он не глуп. Он знает, что происходит. Знал уже довольно давно, что это случится. Хинато. Он вздыхает. Почему ты пришла сюда? На этот раз она искала его. Искала его, нашла его и пришла к нему. Небольшая часть Наруто вне себя от радости нет. Каждая его частичка, каждая клеточка его тела, всего существа пульсирует от волнения. Хинато снова здесь. Хинато снова смотрит на него и снова думает о нем, и сидит так близко, что Наруто чувствует исходящее от нее тепло и понимает, что легко может снова взять ее за руку. Он может взять ее за руку, и все будет так же, как в предыдущий раз. Он может снова обнять ее, снова поцеловать, и никто, кроме Луны, их не увидит. Но Наруто не глуп. Она поворачивает голову и смотрит на него мягко и терпеливо, но с целеустремленностью во взгляде, от которой его нервы на пределе. Наруто знает этот взгляд. Хинато опускает глаза и снова смотрит на деревню. Я поступила неправильно. Да. Да, он знает. Нет. Уже собравшись было кивнуть в знак согласия, Наруто внезапно останавливает себя, осознав, что она только что сказала. Хинато. Я тоже. Я тоже был неправ. Не только ты, мы оба. Нет. Только Ю. Нет. Если уж на то пошло, это Ю. Я. Он теребит в руке подол своего плаща. Я все начал. Следующая минута заполнена глухой тишиной, пока оба преувеличенно внимательно разглядывают свои колени, демонстративно стараясь не смотреть друг на друга. Хинато первая начинает говорить. Когда я была младше, отец однажды сказал мне, что я обречена на неудачи. Наруто сжимает кулаки до побелевших костяшек. Это. Он был прав, тут же добавляет она, пристально рассматривая небо над их головами. Я всегда. Терпела неудачи. Будучи дочерью, сестрой, наследницей. Я ничего не стоила. Она поджимает губы и опускает голову, закрывшись от его взгляда густой челкой. Затаив дыхание, Наруто ждет подходящего момента, чтобы остановить ее и сказать, что она слишком строга к себе. И. Когда я стала Шиноби. Я надеялась, что, может быть, найду свое предназначение. Но. И в этом я тоже не преуспела. И я начала понимать, что такова моя судьба по жизни. Некоторые рождаются, чтобы стать великими. Хинато смотрит на него краем глаза, и Наруто стойко выдерживает ее многозначительный взгляд, прежде чем она снова опускает глаза на свои раскрытые ладони. А некоторые нет. Прекрати так говорить, холодно шипит он, и Хинато вздрагивает. Я, я просто. Я не собираюсь сидеть здесь и слушать это, твердо и решительно заявляет он. Я уже говорил тебе. Хоть раз в жизни, раздается ее низкий голос, хриплый и глубокий от негодования, и Наруто мгновенно замирает. Хинато сжимает кулаки и поворачивается к нему так быстро, что волосы хлещут ей по щекам. Она гневно щурит глаза. Хоть раз в жизни дело не в тебе. Наруто вздрагивает, шокированный ее резкими словами. Не в тебе, шепчет Хинато, глядя ему в глаза. Она переводит дыхание, и Наруто плотно сжимает губы, прежде чем его возмущенная праведность снова начнет говорить за него. Не сейчас. Хорошо. Не в этот раз. Зажмурив глаза, Наруто усилием воли разжимает ладони и опускает их по бокам. Хорошо, говорит он, дрожа. Какое-то время снова проходит в тишине, и он пытается расслабиться, игнорируя зловещее напряжение в воздухе. Прости, тихо шепчет Хинато. Я просто... Я... Много думал о последние несколько дней. Наруто тяжело сглатывает. Кивает. И... Я должна сказать тебе, почему она делает дрожащий вдох, почему я не могу быть с тобой. Почему я никогда не собиралась быть с тобой. Наруто резко втягивает носом воздух, чувствуя неистовую боль в груди, резь в глазах и жжение в пересохшем горле, и делает быстрые, неглубокие вдохи опасность. Беги. Опасность. Борись. Опасность. Не дай ей сделать это. Хорошо, хрипит он, заставляя себя сохранять спокойствие. Хинато смотрит на него, ее глаза расширяются, и Наруто может только предположить, что дело в его выражении лица. Он неосознанно гадает, выглядит ли так же ужасно, как чувствует себя. Хинато не знает. Она спокойная и собранная, осторожная и нежная, и от этого он только быстрее погружается на дно. А потом она говорит, когда мне было восемь, и Ниджи побеждала у меня в каждом спарринге, Ханаби становилась все сильнее, а отец с каждым днем злился все больше надо мной и издевались несколько мальчишек. Ее пальцы непроизвольно сжимаются. И я плакала, потому что умела только плакать, и ждала, когда закончатся слезы, чтобы взять себя в руки и вернуться домой. Но потом появился ты. Ты пришел, накричал на них и сказал им оставить меня в покое, и это был первый раз, когда за меня затупились. Она смотрит в небо и видит что-то, неведомое ему, как бы он ни старался понять. Ты был маленьким громкоголосым мальчиком в грязной, поношенной одежде и самой милой улыбкой, которую я когда-либо видела. Я видела тебя в деревне, и заметила, что многим ты не нравишься. Они кричали на тебя и обзывали, но ты никогда не плакал и не сдавался. В отличие от меня. Ты был сильным. Я тоже хотела стать сильной. Я хотела быть похожа на тебя. Мимо бесшумно пролетает какая-то ночная птица, и оба смотрят ей вслед. Наруто хочет сказать ей, что плакал. Что, сидя в одиночестве в убогой, тесной квартирке, рыдал, захлебываясь слезами, а по утрам просыпался в задубившей от соли рубашке. Что он сдавался столько же раз, сколько поднимался и сражался. Но Хинута говорит, и он не перебивает. Я думал о тебе, когда мне хотелось плакать. Я думал о тебе, когда мое тело болело, а ноги тряслись так сильно, что я почти не могла стоять. Я думал о тебе, когда мой клан шептался обо мне, в ожидании того дня, когда я получу печать. Я думал о тебе, когда-то говорил мне, что некоторым цветам нужно больше времени на то, чтобы распуститься. Наруто закрывает глаза. Он хочет, чтобы она остановилась. Это больно. Отец однажды сказал мне, что я обречена на неудачи, тихо повторяют Хинута. Так было потому, что я боялась пробовать. Она вздыхает. За что бы я ни бралась, ничего не получалось. И если оставалось хоть что-то, что я не хотела уничтожить своими руками, то только... ты. Я не хотела, чтобы ты увидел во мне то, что видели остальные. Я боялась, что не понравлюсь тебе. Потому что ты мне очень нравился. Но я все равно тебя подвела. Потому что тебе нужен был друг, а я не могла стать им. Я видела тебя на качелях и представляла, что однажды подойду и предложу раскачать тебя так сильно, чтобы ты смог увидеть памятник Хакаги. Я так и не сделала этого. И очень сожалею. Она замолкает на мгновение и глубоко вздыхает. Я хотела измениться. Отчаянно хотела. Стать совершенно другим человеком. Кем-то, на кого хочется смотреть. Той, за кого стоит сражаться. В день предварительных экзаменов на Чаунина ты показал мне, что изменения начинаются изнутри. И если я действительно хотела измениться, мне просто надо было попробовать, и я смогла бы. Уголки ее губ приподнимаются. Это забавно. В тот день я все равно потерпела неудачу. Но я старалась и была так счастлива, даже когда Шина сказал мне, какая я глупая. Не знаю. Наверное, мне было все равно. Я по-прежнему была неудачницей, но впервые стояла с высоко поднятой головой. И все это из-за тебя. Все всегда было только из-за тебя. Хина-то опирался на локти, и в ее нежном взгляде отражается Луна. По-прежнему не глядя на него, она тихо продолжает. Со временем я почувствовала, что и правда меняюсь. Я смогла подбодрить тебя и поговорить с тобой по-настоящему поговорить, как всегда хотела. Я попросила Ниджа тренировать меня, и подняла свой Тадьюцу на новый уровень. Команда гордилась мной. Отец говорил, что мне нужно совершенствоваться, но я знала, что когда-нибудь добьюсь желаемого. С тех пор многое изменилось. Я говорила и делала то, на что в прежние времена была совершенно неспособна. Я чувствовала, что догнула тебя. Что наконец-то достойна. Я была там, стояла рядом, держала тебя за руку, и хотела остаться. Я планировала стать тем человеком, которым всегда хотела быть. Но позже я поняла, что снова потерпела неудачу. Она опускает глаза. Нарута Кун. Мне было больно. Более того, я. Ее шепот становится еще тише. Я была раздавлена. Она расслабляет непослушные пальцы, выпуская из рук края из мятого свитера. Это уничтожило меня. И хотя я так сильно выросла и так упорно боролась, я как будто совсем не изменилась. Я снова превратилась в ту слабую, маленькую девочку. Ту, которая терпела неудачи во всем, за что бралась. Нарута сжимается. Он знает. Всегда знал. Это он ранил ее. Хина ту, которая никогда не сдавалась, никогда не отступала, независимо от того, сколько раз ее подталкивали к краю. Он сломал ее. Но никогда об этом не говорилось вслух. Никогда Нарута не слышал из уст женщины, которая так дорожил, о глубине того, что он с ней сделал. И если мучительное стеснение в груди, что он чувствует сейчас, хоть немного похоже на то, что Хината чувствовала все эти годы его молчания и отстраненности. Тогда он примет эту боль тысячекратно. Нарута молчит, удерживая бремя своих мыслей, свои мольбы об искуплении, заперев их в самом дальнем уголке разума, подальше от нее. Но это сложно. Он не может унять дрожь в руках или подавить частые вздохи. Нарута кажется, что его душат. Прости. Он поднимает глаза и видит, что Хината внимательно наблюдает за ним, и во взгляде ее плещется сочувствие. Она заметила, какую боль ему причинили ее слова, поэтому повторяет «Прости меня, Нарута-кун». Когда Нарута слышит это извинение, которых не заслуживает, то приходит в ярость. Глаза внезапно начинают щипать от злых, разочарованных, сдерживаемых слез. Крик ему сдержать не удается. Прекрати. Перестань так говорить. Перестань извиняться передо мной. Ты. Ты вообще понимаешь, что говоришь, Хината? Он вцепляется себе в волосы и рычит сквозь стиснутые зубы. Он так зол. Он чертовски зол, бесится, проклинает и так сильно ненавидит себя, да что с ним не так? Почему он такой неудачник? Почему он всегда все портит? Почему не смог спасти ее и защитить, как всех остальных? И почему-почему все случилось именно так? Гнев Нарута испаряется, когда Хината осторожно сжимает его руку. Она безмятежно смотрит вперед, не дрогнув после его яростной агонии, и проводит большим пальцем по костяшкам его пальцев, словно для того, чтобы он уснул. Нарута глубоко вздыхает, чтобы успокоиться, и неосознанно крепче сжимает ее руку. Он все еще дрожит и ждет. Хината не поворачивается к нему. И хотя она послушная и преданная держит его за руку, он чувствует ее нежелание и ее инстинкт отстраниться от него. Но у Нарута нет сил отпустить. Его пальцы обвиваются вокруг ее. Но ты... Ты сказала. Я думал, ты простила меня, бармочет он, вспоминая ту ночь в лесу его извинения и ее понимающую улыбку. Ее заверение в том, что он все так же ядорог. Она опускает глаза на свои ноги и взгляд ее темнеет из-за тяжести мыслей. Я тоже так думала, говорит она. Правда. Значит... Значит все это время. Нарута замолкает, затаив дыхание, прокручивая в памяти каждое мгновение, что он разделил с ней с того рокового дня, каждую ее улыбку, каждый момент, которым он дорожил. Она обижалась. Смотрела на него, улыбаясь из последних сил. Но... Зачем? Чтобы не задеть его чувства. Он не понимает. Все это время. Ты ненавидела бы меня? Но на одном дыхании сказала ему, что любит. Нарута снова селится понять, но не может. Хина-то медленно поднимает взгляд. Я не знаю. Короткая пауза. Не думаю. Я никогда не могла ненавидеть тебя, Нарута-кун, но... Но все уже не так. Не так, как раньше. До того, как он погубил ее. Нарута сглатывает пересохшим горлом. Тогда почему? Почему ты подпустила меня к себе? Почему сказала, что все в порядке? Почему улыбалась мне и просила больше отдыхать, смеялась над моими шутками и краснела, когда я смотрел на тебя слишком долго? Почему ты сказала, что любишь меня? Почему ты позволила мне тебя поцеловать? Розовая пыль покрывает ее щеки, горит даже кончик ее носа, и Хина-то опускает глаза и на секунду сжимает губы. Потому что... Потому что я этого хотела. Услышав ее тихое признание, Нарута медленно поднимает голову. Я не понимаю, просит он. Хина-то не отвечает и даже не поворачивается к нему лицом. Хина-то, пожалуйста, я... Я пытаюсь. Мне тяжело. Помолчав, Хина-то смотрит на него краем глаза, а затем поворачивается к нему лицом. Ты знаешь, что такое любовь? Мягко спрашивает она, чем вызывает его искренние недоумения. Знаешь? На этот вопрос Нарута никогда не пытался ответить, даже в мыслях он совершенно не знает, с чего начать. Мысленно он хватался за соломинку, спеша найти подходящий ответ, подобрать слова, которые она хотела бы услышать. Да, я имею в виду, да, конечно. Это... Нарута замолкает. На этот раз он не знает, что ответить. Это понятие настолько масштабное и многогранно, что невозможно сосчитать все его стороны. Какие-то из них он открыл уже очень давно, но одна единственная озарила его, как тихий восход солнца. Что ответить ей, человеку, который всегда с невероятной простотой понимал такую невозможную концепцию? Пугающе легко. Когда я смотрю на тебя, у меня в сердце возникает сильное чувство. Нарута рассильно проводит рукой по груди, вздрогнув от этого внезапного воспоминания. Вот оно. Да. Это когда... Вот почему я не боюсь умереть, если это значит, что я смогу защитить тебя. Жертва. Самопожертвование, мужество и самые невероятные слова за всю его жизнь. Воспоминание о том, как он тихо спросил руку Сенсии на похоронах Сендеми, почему кто-то отдает свою жизнь за другого. Явный ответ вызовом блестит в ее взгляде и звучит в непоколебимом тоне. Он понимает больше, чем она думает. Мое сердце мгновенно соединилось с волей Кьюби, ненависть. И боль. Так много боли. Так много ярости. Безусловная жажда мести. Наруто знает, что стало причиной самого мрачного момента в его жизни. Все в твоих глазах. Наруто переводит невидящий взгляд на Хинуту и смотрит, смотрит, смотрит ей в глаза, которые когда-то горели такой яростью, что ему с трудом верится, какой нежностью они могли светиться для него. Если есть ответ, который не выразить словами, то именно там он может его увидеть. Моя жизнь никогда же мне не принадлежит. Лежала. Он связан со столькими людьми. Разные узы связали их жизни воедино. Дружба, и семья, и опыт, и мечты, и ценности, и товарищества, и... И красная нить, которую он никогда не замечал, вплелась в его душу, в сердце узы, связывающие его с Хинутой. Но нить эта уже давно износилась. Это все благодаря тому, что ты стоишь рядом со мной. И правда этих слов, этого заявления, которое он прокричал миру, держа ее в своих крепких объятиях, его тяжесть почти пугает. Она нужна ему, нужна настолько сильно, что он не может осознать этого полностью, но всегда принимал. Всегда. Да, говорит Наруто. Знаю. Ее взгляд смягчается, и она снова смотрит на огни деревни. Ты мне не веришь, шепчет он, заметив отсутствующие выражения ее лица, не дави в изгибе бровей, говорящие ему о том, что Хинута не ждала от него немедленного ответа. Он сглатывает образовавшийся в горле тугой ком. Я сказал правду, решительно говорит Наруто, зная, что Хинута тоже думает, что о его словах тогда, на кладбище. Его поцелуи. Его обещания. Некоторое время проходит в задумчивой тишине, пока он наблюдает за тем, как Хинута избегает встречаться с ним взглядом и тихо думает про себя, прежде чем снова посмотреть на него. Извини, я, я просто задумалась. О чем? Она хмурится. Я просто... Она скрывает за тихим вздохом паузу. В первый раз, когда он сказал мне, что любит меня, я ему не поверила. Наруто неосознанно сжимает пальцы, мгновенно испытав недоверие и раздражение из-за бессердечного упоминания ее мужа в такой интимный и нежный момент между ними, но быстро отмахивается от этого, напоминая себе, что сейчас речь не о нем. Речь о Хинуте. Поэтому Наруто молчит. Видишь ли, никто никогда не говорил мне этого раньше. И это не значит, что я сомневаюсь, что кто-то может беспокоиться обо мне, потому что у меня очень любящая семья и заботливые друзья. Он едва не улыбается ее сбивчивым объяснением, на миг увидев перед собой девочку-подростка, которая всегда быстро смягчила любые тяжелые слова длинными, часто ненужными разъяснениями. Но мне пришлось измениться, прежде чем кто-то хоть раз взглянул в мою сторону. Решение измениться, постоять за себя и стать сильнее. Я все еще считаю это одним из самых лучших своих решений. Я горжусь своими успехами, уверяет она с твердой улыбкой. Но мне не нужно было меняться ради него, чего не скажешь даже о моей семье. О моих соплеменниках, дедушке, отце, сестре, даже... Даже Аня Джиннисоне. Хина-то опускает взгляд, но почти сразу одергивает себя. Но ради него мне не нужно было меняться. Он... Он любил меня такой, какой я была. И это значит для меня все. Наруто подавленно молчит, глядя в темное ночное небо. На это ему нечего сказать. Как он может опровергнуть это, если точно знает, что она чувствует? Главные слова остаются невысказанными, но их общее нежелание произнести их не умаляет правды. Хина-то хотела измениться по многим причинам, и Наруто был одной из них. На это ушли годы. Годы до того, как он, наконец, все понял. Много лет назад он посмотрел на нее и увидел то, что она всегда изо всех сил пыталась ему показать. Увидел, что за сильной, несокрушимой женщиной, с которой он вырос, стояла девушка, которая хотела быть любимой так же сильно, как и он. Но кое-кто другой разглядел это первым. Хина-то, сокрушенно стонет он. Если бы, если бы я знал, дело не в этом, вмешивается она, медленно качая головой. Наруто-кун. Я правда понимаю. Она облизывает губы и выдавливает улыбку под его скептическим взглядом. Понятно, что ты сделал это ненамеренно. Я в конце концов пришла к пониманию. И не держу на тебе зла. Эту фразу она подчеркивает многозначительным взглядом. Но это не меняет произошедшего. Она, наконец, говорит то, что он сам знал в глубине души, но не хотел принимать. Это он не в силах исправить. Я понял, выдавливает он после короткой паузы. В этом-то и проблема, тихо отвечает Хинато. Мне кажется, что нет. Последние ее слова бьют сильнее пощечины, и Наруто вздрагивает и поворачивается к ней лицом. Каким бы бесчувственным и бестактным он ни был, эта фраза вбивает последний гвоздь в крышку его гроба тот, которого он не заслуживает. Хинато. Я понял. Ясно. Я облажался. Я понял. Она раздраженно морщит лоб. Я не пытаюсь давить на твое чувство вины. Я просто, я хочу, чтобы ты понял. Я все прекрасно понял. Ты не бросишь его. Я понял. Не хочу больше ничего слышать, огрызается он. Что бы она ни хотела сказать. Наруто прекрасно проживет остаток своей жизни, не услышав этого. Ты злишься на меня? Он набирает в легкий воздух, приготовившись отрицать, но вдруг понимает, что... Да. Он злится. Он злится и чувствует себя преданным, и ему ненавистно, что Хинато сравнивает его с этим ублюдком. Потому что это чертовски несправедливо, и он начинает жалеть, что вообще поделился с ней своими чувствами, раз все заканчивается именно так, и... Я злилась, делится Хинато, и Наруто резко прекращает погружаться в пучину гневных мыслей, поразившись холоду в ее взгляде. Я чувствовала себя брошенной, забытой, обманутой, полной дурой. Она прикрывает глаза. И все... Все меня жалели. Они смотрели на меня с жалостью, обнимали и говорили, что это пройдет, что ты просто идиот и не виноват, что так ничего и не понял. Но как же я злилась. Хинато сжимает ладони. Мне было очень больно, но я никогда в жизни не испытывала такой злости, весомо заявляет она. Но я злилась не на тебя. Во всяком случае, отчасти. Я злилась на себя, ненавидела то, кем я стала, все, что делала, и то, что позволило этому случиться со мной. Я не могла поверить, насколько оказалась глупа. Какой глупой надо быть, чтобы поверить, что когда-нибудь кто-то сможет полюбить меня так, как я любила тебя. Она сжимает зубы и шумно вздыхает. А тебе было все равно. У меня не было сил даже выйти из собственной комнаты, а ты знакомил ее со всеми нашими друзьями, покупал ей цветы и готовился к рождению сына. Наруто молча впитывает ее боль, потому что это правда, и он знает и помнит каждый момент, но это еще и полнейшая ложь. Однако теперь он понимает, что, сказав об этом вслух, только усугубит ситуацию. Заверение Хиноты в том, что он часто думал о ней, не уменьшит ее боль. Признание, что из-за нее он не мог спать ночами не вернет Хиноте ночи, которые она провела без сна. И горячо убеждать ее в том, что он ни о чем так неистово не мечтал, как сбежать с ней, никак не поможет склеить ее разбитое сердце. А потом появился он. Он приходил в квартал, пытался подкупить охранников, перебрасывал через ворота цветы, и возвращался, хотя все требовали от него держаться подальше. Впервые за такое долгое время я снова почувствовала себя достойной. Она замолкает, мило улыбаясь, и предательское сердце Наруто разрывается на куски от осознания того, что не он вызвал ее улыбку. С ним. Моя жизнь изменилась. Потому что я поняла, что жизнь не заканчивается на тебе. Жизнь дышит и меняется, дает и отнимает и. И может начаться сначала. Она может стать лучше, чем те эфемерные мечты, которые мне так и не удалось воплотить в реальность. Хинота прерывается, и он пользуется моментом молчания, чтобы проразмыслить над ее тяжелыми словами и не исчезающей улыбкой, как будто она говорила что-то обыденное, а не методично уничтожает его. Мне понадобилось много, очень много времени на то, чтобы принять это. И на протяжении всего этого времени он был рядом. Она шмыгает носом, а затем прочищает горло, решив тактично сменить тему, явно устав от жесткой и бесстрастной маски, которую Наруто удерживал на лице во время ее речи. А через несколько недель после того, как мы начали встречаться, я решила, что больше не хочу прятаться. Я снова начала ходить на задания и находила время повидаться с друзьями. Я знала, что в конце концов мы встретимся, и гадала, смогу ли, вести себя нормально рядом с тобой. Но мы так и не встретились. И сначала я грешила на свое воображение, пока не поняла, что не в этом дело. Я чувствовала твою чакру или видела тебя краем глаза, но когда оборачивалась, тебя уже не было. Хинато не обращает внимания на то, как Наруто едва заметно морщится от воспоминаний. А однажды я первая заметила тебя, издалека, но когда ты увидел меня, то ты просто сбежал. В последовавшей за этим тишине звучит немой упрек. Наруто этого не отрицает. Он прекрасно помнит все меры, которые предпринял, чтобы держаться от Хинато подальше. Но он всегда рассматривал это как попытку защитить ее. Убедиться, что его жена никогда не пронюхает о ней и не будет поливать ее грязью, как делала со всеми его друзьями. Он защищал ее. Или убедил себя, что защищает? Хинато вздыхает и мнет рукава. Это было унизительно, тихо признается она. Зать, что из-за меня тебе некомфортно. Она сглатывает, что я создала ту неловкость между нами. Что ты стыдишься меня? Я все думала, были ли мы вообще когда-нибудь друзьями. Нет. Закрыв глаза, Наруто решительно качает головой. Я, я был просто трусом, Хинато. Боль в груди усиливается. Именно это он чувствовал каждый раз, когда замечал Хинато издали, когда всматривался в ее темные волосы стройную фигуру, и тут же пришел убраться оттуда поскорее, часто оставляя за спиной брыжущую ядом сокомандницу. Я знал, что изменился. И не хотел, чтобы ты видела бы меня таким. Он недолго колеблится перед тем, как продолжить. Наруто не хочет говорить это вслух, но понимает, что сейчас, возможно, тот самый единственный шанс сказать. И ты тоже изменилась. Я знал это. И тоже не хотел видеть. Хинато ошеломляет его признание. Ч-ч-ч, что ты имеешь в виду? Он отворачивается от нее. Ты вышла замуж. У тебя появился ребенок от него. Наруто смутно припоминает множество раз, когда видел ее в те годы, с комом в горле, наблюдая за крохотным свертком в ее руках, пока Хинато разговаривала с друзьями. В какие-то разы ему не удавалось вовремя отвести взгляд, и на долю секунды их глаза встречались. Я просто не мог в это поверить. Я не хотел в это верить. Наруто чуть прищуривает глаза. Я продолжал говорить себе в мыслях и считать, что это неправильно. Как будто кто-то что-то напутал, и все это на самом деле происходит не со мной. Не отрывая взгляда от своих коленей, Хинато шепчет, ты был женат. Следует ее неглубокий вдох. Почему неправильно было мне хотеть того же? Почему только тебе позволено делать то, что ты хочешь? Наруто испуганно выдыхает нет. Это не так. Она закрывает глаза и отворачивается от него, снова оказавшись лицом к луне. Как будто, никто не ожидал, что я буду двигаться дальше. Никто и подумать не мог, что я действительно смогу, найти кого-нибудь. Как будто я должна была бегать за тобой всю оставшуюся жизнь. Наруто вспоминает свои слова на кладбище, свое, свое требование, чтобы Хинато вернулась к нему. Где ее самое место? Воспоминание окатывает его холодом. Я, я не это имел в виду, тихо бормочет он. Что тогда? Требует она. Почему ты сказал мне это? В ее тоне сквозит неверие и боль. У него снова перехватывает дыхание, правда кипит в животе, заставляя высказать мысли, что не давали ему спать по ночам. Потому что, потому что Наруто, которого ты любишь, Наруто, который никогда не переставал сражаться, мечтать, добиваться того, чего хотел, я уже давно перестал им быть. Он смутно чувствует, как глаза омывают влага и прерывисто вздыхает. Хинато испуганно смотрит на него, беспокойно приоткрыв губы. Наруто кун. Наруто тяжело сглатывает. Это больно. Больно. Он хочет остановиться, хочет притвориться, что этого никогда не было, на слова, признание ее теплые, понимающие глаза подстегивают, и откровение бьют из него, как неудержимый поток воды. И это убивает меня, потому что я знаю, что если бы был тем Наруто, то такого бы не случилось. Все было бы по-другому. Я, я был бы другим человеком. Лучшим человеком. Лучшим Хакаги. Лучшим отцом. Лучшим мужчиной. Он находит в себе силы посмотреть Хинате в глаза. И ты была бы моей. Хината смотрит в ответ, и Наруто не выдерживает и первым отводит взгляд. Ты не можешь знать наверняка. Он хмурит брови. Просто. Может, все не было бы так идеально, говорит она, сложив руки на коленях. Может, ничего бы не вышло. Это невозможно, рычит Наруто. Хината поднимает глаза, и он выдерживает ее взгляд. Такая логика просто не имеет смысла. Это невозможно. В силеной, где они не предназначены друг для друга, просто не существует. Почему она этого не видит? Все меняется, шепчет Хината. У Наруто сворачиваются внутренности от холода в ее словах. Она легко отмахивается от того, что так правильно и реально для него. Люди меняются. Она переводит дыхание и отводит взгляд. Некоторые вещи никогда не меняются, он отвечает тихо, но с затаенной яростью, которая принуждает Хинату снова взглянуть на него. А стоило бы, говорит Хината себе под нос, и Наруто жмурится. Хината, ты хотела бы, чтобы я никогда больше не появлялся в твоей жизни? Несколько долгих секунд она молчит, разглядывая свои сцепленные ладони. И да и нет. Следует пауза. Это было тяжело. Это было очень-очень тяжело, и я чувствовала столько всего, что больше не понимала, что правильно, а что нет. Я, я была готова прожить остаток своей жизни без тебя, продолжает она. А потом ты вернулся, как будто никогда и не уходил. Оба смотрят на небо, думая о давнем дне, изменившем все. Перед глазами Наруто пробегают бесконечные кадры, прочно укоренившиеся в памяти. Солнечная неба. Мраморный мемориал. Ваза с подсолнухами. Горько-сладкий вкус жизни, который он мог бы прожить с ней. Толчок к сближению. Наруто долго молчит. Он должен еще раз извиниться. Но, сначала ему нужно убедиться. Я просто, не мог больше оставаться в стороне, объясняет он. Это эгоистично, я знаю, что не имел права, но я просто, я хотел убедиться, что с тобой все в порядке. Он замолкает под ее внимательным взглядом. И если это не так, то я должен с этим что-то сделать. Он многозначительно смотрит на нее. Я должен, Хинато. Она рассеянно дергивает рукава. Он любит меня, Наруто Кун. Он вздыхает. Мне этого недостаточно. Послушай, он не может контролировать тебя, прикрываясь тем, что любит. Это не так работает. Хинато. Ты сильная. Ты сильная, тебе никто не нужен. В том числе он. Он сжимает кулаки. И я. Наруто чувствует ее взгляд, но не смотрит ей в глаза. Он прекрасно понимает, что не нужен ей. Уже нет. И, может быть, это неуместно открыто подвергать сомнению ее брак, озвучивать это, но он просто не может сидеть, сложа руки и позволять кому-то еще причинять Хинато боль. Даже если этот кто, то ее муж. Я не уйду. Он не сразу понимает смысл ее слов. Что? Хинато поворачивается к нему. Я не покину деревню. Он так сказал? Я так сказал. Он не может сдержать изумление. Правда? Она кивает в подтверждение. После всего у нас был долгий разговор. Он занял несколько дней, и мне пришлось попросить Кебуишина присматривать за Химоваря, но все стало лучше. Нам просто нужно было поговорить. Оценить проблему с точки зрения друг друга. Она прикусывает губу. Не могу сказать, что сейчас все идеально, но... Она замолкает. Нарута-кун, твоя жена, у тебя все нормально? Он заставляет себя выдавить улыбку и просит не беспокойся обо мне. Со мной все будет хорошо. На ее обеспокоенный взгляд он вздыхает. Ниндзя те, кто терпит. Она смягчается и понимающе кивает. Да и вообще, у меня есть Барута, так что... Они замолкают под тяжестью мыслей о детях. В конце концов, именно Химоваря разряжает обстановку. Не беспокойся. Ладно. У меня тоже все будет хорошо. Нарута поджимает губы, проглатывая несогласие. Химоваря, я... Он откашливается. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. И даже больше того, он хочет быть тем, кто сделает ее счастливой. Потому что это его предназначение. Потому что эта часть его никогда не исчезнет. Химоваря проводит рукавом по лицу, стирая остатки пролившихся слез. Она шмыгает носом и тяжело сглатывает, издав лишь один всхлип, прежде чем быстро взять себя в руки. На ее губах появляется нежная улыбка, от которой сердце Нарута трепещет, потому что она реальная, наконец, из-за него. Химоваря смотрит на него так, как он любит смотреть на нее открыто. Нарута, ничего не скрывая. Сейчас она удерживает его взгляд и впускает в свои мысли, и Нарута видит и чувствует все, что написано в ее глазах. Страдания, сожаления и любовь, которая никогда не умрет. Хорошо. Буду, соглашается Химовато. Ее улыбка теплая, благодарная и такая искренняя, что Нарута не может удержаться, и тоже приподнимает дрожащие уголки губ. Но Нарута-кун, ты тоже быть счастлив. Хорошо. Его улыбка дрожит, и он опускает глаза, только чтобы не видеть ее умаляющий взгляд. Обещай мне. Пожалуйста. Он сжимает губы и закрывает глаза, качая головой. Святость обещаний и тяжесть клятвы между ними не потеряна. Для него Нарута понимает ее значение и намерение, стоящее за подобной просьбой. Я не могу, говорит он, и взгляд Хина-то тяжелее. И он действительно не может. Он не может давать ей таких обещаний. Он не может поклясться ей, что ему удастся оставить это и идти дальше, ни разу не оглянувшись. Этого никогда не произойдет. Ты можешь, говорит она твердо. Ты сильный, Нарута-кун. От этих слов ему хочется смеяться. Нарута кривит губы в подобии улыбки. Я не такой, как ты, Хина-то. Он недостаточно силен. Он так и не научился отпускать. За столько лет. В детстве, возможно, было легче оставаться таким упрямым. Отказаться и с радостью принять, что тебя называют дураком. Я не хочу снова быть один, тихо признается он. А теперь ты уходишь от меня навсегда. Хина-то молча смотрит на него и придвигается ближе, настолько, что их бедра соприкасаются. Нарута переводит взгляд между ними, а затем снова на нее. Ты не один. Ты никогда не будешь один. Да. Да, конечно. Да, у него есть друзья, семья и сын, но это совсем другое. Это любовь, эта потребность даже близко не стоит, и со всем остальным. Нарута Кун умоляет Хинато дрожащим голосом, и он неохотно поворачивается к ней. Я всегда буду с тобой. Всегда. Это никогда не изменится. Он чувствует, как расслабляется после ее слов, и глаза начинают щипать от нахлынувших эмоций. Даже если ты чувствуешь, что одинок, или что никто тебя не понимает, Нарута завороженно смотрит, как мерцают в ее глазах слезы, медленно стекающие по темной линии ресниц. Я всегда буду рядом. И я надеюсь, голос Хинато срывается, и она часто дышит. Что, что ты тоже будешь рядом со мной, она уже не сдерживает слез. Видеть, как Хинато обнажается перед ним, весь спектр эмоций в ее голосе, и частейшую неприкрытую правду в ее словах. Это парализует Нарута как и прежде, и он находит в себе силы только на то, чтобы не отводить взгляд. Пожалуйста, Нарута-кун. Только не снова. Не убегает меня снова. Сама мысль о том, чтобы когда-нибудь сделать это, снова избегать ее, держаться на расстоянии, позволить ей страдать из-за его слабости, не быть рядом, когда он ей нужен, ненавистно ему. Нарута судорожно качает головой, бормоча сдавленной «нет и не буду», который едва можно понять, пока они оба не замолкают, ожидая ответа, который он не хочет давать. Глаза все так же жжет, и Нарута смотрит в темную бездну у них под ногами. Он так много хочет ей рассказать. Все, чему она его научила. О жизни. О любви. О боли и страданиях, и о том, почему даже улыбка может ранить. И что значит быть мужчиной. Что нет на свете ничего дороже, чем быть понятой, а он всегда ее понимал. Что благодаря ей он теперь понимает, почему из-за одной женщины развязывались целые войны. Потому что он сразился бы в тысячи войн, с тысячей монстров, тысячей зол, чтобы получить шанс все исправить. Что он понимает, почему человек готов умереть за Кагото, а также жить ради Кагото. Он так много хочет ей рассказать. Но говорит лишь обещаю. И Хинато дышит. Опускает голову, закрывает глаза, наконец, дышит. Следующие несколько секунд проходят для Наруто словно в тумане. Он не замечает, когда Хинато поднимается на дрожащих ногах, но следует за ней. Он не позволяет себе дотронуться до нее, когда она смотрит на него и смущенно опускает глаза. Даже не отвечает, когда она не к месту спрашивает о времени. Но она вдруг шагает к нему, и блеск в ее глазах пробуждает в Наруто столько воспоминаний, что его разум превращается в водоворот, который резко останавливается, когда Хинато заключает его в такие теплые объятия, что он приседает и инстинктивно обнимает ее в ответ, склоняя голову и крепче прижимая к себе. Он впитывает этот их последний момент. Чувствует ее. Держит в кольце рук. Вдыхает ее запах и запоминает, как бьются их сердца. Спасибо, шепчет она ему в грудь. И хотя Наруто больно, хотя он чувствует, что не достоин ее благодарности, этот момент единственная радость для него сего дняшним вечером. Хинато перевернула эту страницу своей жизни. Она сможет двигаться дальше, а он научится радоваться за нее. Закрыв глаза, Наруто обнимает Хинато крепче и зарывается носом в ее мягкие, сладко пахнущие волосы. Я буду скучать по тебе. В ответ она прижимается к его груди и кивает. Всхлипнув, она отстраняется, смотрит на него и улыбается. Я не позволю тебе скучать по мне. Он не может сдержать широко сияющие улыбки, хотя на глаза наворачиваются слезы. Ты снова будешь меня преследовать. Хинато смеется над этим, прижимаясь лбом к его груди, чтобы приглушить звук. Прошли дни, когда я пряталась за деревьями. Тихо говорит она. Но я буду рядом. Всегда. В груди Наруто разливается тепло. Луч света пробивается сквозь темную бездну, как первые лучи солнца сквозь дождевые тучи. Как лунный свет, проникающий в окна его комнаты и отражающийся сейчас в ее глазах. Я тоже, так же тихо отвечает он. Даже когда надоем тебе. А затем он понижает голос, но так, чтобы Хинато все равно его услышала, и сильнее зарывается лицом в ее волосы, упираясь лбом ей в висок. Обещаю. Она закрывает глаза и счастливо улыбается. И неизбежно, что их объятием должен подойти конец. Они медленно отходят друг от друга, и пока Наруто стоит и смотрит на нее, Хинато поворачивается в ту сторону, откуда пришла. До встречи, Наруто-кун. Он усмехается. До встречи. Хинато. Она улыбается в ответ и, в последний раз одарив его понимающим взглядом, направляется вниз по горной тропе, ни разу не обернувшись, пока не скрывается из виду. Наступает тишина, и Наруто только и может, что смотреть ей вслед и совсем не подавлять всплеск эмоций, от которого у него почти подгибаются колени. Тяжело ступая, он тащится к краю монумента и смотрит вниз. В другой жизни все было бы иначе. В другой жизни были бы взрывы и фейерверки, и он парил бы в воздухе и не падал, а летал. И весь мир узнал бы, что он любит ее. В другой жизни он мучился бы на первых свиданиях и тянулся к ее руке, когда она рабела, и попросил бы ее выйти из-за него замуж слишком рано, но все же со всей серьезностью. В другой жизни Химова рев дочь, ибо Руто защитит ее от чего угодно. В другой жизни Хинато смеется над всеми его глупыми шутками и кивает, когда он говорит ей, что не вернется домой к ужину. Наруто вглядывается в ленту горной тропы. Там стоит Хинато, уже успевшая пройти половину пути. Она вдруг поднимает руку и весело машет, и хотя Наруто стоит слишком далеко, чтобы разглядеть ее, он знает, какой улыбкой она одаривает его сейчас. Улыбкой обещания. Улыбкой, которую она дарила ему во всех трудностях, и которая поможет ему пережить все, что угодно. Он изо всех сил машет в ответ, улыбаясь так ярко, что Хинато не нужны ее благословенные глаза, чтобы увидеть это. В другой жизни все совсем по-другому. Но они есть друг у друга и в этой жизни. Они всегда будут друг у друга. Наруто тихо вздыхает, прикрыв глаза, и лунный свет омывает счастливую, искреннюю улыбку на его умиротворенном лице. Он не может просить о чем-то большем. Конец. Просто оглянись, я буду рядом всегда. Субтитры подогнал «Симон»